На конах зажигались огни звезд. Стремительно темнеющее небо, будто одеяло, укрывало деревню, скрывая ее от уходящего солнечного света. Один за другим стали зажигаться фонари. В окнах уже горел свет, улицы были почти безлюдны. И только тем, кто в один момент случайно взглянул на вырезанные в скале лица Хакаги, посчастливилось увидеть яркую фиолетовую вспышку, которая исчезла так же внезапно, как и появилась. Как раз в этот же момент за горизонтом скрылось солнце, бросив на лицо первого Хакаги последний лучик, который скользнул еще по верхушке дерева и исчез насовсем. Невольные свидетели этого явления стали взволнованно перешептываться, бросая взгляды на скалу с лицами бывших глав деревни. Они остановились, переглядываясь и пожимая плечами. «Я такого еще ни разу в своей жизни не видел», — шептал один. И я поддакивал второй. «Что это было?» — спрашивали люди друг у друга. Лишь один старик, задумчиво смотревший в небо, глубоко вздохнул. «Слышал я одну легенду», — пробормотал он, собрав на себе взгляды блистающих людей, что вспышка эта обычно позволяет гостям из другого мира попасть в нашу вселенную. Это был известный человек, тот самый старейший Агенин деревни скрытого листа. В его задумчивых глазах отразился свет луны, которая будто насмехалась над людьми, подкинув им загадку, которую они не в силах разгадать. Люди еще с пять минут стояли, продолжая беседу, а потом поняли, что вспышка не повторится и разбрелись по домам. А тем временем на поляне на горе Канохи, с которой открывался замечательный вид на деревню, раздался громкий стон. На траве с закрытыми глазами лежал парень лет пятнадцати, с непослушными светлыми волосами, странными полосками на щеках и протектором Канохи. Одет он был в черные штаны и черно-оранжевую куртку с изображением спирали на спине. Он скорчился, будто в предсмертных муках, катался по траве, а потом остановился, замолкнув, перекатился на спину и уставился голубыми глазами в небо, ничего не понимая. Он пролежал на спине с минуту, потом сделал попытку присесть, что далось ему без труда. «Я жив, дать тебе я!» Пронеслась в голове радостная мысль. Парень удивленно посмотрел на свои руки, которые были целые и невредимые, потом на ноги ощупал руками лицо, похлопал себя по ногам. Он и правда был цел и здоров, лишь только куртка была немного порвана. А на самом юноше не было ни царапины. «Что происходит? Я чувствую себя каким-то другим», — подумал Наруто. Он провел рукой по голове, ощутив, что длина волос несколько короче, чем обычно. Потом по подбородку, на котором еще ни разу не было щетины. «Я помолодел». Парень попытался встать, однако тут же опустился обратно на траву, почувствовав легкое головокружение и слабость в ногах. «Ладно. Пора отправляться за ответами». Наруто сосредоточился, закрыв глаза, после чего попробовал проникнуть в свое сознание. Удивительно, но ему это удалось. Блондин оказался в мрачном туннеле. Сандалии зашлепали по мокрому полу. Было темно, воздух тоже был влажным. Наруто почувствовал, что по спине пробежали мурашки. С потолка капало, капли срывались то на голову юноши, то на пол, вызывая на ровной глади воды маленький цунами. Парень огляделся. Было темно настолько, что юноша не мог разглядеть стен. Единственным местом, откуда бил тусклый свет, был конец туннеля. Наруто быстрым шагом двинулся вперед, чуть не срываясь на бег. Тут давно не было так сыро и жутко. Что происходит? И вот блондин оказался в просторном зале, плохо освещенном изредка мигающими лампами. Потолок здесь был так высок, что казалось, будто он находится на уровне неба. Стены комнаты были далеко от парня, он даже и представить не мог, во сколько метров этот зал в длину и ширину. Вода добралась парню до пальцев ног, и он содрогнулся всем телом. Впереди виднелись толстые деревянные прутья и клетки, расположенные вертикально. Клетка представляла собой отдельную комнату, если можно ее так назвать. Прути образовывали деревянные ворота, высотой достигающие примерно уровня скалы с лицами Хакаги в Канохе. Ворота были закрыты, а на замке, который был примерно метров десять над уровнем пола, висела бумажная печать. Курама. Позвал Наруто, бросившись к клетке. Ответа не последовало. Курама. Я знаю, ты тут. Ответь мне. Парень бежал вперед, надеясь разглядеть, что находится по ту сторону клетки, однако тщетно. За воротами царила непроглядная тьма. И только когда парень приблизился к воротам почти вплотную, меж прутьев просунулась огромная лапа с серебряной шерстью и обнаженными когтями. Парень отпрянул, приземлившись на три метра сзади. И вовремя. На место, где он только что стоял, опустилась увесистая лапа чудища. Послышался хлопок. Вода обрызгала юношу с ног до головы. Кто ты? Ты не Курама. Воскликнул Наруто, не решаясь приближаться к клетке. Во тьме зажглись два огромных желтых глаза и на обмену ставились на маленького ничтожного человека. В следующую секунду морда чудища показалась из тьмы, приблизившись к прутьям. Существо, находившееся по ту сторону клетки, отдаленно напоминало блондину девятихвостого лиса. Однако шерсть его была не огненно-рыжей, а серебристо-серой, а глаза вместо уже привычных красных, сияли расплавленным золотом. Морда была гораздо шире, уши немного длиннее. Когда монстр приблизился к клетке вплотную, Наруто мог разглядеть его полностью, парень с ужасом увидел девять хвостов, яростно извивающихся сзади. Перед ним стояло некое подобие к юбии, однако куда толще, мускулистее и свирепее. Глаза с ненавистью уставились на парня. Клыки были скалены. Наруто с трудом проглотил комок в горле, после чего стал пятца. Монстр размахнулся лапой и с силы ударил по прутьям клетки. Те выдержали, но покачнулись. За первым ударом последовал второй и третий. Наруто развернулся, не дожидаясь того, чего боялся в данный момент больше всего, рванул наутек. Он очнулся на той же поляне в холодном поту. Слабость в ногах исчезла, но блондин буквально задыхался. Парень не понимал, что происходит. Он вскочил на ноги и обернулся. Его глазам предстал великолепный вид. Он увидел родную деревню. Все те же дома, ровные улочки, стены, виднеющиеся вдали, защищающие деревню, главные ворота. Парень успокоился. Он был дома. Он продолжил разглядывать дом родной деревни. Вот здание межштаба Хакаги на фоне Великой Скалы. Парень прищурился, поскольку дома вдали и саму скалу было плохо видно в темноте. Надо успокоиться, подумал парень и решил посмотреть на лица Хакаги, вырезанные в скале. Лицо четвертого всегда его успокаивало. Он удивился, как эта мысль не пришла ему в голову сразу. Наруто медленно поднял взгляд и замер. Сердце его будто остановилось. Вместо знакомых до боли лиц первого, второго, старика Сарута Биатса на скале было другое изображение. Но парню хватило и первого из ряда лиц. Он не мог отвести взгляда. Вместо лица первого Хакаги Хаширома Синджу на скале было вырезано лицо. Учхо. Мадара. Произнес Наруто, в глазах его потемнело, и он рухнул без сознания. Парень пребывал в бессознательном состоянии довольно долго. Наруто так и остался лежать на траве, растянувшись в неестественной позе на боку. Однако проснуться ему было суждено не здесь. Во тьме послышался шорох, из листвы дерева на поляну мгновенно переместилась тень. Тенью оказался Шина Беконохи, лицо которого скрывала белая маска с двумя прорезями для глаз и различными узорами. Одет он был в черные штаны, удобные ботинки ниндзяя с грубой кожей, черную футболку с короткими рукавами, отчего было видно татуировку, которую делали всем членам Анбу. Анбу склонился над парнем, задумчиво простоял так с несколько секунд, потом, оглянувшись на всякий случай через плечо и убедившись, что вблизи никого нет, взял маску. Это был молодой человек с черными как крыло ворона волосами, завязанными в хвост, опускавшись ему до лопаток. Он был довольно высок, немного узкоплечь. Луна на миг осветила его лицо. Отличительной особенностью этого ниндзя были две морщины под глазами. Глаза были черные, словно неживые, почти ничего не выражали, сказывались годы работы в Анбу. «Кто это у нас тут?» Протянул он, перевернув блондина с бока на спину. Когда свет луну упал на лицо, осветив полосы на щеках юноши, Шиноби вздрогнул. Он надел свою маску, подхватил блондина на руки, и в следующий момент поляна опустела, а ниндзя нес парня по пустым улочкам Канохи. «Это просто невероятно!» «Надо срочно доложить обо всем Хакаге», — подумал Анбу. Наруто проснулся от ярких лучей солнца, настойчиво стреляющих из окна в лицо юноши. Он неохотно раскрыл глаза, и у него сложилась нечеткая картина. В наиболее светлом пятне угадывалось окно, в яркой полоске щель между занавесками. Вдруг на фоне светлого окна возникло темное пятно. Наруто тут же закрыл глаза, притворившись спящим. «Без сомнения, в комнате еще кто-то есть!» Подумал блондин, открыв осторожно один глаз. Пятно становилось все четче и четче. В конечном итоге это пятно превратилось в красивую женщину. У нее была изящная фигура, длинные черные распущенные волосы. Одета она была в фиолетовое домашнее платье. Женщина была увлечена вытаранием пыли с подоконника, поэтому не заметила того, что блондин уже проснулся. Однако долго этого он скрывать не смог. Он почувствовал, что вдохнул часть пыли, после чего громко чихнул. «А, прости, я тебя разбудила!» Обернулась женщина, одарив Наруто белоснежной доброй улыбкой. «Нет, я сам проснулся!» Он замялся. Только теперь Наруто понял, что не знает, где находится и не знает женщину, которая перед ним стоит. Он вспомнил последнее, что увидел лицо Учихи Мадара на месте лица Хаширома Синджу на скале Канохи. Парень надеялся, что это было лишь страшным сном. Наруто внимательно стал рассматривать комнату, в которой находился. Она была маленькой, но уютной. Потолок из покрытых лаком досок, красивая деревянная люстра, стены с желтыми солнечными обоями, коричневые занавески. Сам Наруто был в кровати, помимо которой единственной мебелью в комнате были маленький шкаф в углу и небольшой письменный стол с ящиками и стулом. Наруто заметил, что на стуле аккуратно сложены его одежда, а поверх нее лежал протектор с символом Канохи и подсумок с кунами и сюрикенами. Женщина отдернула занавески в разные стороны, открыв доступ солнечному свету в комнату. В этот момент Наруто кратко посмотрел под одеяло и, убедившись, что лежит под одеялом в одном нижнем белье, покраснел. «Извините, как я оказался у вас?» Поинтересовался парень, снова замевшись, поскольку не знал имени брюнетки. «Ночью тебя нашел мой сын. Он служит в отделении Анбу. Он принес тебя к нам домой, поскольку не был уверен, в полном ли ты порядке. Ты оказался цел и здоров, но почти два дня пролежал без сознания», — пояснила женщина, потом снова улыбнулась, «Кстати, я Микотоучха. Будем знакомы». Парень хотел представиться, но не успел. «Ладно, не буду тебя больше смущать. Отдевайся и спускайся на кухню. Мы собираемся завтракать. Присоединяйся к нам». Женщина улыбнулась и вышла. Парень еще пару минут пролежал в кровати, задумчиво глядя в окно, после чего встал и подошел к нему, выглянув на улицу. К сожалению, вида на скалы с лицами Хакаги отсюда не открывалась. Видно была только улица, тянувшаяся между домов и длинные стены с изображением герба Учхо. По улице проходили люди, большинство из них были темноволосыми. Очевидно, парень сейчас находился в квартале клана Учхо, и по улицам которого редко ходили посторонние. Люди удивленно смотрели на парня, высунувшегося из окна, но потом проходили мимо, занятые своими делами. «Интересно, который сейчас год? Клан Учхо жив, а значит ли это, что я в прошлом?» Промелькнула мысль в голове у Ниндзя. Погода тоже была хорошая. Как уже было сказано раньше, утреннее солнце согревало все, на что падали его лучи. Даже парень почувствовал, как наполняется солнечной энергией. Он даже закрыл глаза от удовольствия. Тихий ветерок ерошил его волосы. Наруто вдохнул аромат весны. Не так сложно было предположить, что в Канухе сейчас весна, так как за стеной было видно ряды расцветающих деревьев Сокуры. Он в последний раз бросил взгляд на улицу, закрыл окно и стал собираться. Наруто быстро оделся. Он удивился, когда обнаружил, что дырки в куртке и штанах зашиты. Наверное, Микото постаралась. На письменном столе, к сожалению, зеркало он не нашел, а ведь парню так хотелось увидеть себя самого. Мало ли, вдруг он в этой реальности поменял внешность. Или занял чьи-либо тело. Может, у него другое имя, другие родители, да и сам он не местный. Но сейчас Наруто предпочел об этом не думать. Его живот требовательно заурчал, и парень решил не пренебрегать предложением Микото позавтракать вместе с семьей Учхо. Шиноби пристегнул к штанам под сумок, куда сунул протектор, после чего вышел из комнаты, предварительно убрав свою кровать и закрыв дверь в комнату. Он оказался в длинном коридоре с дверями, после чего нашел лестницу и спустился со второго этажа на первый. Он без труда нашел и кухню. Путь к ней показал знакомый запах-запах любимого блюда Наруто. Это без сомнения был рамен. Но не заварной, к которому так привык парень в течение своей одинокой весьма небогатой жизни, а настоящий, такой же, как и в Ичрыку. Он немного помедлил, задержавшись перед дверным проемом, а потом, решившись войти, застыл на пороге. Его взгляду предстало зрелище, которого он никак не ожидал увидеть. За столом, сидя на разложенных на полу татами, расположились трое представителей клана Учхо. Первым Наруто обратил внимание на человека в синем халате, обвязанном серым поясом. У него, в отличие от всех прежде виденных Учх, были не черные, как смоль, волосы, а коричневые. Лицо его было спокойным. Нос был большой, губы тонкие и прямые. У Наруто даже появилось ощущение, что этот человек никогда не улыбается. Глаза умиротворенно закрыты, будто этот человек медитировал, предпочитая отключиться от этого мира на время, пока не будет готова еда. Под глазами были небольшие морщины, вероятно, от недосыпа. Наруто сразу вспомнил Итачи. При взгляде на следующую фигуру за столом Наруто вытаращил глаза. Перед ним сидел Итачи, о котором он только что вспомнил. Он был одет в черную футболку и домашние мешковатые штаны. Волосы были собраны в хвост, черные глаза уставились на Наруто с каким-то диким интересом. Если появление Итачи так удивило и испугало блондину, то при виде следующего персонажа он просто застыл и открыл рот. Это был Саски собственной персоной. Вот в таком возрасте Наруто никогда не видел Саски, ведь тот на целых три года исчезал из его жизни. Сейчас мрачному подростку было около 15 лет, то есть это была смесь того Саски, который ушел из деревни незадолго после экзамена на Чунина и того Саски, что предстала Наруто, когда тот вместе с Саем, Сакура и Ямато вторгся в убежище Арачимару. Впрочем, ничего особенно не изменилось. Прическа его была обычной, глаза смотрели с равнодушием, а рот был искривлен в ухмылке. Микото хлопотала плит в углу. Завидев застывшего в дверях Наруто, она выключила комфорку. «Ты как раз вовремя. Присаживайся, пожалуйста», — кивнула она ему. Около минуты Наруто собирал на себе взгляды у Чих, после чего сел напротив Саски. Его взгляд будто был прикован к темноволосому юноши, он ловил каждую секунду, глядя на него, пытаясь увидеть в этом парне частичку того Саски, которого он знал до его ухода из Канохи. Саски, который был его лучшим другом, его вечным соперником. Он понял, что такое внимание к младшему из Чих не останется незамеченным, и быстро отвел взгляд. Он сразу понял, что мужчина с каменным лицом глава семьи и поспешно обратился к нему. «Спасибо вам большое за то, что приютели у себя», — выдавил он. Потом, все еще сомневаясь в себе и правоте своих дальнейших слов, произнес, «Меня зовут Наруто». Тот взглянул на блондина ледяным взглядом, Наруто вздрогнул. Он чувствовал, будто тот видит его насквозь. «Благодаря Итачи за то, что нашел тебя. Я Фугаку Учхо. Насколько я понял, ты Шиноби. Тогда ты, может быть, уже знаешь мое имя?» «Я глава полиции Канохи», — холодно произнес он. «Итачи Учхо. Можешь не благодарить, это ведь моя работа», — представился Итачи. Его голос показался Наруто намного теплее, чем голос главы семьи. Наруто благодарно кивнул, с опаской посмотрев на старшего брата Саски. В прошлой жизни он знал Учху как международного преступника, члена организации Акацуки. Хоть и возрожденный техникой Датинси, Итачи встал на сторону Альянса Шиноби и поведал истинную правду о своих благородных целях, представ всем в другом свете, Наруто до сих пор не покидал образ опасного врага. Саски Учхо. «Может, ты меня помнишь, мы ведь с тобой проучились два месяца в Академии Ниндзя», — нехотя проговорил младший Учхо, а потом ты куда-то пропал. У Наруто в горле комок застрял. «Я такого не помню». «Если честно, мне кажется, у меня частичная потеря памяти», — признался Наруто, так как не знал, что сказать. «Похоже, ты сильно стукнулся головой», — предположил имя Кото. Итачи внимательно посмотрел на блондину, взгляд его остановился на полосках на щеках юноши. «Год назад ты исчез из деревни, никто не знал, куда ты делся». Отряды Шинаби прочесывали всю территорию вокруг деревни, но не нашли, — пояснил Анбу, умолчав, по какой причине поиски были так важны для Канохи. «Я уже доложил Хакаге о твоем возвращении». Наруто жадно впитывал информацию. «Он разрешил тебе участвовать в завтрашнем распределении по командам и вновь вернуться в ряду Шинаби Канохи», — продолжил Итачи. «Интересно, кто этот такой добрый Хакаге?» — задумался Наруто. «Завтрашнее распределение. А разве его не было полтора года назад?» — беспомощно спросил Наруто. Саски ухмыльнулся. «Похоже, тебя сильно долбануло». Хакаге принял приказ об увеличении качества и длительности обучения в Академии. «Если раньше из Академии обычно учились до 12-13 лет, то теперь до 14-15. Не знаю, как на тебе скажется от прогулов, впрочем, я уверен, с тех пор ничего не изменилось», — произнес Саски с вызовом. Фугаку ледяным взглядом посмотрел на Саски, и тот сразу же замолк, сделав серьезное лицо. Наруто раньше бы обязательно вспылил и ответил бы что-нибудь колкая, но теперь он лишь улыбнулся. Саски был все тот же. «Хорошо», — пробормотал он. Микото начал оставить на стол тарелки с любимым блюдом раменом. Он впервые задумался о том, как давно не ел. Наруто подождал, пока Микото тоже усядется за стол, и все начнут есть, а потом сам приступил к пище. «Божественно!» — скричал вся натура блондину, однако вслух он ничего не сказал. Это было без сомнения лучше заварной лапши и даже лучше этого блюда, которое предлагали в «Ичирыку». Блондину захотелось плакать, есть рамен бесконечно, кричать. Настолько сильный эффект на него оказал стрипня Микото. Когда с раменом было покончено, Наруто поблагодарил Микото за еду и кров и попрощался с семьей учих, не имея возможности больше задерживаться у них, поскольку каждый пишел по своим делам. Саски отправился в свою комнату на второй этаж собираться в академию. Фугаку быстро ушел на работу, переодевшись в темные штаны и футболку Шиноби, а сверху натянув жилет ниндзя цвета Хаки. Итачи тоже пишел, поэтому быстро покинул дом и отправился к Хакаге узнать дальнейшие подробности его решений по поводу Наруто. Саски собрался в академию и вновь спустился и вниз, пока Наруто выражал Микото все эмоции, которые вызвало в нем это замечательное блюдо. «Наруто, ты идешь?» поинтересовался он у блондина. «Эээ, куда?» удивленно спросил тот. Саски вздохнул и посмотрел на блондина, как на полного придурка. «Распределение по группам будет завтра, а экзамен и выпуск из академии сегодня. Как ты собираешься стать частью команды, не получив звания генина?» усмехнулся он. Наруто выругался. «Он об этом совсем не подумал. Ладно, пошли. Пора мне уже навестить академию, а по пути расскажешь мне все про канаху», согласился Наруто. Как ни удивительно, темноволосый Учиха не стал упрямиться. Он проверил подсумок, закрепленный на поясе, и пошел к выходу. «Пока, мам», — бросил он. «До свидания, Микото-сан». «Спасибо большое еще раз», — громко попрощался Наруто и побежал догонять Саски. «Пусть для него будет сюрпризом-то, что у меня уже есть протектор Канохи. Я не могу завалить этот экзамен, ведь я уже лет шесть генин». Уверенно подумал Наруто. «Пока, ребята. Удачи на экзамене и будьте осторожны», — крикнула им вслед мать Саски. Наруто и Саски очутились на улицах родной Канохи. Впрочем, родной она была только для Саски, а для Наруто это был новый удивительный мир. Они вышли из дома Учиха во внутренний двор. Наруто прежде никогда тут не был, поэтому удивился красоте, которая царила здесь. Множество клумб с цветами, редкие маленькие деревца, возможно карликовые, специально посаженные для красоты, импровизированный фонтан из бамбуковой трубки. Наруто вновь вдохнул аромат весны. Недаром для него прошли тренировки освоения режима отшельника на горе Мибаку. Блондин стал частью природы, чувствовал все то, что чувствовала она. Сейчас природа просыпалась и радовалась лучам солнца. Жучки и паучки собирали капли росы, в небе чертили замысловатые узоры птицы, совершая невероятные перевороты и кульбиты в воздухе. Не задержавшись надолго во внутреннем дворе, Наруто, следуя за Саски по дощатому полу, вышел на улицу. И вот настал тяжелый для парня момент, он вновь увидел гору Хакаги. На месте первого Хакаги было высечено лицо Учихи Мадары. Его лицо смотрело на деревню строго, рот немного скривлен в улыбке. Непослушная грива волос торчала во все стороны. Трещины на скале на месте лица Мадары напомнили Наруто о технике и датинси, с помощью которой легендарный Учиха вернулся в мир живых для участия в войне. Этот человек нагонял на Наруто ужас, стоило лишь вспомнить появление того на поле битвы в пору Четвертой войны Шиноби. Мадара Учиха был исключительным воином. Он обладал величайшим дадюцу. В его распоряжении были и вечные мангики Шаринган, и глаза основателя мира Шиноби, прародители всех дюцу и техник, Ринган. Наруто не знал, как в этой вселенной, а в его родном мире Мадара был злодеем, стремившимся к власти и крови. Видимо, в этой реальности он смог добиться своей цели. Там, где ранее располагалось лицо второго Хакаги Табирамы Синджу, сейчас было высечено лицо человека, напоминающего блондину Мадару по чертам лица, о прическе Саски. Наруто даже представить не мог, кто был вторым Хакаги в этом мире, однако все сомнения о том, был ли это Учиха, отпали сами собой. Лицо третьего Хакаги тоже изменилось. На месте лица Таруто Бенатконаха нависло уродливое лицо морщинистого старика с непослушной и короткой прической, как у котецу, и забинтованным лбом и правым глазом. Надо заметить, все лица были высечены гораздо тщательнее, чем прежде. Наверное, Хакаги уделяли очень большое внимание монументу Канохи. На подбородке старика красовался крестик, очевидно, полученный в бою шрам. Глаз, что не был скрыт за повязками, которые на камне были вырезаны рельефно, был закрыт. Особых трудов, чтобы узнать третьего Хакаги, блондину не потребовалось. Это без сомнений был Шамура Данзо. Лица четвертого Наруто никогда не видел. Вместо изображения его отца на скале красовалось лицо средних лет человека с длинной шевелюрой, завязанной в хвост. Почему-то это лицо было наиболее симпатично блондину. Саски обернулся, заметив, что Наруто остановился посреди улицы, уставившись на гору Хакаги. — Эй, ты идешь? — спросил нетерпеливо Брюнет. Наруто вздрогнул, оторвавшись от своих мыслей. — Да, пошли. Они шли по улицам Канохи вместе, как в старые добрые времена. Солнце освещало им дорогу, обстреливая своими лучами все вокруг. Слышался шелест деревьев, ветер подхватывал маленькие цветки Сакура и нес их, пока те не падали на землю. Наруто не отрывал взгляда от горы Хакаги, от этого не замечал, как на него смотрят люди. Он внезапно оторвался от горы и встретился взглядом с прохожим человеком, который косился на него с недоумением и опаской. — Черт! Опять эти взгляды! — подумал Наруто. Боль, оставившая его с всеобщим признанием после нападения на Каноху Пейна, вновь вернулась. Он решил отвлечься и снова обратился к Саске. — Слушай, можешь рассказать мне про Хакаги? — попросил он. Саске удивленно посмотрел на спутника. — Ты серьезно? Зачем? Ведь ты сам всю историю Хакаги на зубок выучил, всем твердишь постоянно, что хочешь стать одним из них. Наруто постучал себе по голове, напомнив Саске о том, что с памятью у него сейчас не все в порядке. Тот вздохнул и начал свой рассказ. Первый Хакаги учи Хамадара, величайший шиноби всех времен и народов. — Первооткрыватель Мангеки Шарингана. Владел вечным Мангеки Шаринганом и Ринганом, чем прославился во всем мире. Был мастером стихии огня, воды и земли. Остальные стихии освоить не успел. Вместе с Хаширомой Синджу Мадара построил нашу деревню, защищал ее от внешних врагов, но потом, когда зашел вопрос о выборе лидера деревни, Хаширома и его брат Табирама решили захватить власть. Кланы Синджу и Чеха были величайшими кланами за всю историю Канохи. Мадара со своим братом считали, что лидером деревни должен стать представитель клана Учхо, а Хаширома и Табирама думали, что деревни и должны будут править Синджу. Однако те, и другие оказались разумными, и во избежание разжигания войны Мадара и Хаширома согласились сразиться в долине завершения. В той схватке Учхо Мадара вышел победителем, получив во время боя всю силу противника. Он стал первым Хакаги. После боя с Хаширомой первый Хакаги получил Ринниган, божественную силу глаз. Так как он вживил себе часть ДНК Хаширома Синджу, то смог замечательно владеть стихиями земли и воды, а позже освоил стихию дерева, после чего никто за все время его правления не бросил вызов ему и Канохи, пояснил Саске, указав ладонью на первое лицо на горе Хакаги. Наруто сглотнул. Хаширома и Мадара сражались там же, однако на этот раз выиграл Мадара. Одно это событие изменило весь ход истории. Второй Хакаги, младший брат Учихи Мадары, из Унаучха. Второй владелец Вечного Мангике снова начал рассказывать Саске. В памяти Наруто всплыли слова Таби о том, что брат Мадары пожертвовал собой, отдав Мадаре свои глаза. Постый, как это вторым. Он же погиб на войне, будучи слепым. Он отдал свои глаза Мадаре, разве не так? Перебил его Наруто. Не совсем, холодно продолжил Саске, своим тоном дав понять, что не желает, чтобы его вновь перебивали, он отдал свои глаза Мадаре, а Мадара дал ему свои. Это величайшее самопожертвование, проявление братской любви. Оба они к тому моменту почти ослепли, однако за их жертву судьба наградила обоих, вернув при имплантации глаз зрения полностью. Изуна Учиха продолжил жесткий политический режим брата после его смерти. Он основал отделение полиции Канохи, где работает мой отец. Это своего рода отдел анбойш Шиноби из клана Учиха, которая ведет слежку за всем населением Канохи, вершит порядок и правосудие. Изуна освоил все пять стихий, став одним из величайших Шиноби наравне с братом. Благодаря особенностям ДНК Изуна овладел элементом лавы, за что его долго уважали. Также освоил пространственно-временные техники, став быстрейшим среди Каги, пока не появился четвертый Хакаги. После смерти брата он позволил клану Синджу остаться в Канохи, если те смирятся с главенством Учиха. Туберама Синджу, как новый глава клана, согласился. Наруто удивленно посмотрел на здание, мимо которого они проходили. Он и ранее видел его, однако прежде здание было заброшено и разрушено, ведь после уничтожения клана Учиха полиция Канохи была расформирована. Ныне это было крупное желтое здание, на котором была изображена четырехконечная звезда, а внутри нее герб клана Учиха. Третий Хакаги был избран после смерти Изуны Учихи как один из сильнейших Шиноби. Шли споры, кого же выбрать, ученика Табирамы Синджу Сарута Бихирузена или же ученика Изуны Учиха. Но клан Учиха считался и до сих пор считался главным в деревне, поэтому выбран был Шамура Данза. Его политика была еще жестче, чем у братьев Учиха. Он создал новое подразделение Анбу Корень. Наравне с полицией Канохи Корень ведет слежку за всем населением, совершает тайные операции, а в его состав входят только те, кто смог подавить свои эмоции и пройти сложнейшую подготовку. Также Третий провел реформу образования, о которой я тебе недавно рассказывал, увеличив срок и качество обучения в Академии Ниндзя. Он владеет стихиями ветра и земли. Наруто кивнул. А четвертый? Спросил он, глядя на незнакомое лицо. Четвертый Хакаги легендарный Белый Клак Канохи. Сакума Хатаки, начал Саски. Отец Какаши Сэнси. Понял Наруто. Мастер пространственно-временных техник, мастер стихии огня и земли, мастер запечатывающих техник. Когда на Каноху напал девятихвостый демон, четвертый смог запечатать его в двух детях. Так как запечатать в одного человека монстра было невозможно в силу его мощи и объемов чакры, четвертый разделил Каюби на две части. Наруто вздрогнул. В прошлый раз четвертый ценой собственной жизни запечатал в него светлую половину Каюби, а темную перед самой смертью заключил в себе. Неужели в Канохе этой реальности джинчурики Каюби двое? Один из них ты закончил Саски. Ты это знаешь? Удивился Наруто. Тот не ответил, лишь посмотрел вперед. Но четвертый бесследно исчез несколько лет назад, поэтому у власти стоит третий. Они приближались к зданию Академии Ниндзя. Оно как и раньше стояло на довольно таки большой площади, где ничего не было, кроме всего пары деревьев, на которых покачивались от ветра висящие на веревках качели. Здание представляло собой башню с дополнительной пристройкой, которая не была заметна сразу. На башне красовался символ Страна Огня. Пришли. Ладно, советую подготовиться морально. Надеюсь, ты не завалишь экзамен, произнес Саски и с независимым видом пошел к зданию, где уже собралась толпа студентов в Академии. Наруто долго смотрел ему вслед, не в силах отвести взгляд. Он воспользовался тем, что в здание Академии сейчас так просто не войти, и сел на качели, покачиваясь туда-сюда, погрузился в мысли. Победа Мадара в долине завершения полностью изменила историю Канохи. Я сохранил память о предыдущей своей жизни, но утратил все воспоминания о нынешней. Я исчезал из деревни на год, за это время меня не нашли, а потом я сам появляюсь на поляне в Канохе. Пытался анализировать массу фактов парень. Но мысли были непослушные, как рой пчел. Клан Учиха жив, более того, правит деревней, значит, Саске пока что ни за что мстить. Клан Синджу все еще живет в деревне. «Возможно, я смогу найти бабулю Цунадии и посоветоваться с ней», – подумал парень. В это время проход в здание освободился, и Наруто, встав с качелей, двинулся вперед. «Мне надо найти бабулю Цунадии или извращенного отшельника. Здесь все не так. Злодеи стали добрыми, а значит, добрые злодеями. Или же изменилась сама концепция мира? Может, деревней просто правит злодея, поэтому никто этого не замечает? А ох! Как это сложно! Так или иначе, на помощь Хакаги я рассчитывать не могу. Если раньше у меня была поддержка третьего или бабули Цунадии, то теперь...» Наруто приблизился к зданию Академии и вошел внутрь. Он вытер ноги, чего раньше никогда не делал, и прошел в аудиторию, где его встретили удивленными взглядами. Здесь он увидел большинство своих друзей. В таком возрасте Наруто их еще не видел, ведь он в ту пору путешествовал с Джирайи и Синсеем. Впрочем, ребята не сильно изменились. На задних рядах был слышен храп. Наруто безошибочно определил, что там, положив голову на парту, спит Шакамару. Рядом с ним, открывая новый пакет чипсов, сидел верный друг Чоуджи. За соседней партой сидел Киба, надев наушники, слушал музыку, а его преданный пес расположился в проеме между партами, так как уже не помещался на голове иной Зуки в виду своих размеров. Недалеко от троицы сидели Шина и Хинато. Шина натянул свой капюшон так, что за ним было видно только очки и подбородок Шиноби. Хинато при виде Наруто покраснел и отвернулась. По бокам от Саски Селина и Сакура, спорившие, кто из них лучшая кандидатура на роль его жены. Как ни удивительно, в этот раз в аудитории присутствовала будущая команда Майта Гая в лице Рокали, Мэджи и Тимтин. Также Наруто с удивлением заметил персонажей из своей прошлой жизни, которые никак не вписывались в общую картину. Это были Суры из Храма Огня, парень с длинными черными волосами, одетый в мешковатую одежду монахов, и Сумару, паренек из деревни Скрытой Звезды. В классе было еще много ребят, незнакомых Наруто, однако здесь он увидел Исайя. Неужели он тоже ходит в академию? У доски стояли и Рука и Мидзуки, что-то объясняя. При виде Наруто учащиеся замолчали, буравит его удивленным взглядом. Шикамару приоткрыл глаза, подняв голову от парты, иные Сакуры перестали спорить и одновременно уставились на блондина в черно-оранжевой куртке. Рука Чоуджи застряла в пакете чипсов. Киба снял наушники, а Камар удивленно поднял уши. Шина протер очки. «Можно мне войти?» Спросил он у Ируки. Тот лишь кивнул. Похоже, Ирука был удивлен не меньше его учеников. Он переглянулся с беловолосым другом. «Поэтому, этот экзамен важен не только для продолжения вашей карьеры Ниндзя, но и для всей вашей жизни», — продолжил Мидзуки. «В это время Наруто сел на одну из задних парт между Кибой и какой-то блондинкой с синими глазами. Он не сразу обратил на нее внимание. «Где ты был?» — поинтересовался Киба. А Камару залез под парту и стал старательно обнюхивать ботинки блондина. «Кто?» «Я?» — растерялся Наруто. «Ты не ходил в Академию целый год. Тебя даже, кажется, искали Анбу. Говорили, что ты сбежал из деревни. Какого рожна ты приперся?» Возмутился Инузука. Наруто понял, что Киба просто так не отстанет. В нем снова проснулся тот беззаботный Наруто. «Я пришел за протектором Канохи. Или ты забыл, что я хочу стать Хакаги?» Громко протараторил он, коснувшись лба большим пальцем. Киба вздохнул. «А я-то уж испугался, что тебя подменили», — усмехнулся он. «И как ты, интересно, будешь сдавать экзамен, когда совершенно не знаешь материала?» Наруто открыл подсумок и показал Кибе протектор, блеснувший от ударившего в сталь луча солнца. «Неужели у них стянул?» — прошептал пораженный Инузука. Наруто отрицательно повертел головой. «Как-нибудь потом расскажу», — шепнул он, пряча протектор обратно в подсумок и застегивая молнию. «Девушка, сидящая рядом, успела заметить содержимое пристежной сумки и обратилась к блондину. «Если ты вор, это тебе просто так не сойдет», — гневно процедила она. Парень замер, медленно повернув голову. «Я его не украл, это мой собственный. А ты кто такая будешь?» Его глаза встретились с ее. «Я Хару Синджу, потомок великого клана. А ты знаешь, что мое имя означает «рожденное весной». Я Надежда Канохи, ее лучший Шиноби», — выпалила блондинка. «Хм. Надо будет тебя запомнить. Я Наруто Узумаки», — сощурился парень и машинально пожал ее протянутую руку. «Отлично. Я вижу живого члена клана Синджу. Подумал Наруто, она может привести меня к бабуле Цунади». «Так. Разговорчики на последней партии». Воскликнула рука. «Вы будете первыми сдавать экзамен». Наруто и Хару замолчали. Киба тяжело вздохнул и простонал, театрально взглянув на потолок, «Почему я всегда крайний?» У Наруто быстро забилось сердце. И рука Умина хоть и был для него одним из самых дорогих людей, сейчас вселял в него ужас, ведь одним просчетом сейчас Наруто мог загубить всю свою новую жизнь. Наруто еще ни разу не практиковал дьюцу в этой реальности. А вдруг здесь что-то делается по-другому? Это же параллельно вселенная, может, вместо ручных печатей, с которыми парень и так никогда не дружил, необходимо совершать какие-то другие магические пассы? Парень был в полной растерянности, поскольку не знал своих возможностей. То есть как это первыми? Пролепитал он. И рука серьезно посмотрел на него. «Наруто, даже если тебя не было на занятиях весь год, поблажек на экзамене тебе дано не будет». Мидзуки посмотрел на часы, висевшие над доской. Сама и тонкая стрелка в последний раз совершила свой полный оборот, и в аудитории раздался громкий щелк. Было ровно 12 часов. Что ж, время пришло. «В качестве экзамена мы просим вас продемонстрировать одно дюцу. Какое имя указано в билете, который вы выберете», — пояснил он. Наруто взволнованно сглотнул. «Ну-с, кто первый?» Умина уставился на последнюю парту. Все трое сидели с каменными лицами. «Киба, иди», — шикнула Хару на парня в черной куртке. «Почему я?» Возмутился тот. «Ты крайний. Тебе ближе», — нашелся с ответом Наруто. Киба усмехнулся. «Ты втянул нас в эту историю, так и иди первым», — произнес он. А Камару согласно тявкнул. Наруто беспомощно оглянулся на Хару, однако новая знакомая была абсолютно солидарна с собачником. «Ну-я». «Прекрасно». Подумал он, протискиваясь между Кибой и партой. Наруто выбрался и начал неуверенным медленным шагом спускаться к доске по пути ловя ехидные взгляды одноклассников. Среди них был и Саски. Сейчас Брюнет был в предвкушении представления. И вот Наруто оказался перед Чуниными. На столе лежали бумажки одинакового размера и цвета. «В тени билет», — сказал Умина. Наруто вытянул руку и взял бумажку, что лежало ближе всего к нему. Перевернув ее, парень прочел единственное слово, выведенное на карточке. «Клонирование», — прошептал он. «Неужели это судьба?» — улыбнулся парень. Умина взглянул на карточку, прочтя слово, и сочувственно вздохнул. «Не повезло, Наруто». «Ну, может, если Хакаги разрешит тебе остаться на второй год, тебе повезет в следующий раз». «Подожди, Ирука. Пусть парнишка попробует», — остановил того Мидзуки. «Мне сейчас около 15 лет, значит, примерно в этом возрасте в прошлый раз я вернулся в Канаху. В этом возрасте я уже прекрасно владею теневым клонированием. Когда я попал в этот мир, мое тело помолодело и полностью регенерировалось. Но это мое прошлое тело, об этом свидетельствует порвана куртка, а значит, способности мои должны были остаться прежними», — соображал парень. Он бы не стал задумываться об этом раньше, но за последнее время, проведенное на войне, Наруто сильно поумнел и стал относиться к окружающим его вещам серьезнее. И теперь, когда от того, как он выступит, зависит вся его жизнь, он не мог позволить себе промаха. Парень торжествующе взглянул на Чунинов, ожидающих от него полудохлого клона, похожего на амебу. В его глазах зажегся огонь. Он принял определенное решение. Получится или нет, но блондин приготовился удивить учителей. Наруто свел руки вместе, перекрестив указательные и средние пальцы, тем самым сложив одну-единственную печать, пустил чакру по телу и произнес технику множественного теневого клонирования. Один за другим послышались хлопки, на миг класс утонул в дыму, но когда этот мистический туман рассеялся, Ирока и Мидзуки вынуждены были поднимать свои челюсти с пола. Всю аудиторию заполонили точные копии Наруто. Они были в проемах между партами, у доски, на подоконнике, один даже сидел на прежнем месте между Кибо и Хару. И в отличие от простого клона это было не Гендюцу. Клоны были полностью материальны. Под ними даже затрещал пол, не предназначенный для стойких людей. В следующую секунду парень снял технику, и класс вновь взывал их дым. «Наруто!» Это было теневое клонирование. Прошептал уминой рукой, протирая глаза. «Оно самое!» — кивнул парень, наслаждаясь восхищенными и удивленными взглядами. Он чувствовал, что если еще хоть одна пара глаз устремится на него, он просто загорится. «Я справился!» Мидзуки протянул ему протектор. «С блеском!» — кивнул он и добавил. «Можешь быть свободен!» «Отныне ты полноценный генин!» Наруто в последний раз окинул торжествующим взглядом класс и вышел, не желая нарушать атмосферу, появившуюся в классе после столь эффектного выступления. Он успел заметить некое разочарование на лице Саски, какую-то зависть на лице Кибы и полное непонимание взгляда Эноджи, ссоры, Сакура и Ина. Даже Шикамарус изволил зреть сие чудо, оказав всему миру услугу, пробудившись от вечного сна. На самом деле он был задет одним из клонов, но это ничего не меняло. Блондин покинул аудиторию, услышав, что следующей должна выйти Хару. Он шел по коридору, стиснув в руке протектор с символом Канохи. Выйдя на улицу, парень вновь встретил солнце, которое приветливо улыбалось ему из-за облака, радуясь успеху блондина. Прошло около часа, большинству студентов в Академии посчастливилось уйти домой с повязками, символизирующими их положение в иерархии Канохи. И рука Умина тоже был счастлив за ребят, так успешно сдавших экзамен. И особенно за Наруто, который выступил с блеском. Такого от блондина никто не ожидал. Но при воспоминании о Наруто сразу в памяти всплывала сцена нападения Каюбина Каноху. Умина никак не мог забыть тот страшный день, когда он потерял родителей. Умина покинул Академию, закрыв ее на ключ. Теперь нужно было согласовать с Хакаги план дальнейших действий. Его старый товарищ Мидзуки шел рядом, задумавшись. «Эй, Мидзуки, что такое?» Поинтересовался Умина. «Да я просто слегка удивлен выступлением Наруто. У него и простое клонирование никогда не получалось, а ведь это простейшая гиндзюцуранга я, а тут...» «Он освоил ниндзюцурангову, причем очень качественно. Ты видел, сколько клонов появилось в классе?» Пояснил друг, поправляя бандану с защитной пластиной Канохи на голове. И рука кивнул. «Это было и правда удивительно. Не бери в голову, прошептал он и тенью переместился на крышу, с потрясающей скоростью несась по крышам к зданию Хакаги. Мидзуки последовал за товарищем. Но такой успех обязательно привлечет внимание третьего, тогда Наруто надо будет быть осторожным», подумал Беловолосый Чунин, вновь поправив бандану. Вскоре они были в кабинете Хакаги. Здесь толпилось множество Чунинов и Джанинов. За столом сидел Шамура Данза, одет он был в черно-белый плащ, половина головы была забинтована. Никто не знал, почему Хакаги прячет половину лица. Ходили слухи, что тот пострадал в бою, и половина лица его была изуродована настолько, что Данза решила скрыть ее за бинтами. На голове его была шляпа Хакаги, символизирующая власть старика в деревне. Данза сидел в кресле с закрытым глазом и лицом, по которому никто не мог понять, о чем сейчас думает Хакаги. Помимо разговаривающих Джанинов и Чунинов в комнате находился еще один небезызвестный персонаж. Это был тощий высокий мужчина с женственными, почти змейными чертами лица. Волосы его были длинные, свисали до лопаток. В желтых глазах красовался вертикальный зрачок, от каждого глаза вдоль нас ушла сужащаяся фиолетовая полоска. На лбу змеиного Санина был протектор Канохи. Нара Чумару был надет темно-фиолетовый жилет Шиноби. Внезапно, будто по приказу Хакаги, Чунин и Джанины построились идеально ровно, представ перед третьем, хотя ничего не прозвучало. Шимура довольно осмотрел свою гвардию и встал, опираясь на трость. Прекрасно, на нашем дереве появились новые листья. Это будущее нашей деревни, ее военная мощь. С завтрашнего дня все генины образуют команды из трех человек. Во главе команды должен встать опытный Джанин, неторопливо начал Данза. Подготовка нового поколения очень важна для нас, поэтому настоятельно, на это слово он сделал ударение, рекомендую вам уделять больше времени их тренировкам. В кабинете стояла идеальная тишина, ни одного слова, произнесенного шепотом. Все стояли столбами, уставившись на третьего Хакаги беспристрастным взглядом. Я еще немного посоветуюсь со старейшинами и назначу капитанов и составы команд. «Пока что вы можете быть свободны», — закончил Данза, вновь закрыв глаз, о чем-то задумался. Ирука и Мидзуки тоже собрались уходить, но внезапно остановились, развернулись и, встав с руками по швам, предстали перед Хакаги. «А вас я попрошу задержаться», — произнес Данза. «Когда в кабинете никого не осталось, кроме Хакаги, Арачимару, Мидзуки и Руки, Данза мной задал вопрос. Я слышал о невероятном успехе нашего джинчурики после его таинственного возвращения. Это правда?» — спросил он. «Да, Хакаги сама». Он продемонстрировал мастерское владение техникой уровня Джанина, — отрапортовала Рука. «Черт, это нехорошо, скоро к Наруто кого-то приставит», — подумал Мидзуки, и в следующую секунду на него упал взор Хакаги, будто тот прочел его мысли. «Ты хочешь что-то сказать, Мидзуки?» — поинтересовался Хакаги. Мидзуки сглотнул. «Да, Хакаги сама». «Я считаю, Наруто очень одаренный мальчик, если смог так поднять уровень своих знаний и контроля чакру за год», — пролепетал Мидзуки, смотря на Данза в упор. Ему показалось, что под бинтами третьего что-то шевелится. «Хорошо, я это учту. Я решил устроить нашему Джинчирике еще одну проверку. Сегодня ты, Мидзуки, подговоришь его украсть из хранилища свиток с запрещенными техниками. А мы проверим, как быстро он сможет выкрыть свиток и насколько долго сможет бежать от Анбу», — произнес Шамура. «Ты должен заманить его в ловушку. Там, где хранится свиток, его будет ждать небольшой сюрприз», — добавил, шипя, Арачимару. «Но... Арачимару Синси, разве Наруто должен повторно доказывать свое мастерство?» — произнес Мидзуки. Он беспомощно оглянулся на Ируку, но тот стоял, словно в ступоре, тупо пялись на Хакаги. Мидзуки вновь почувствовал какое-то шевеление под бинтами третьего, после чего все сомнения в его сознании исчезли. «Хорошо, Хакаги сама будет исполнена». Данзо стукнул тростью об пол и развернулся в кресле к Арачимару, собираясь обсудить с ним какие-то дела. «Вы можете быть свободны», — прозвучал голос Данзо в головах Мидзуки и руки. Они развернулись и вышли. Вновь оказавшись на улицах деревни, парень почувствовал, что движение стало более оживленным, людей стало больше. В будний день все спешили по делам. Парень вновь посмотрел на протектор Канохи, сжимаемый в руках. Это была синяя повязка с железной пластиной. Наруто расстегнул молнию под сумка, достав оттуда свою старую повязку и, недолго думая, надел ее. Во-первых, она была блондину роднее, во-вторых, больше подходила к черно-оранжевой куртке. Вновь приобретенный признак низшего ранга Ниндзя Наруто спрятал в подсумок, застегнув молнию. Вновь на его лбу была повязка, с которой было связано так много воспоминаний. Эту повязку дал ему Ирука, когда Наруто продемонстрировал технику множественного теневого клонирования, защитив Синси от предателя Мидзуки. С тех пор Наруто гордился своим протектором и берег его. Это был символ его мужества, его реликвия. Вспомнился момент, когда в бою с Мамочи Забузой Наруто не побоялся идти в атаку напролом, лишь бы вернуть потерянную в схватке повязку. Во время тренировок с Джирайей Синси им повязка повредилась, и Наруто перешил бронированную пластину на черную ткань, которая больше подходила его новой куртке и лучше облегала голову. Воспоминания хлынули в голову. Как жаль, что этому не суждено произойти вновь. Но Наруто не собирался грустить в этот день. Это противоречило его натуре. Сегодня он одержал первую в новой жизни победу. Блондин пообещал себе, что в этой жизни эта победа будет не последней. Мне дан второй шанс. Пора исправлять ошибки прошлого. Подумал Наруто, сворачивая вычероку. Маленькая забегаловка располагалась на том же месте, выглядела по-прежнему. Блондин зашел внутрь, его встретили знакомые лица старик Теучи и его дочь Айми. Наруто, неужели это ты? Я слышал, ты исчез из деревни. Да и ты совсем перестал заходить, удивился старик. Да, я пропадал, улыбнулся Блондин и пришел наверстать упущенное. Три порции, пожалуйста. Старик заулыбался, его дочь тоже. Наруто почувствовал в этом месте тепло, как в родном доме. Эти люди в прошлой жизни значили для Блондина очень много. Они одни из немногих видели в нем не девятихвостого лиса, а простого мальчика. И теперь старик и Айми были искренне рады видеть своего постоянного клиента в очереку. Наруто не мог дождаться, пока порция будет готова. Он уже разъединил палочки и нетерпеливо крутил их в руках, когда Айми поставила перед ним глубокую тарелку, от которой шел пар. Итанта Кемоц. Громко воскликнул Наруто и принялся за еду. Минуты, которые он посвятил поглощению Рамины, показались ему блаженными. Эта лапша, конечно, не могла сравниться с шедевром Микото, но тоже была очень вкусной. Когда Наруто закончил с едой, он залез в один из карманов куртки и достал деньги. Но взглянув на них, Блондин ужаснулся. На половину одной купюры расплылось коричневое пятно засохшей крови. «Неужели я тогда и правда умер?» Подумал Блондин. Он нашел наиболее презентабельную купюру и протянул ее старику. «Нет, Наруто, сегодня за счет заведений. Считай это подарком в честь твоего посвящения», — сказал старик, возвращая деньги юноши и поставил перед ним еще две порции. «Спасибо, старик. Так ты заметил?» Улыбнулся Наруто, тыкнув большим пальцем в лоб, на котором красовался протектор символ того, что Ниндзя достиг уровня Генина. «Я же помню, как ты просила руку примерить повязку, хотел заполучить ее любой ценой», — вспомнил Теучи. Наруто тоже помнил это, хоть оно и было в прошлой жизни, похоже, ничего не изменилось. Еще около часа парень просидел в очарику, разговаривая с хозяином забегаловки, надеясь, что сюда придет кто-нибудь из его одноклассников, сдавших экзамен, но никто так и не пришел. А день подходил к концу. Наруто удивленно посмотрел на висящие на стене часы. Было уже шесть вечера, а Наруто не собирался все время просиживать в забегаловке. Он еще раз поблагодарил старика за вкусную еду, тепло попрощался с Ами и вышел на улицу. Сейчас его волновал один вопрос, целая ли его квартира в общежитие. Наруто неспешным шагом направился по улице к общежитию. В таком темпе он обычно добирался до дома в течение тридцати минут. Блондин уже нащупал в кармане ключи и теперь взял новонатерых. Выйдя из очарику, он окунулся во враждебную вечернюю атмосферу. Вместо тепла и любви, в которой Наруто сидел только что, на него бросали гневные ненавидящие взгляды. Он вернулся. Перешептывались они. Демон вернулся. Слышалось отовсюду. Наруто очутился в узкой безлюдной улочке и облегченно вздохнул, хоть тут-то его не побеспокоит. Но все надежды оказались бесполезными. Из окна дома, мимо которого проходил юноша, повесив голову и сунув руки в карманы, высунулся бородатый дядька и метко швырнул в Наруто бутылку от пива. Парень не услышал свиста ветра, поэтому обернулся только когда мужик заорал, отправляясь обратно. Псих! Ты здесь никому не нужен. Старонись моего дома, понял? Бутылка была на полпути. Наруто знал, что высвободить куны и защититься им уже не получится. К счастью, Наруто, не потерявший своих способностей, смог задействовать всю свою ловкость и не только увернуться от снаряда, но и поймать его. Он внезапно почувствовал такую ярость, как тогда на Великом мосту Наруто, где, защищая его, чуть не погиб Саски. Парень тяжело дышал, он ощутил прилив силы, но эта сила была неотделима от гнева. Наруто готов был поспорить, это все из-за Девятихвостого, подпитывающего блондина яростью и злобой. Наверняка в его глазах сейчас горел яркий огонь Девятихвостого демона. Вместо того, чтобы бросить бутылку в мусорный ящик, стоявший неподалеку, и уйти, блондин с звериным рыком метнул ее обратно в окно, в котором поспешно скрылся снайпер Нюмиха. Бутылка не только попала в стекло, разбив его, но и угодила в затылок мужика. Стекло большими кусками стало осыпаться и при ударе о землю разбиваться на мелкие кусочки с оглушительным звоном. Парень развернулся и побежал. Ему хотелось скорее попасть домой, где никто не обидит его, никто не ударит. Он будет там один, и ему будет там хорошо. По крайней мере, в этом убеждал себя сам Наруто. Он быстро пробежал через квартал семейства Хьюго, свернул направо и продолжил бег, никого не замечая вокруг. В нем все еще клокотало от ненависти и гнева, в таком состоянии Наруто никому не хотел показываться. Он свернул с улицы, на которой было полно людей, и в следующий момент уже прыгал по крышам, приближаясь к общежитию. Глаза его вновь приобрели цвет голубого неба. Приближаясь к родному дому, парень заметил зеленое пятно на крыше. Сощурившись, он различил парня в жилете Чунина с черной банданой на голове. Его длинные белые волосы развивались на ветру. Он задумчиво смотрел на Луну. Надо быть осторожным. В прошлый раз он попытался меня убить, подумал Наруто, приземляясь на крышу сзади Мидзуки. Ты здорово бегаешь по крышам. И прыжки хорошие, у тебя потрясающая контроль чакры, похвалил Мидзуки. Что вы здесь делаете, Мидзуки-сенсей? Спросил Наруто, не обращая внимания на похвалу. Он не доверял беловолосому парню. В прошлой жизни Мидзуки подговорил его выкрыть свиток с запрещенными техниками, чтобы потом избавиться от мальчишки и отнести свиток отступнику Арачимару, который обещал даровать Чунину силу. Я пришел к тебе с предложением, пояснил Мидзуки. Ты хотел бы пройти тренировку, которую до тебя проходили все хакаги? Наруто кивнул, хотя подозрения в его душе еще остались. Тогда ты должен отправиться в хранилище и выкрыть свиток с запретными техниками, после чего скрыться в лесу и оставаться там так долго, сколько сможешь. Наруто почувствовал, что что-то не так. Взгляд Мидзуки был не такой, как раньше. Он смотрел на блондина с таким видом, будто хотел сказать что-то еще, но не мог. А это не опасно. Спросил Наруто беспокойно, проследив за мимикой и губами Чунина. Ну, ты же хочешь стать хакаги? Все хакаги до тебя проходили эту тренировку, так они тренировались быть быстрыми и незаметными. Ты ведь всегда восхищался четвертым и хотел стать таким быстрым, как он, верно? Пока Мидзуки говорил, Наруто не покидало чувства, что что-то не так. Он смотрел сначала в глаза учителю, потом следил за его губами, потом заметил нечто странное. Язык. На языке Мидзуки Сенси было что-то черное. Точно. Такая же сдерживающая печать была поставлена Саю, когда тот работал в Корнянбу. Хорошо, я сделаю это. Произнес Наруто. Что-то здесь не так, и только таким образом я смогу все разузнать, подумал Наруто. Я встречу тебя в лесу, кивнул Мидзуки и исчез, тенью слетев с крыши. Потом эта тень замелькала над домами зигзагами, а вскоре и совсем исчезла. Наруто спустился на свой этаж, вытаскивая из кармана ключ, после чего вставил его в замок и повернул. Все внутри замерло, кажется, даже сердце прекратило биться. Дверь отворилась со знакомым скрипом, и парень облегченно вздохнул. Это был все еще его дом. Блондин прошел внутрь, захлопнув за собой дверь, и в следующую секунду чуть не задохнулся пылью, которая взлетела вверх клочьями, подброшенные порывом ветра от двери. Наруто быстро включил свет, собирался броситься к окну, но оно уже было открыто. Парень услышал какой-то шорох и успел лишь заметить мелькнувший кусок черного плаща. Когда Наруто подошел к окну, внизу никого не было. Может, Анбу следят за мной? Но они не носят плащи. Подумал юноша. Он решил, что первым делом надо хорошенько проветрить комнату и протереть пол. Наруто открыл окно еще шире, создал трех теневых клонов и осознал, что не знает, где взять половую тряпку. Под раковиной в ванной тряпки, как назло, не оказалось. Наруто решил, что, может быть, что-нибудь из его старых вещей окажет ему последнюю услугу. Наруто подошел к шкафу. Шкаф у Наруто был небольшой, с двустворчатыми дверьми. За одной дверью скрывались ящики с футболками, бельем и так далее, за второй был гардероб, где висели несколько костюмов. Недолго думая, юноша открыл вторую дверцу, достав оттуда до боли знакомую вещь его старый комбинезон. На Блондина вновь рекой хлынули воспоминания, он даже попробовал примерить старую куртку, сняв свою. Однако та оказалась слишком сильно мало не только для того, чтобы ее носить, но и для того, чтобы просто примерить. Зато Блондин нашел в кармане целых четыре старио, которые оказались не лишними в его бюджете, пока Наруто не начал зарабатывать на миссиях. Как ни грустно, а полова тряпка Блондину сейчас была нужней всего. Он швырнул одному из клонов куртку, послав его в ванну намочить ее, а сам хотел повесить обратно на вешалку, но так и застыл, выронив ее. Под перекладиной с вешалками лежал здоровенный свиток, который Наруто тут же узнал. Это был свиток с запрещенными техниками, которые ему только предстояло украсть. Заканчивался день, который показался Блондину целой вечностью. Солнце вновь спряталось за облаками, незаметно передвигаясь к линии горизонта, а потом, выглянув еще разок на прощание, скрылось за ней. И снова небо над конохой потемнело. Подул сильный ветер, взволновав пышную листву деревьев, которыми славилась страна огня, а особенно ее столица, что была окружена почти непроходимым лесом. По крышам прыгала почти неуловимая тень, даже полиция Канохи и Анбу, которые постоянно следили за деревней, не смогли ее заметить. Человек в черном плаще, словно молния, вспрыгнул на гору с каменными изображениями Хакаги. Если приглядеться, плащ был не простый, а с красными облаками, хаотично разбросанными на темной ткани. Он стоял на голове четвертого. Высокий, узкоплечий. Лицо его скрывал капюшон. В последний раз оглянувшись на Каноху и Дун Наруто, Шиноби исчез. Каноха озарилась лунным сиянием. Другим источником света были фонари, которых в Канохе было не так уж много. Лишь по главным аллеям и кварталам наиболее известных клонов были поставлены столбы с редкими фонарями. Но ночью жизни в Канохе не прекращалась. Многие Шиноби собирались отдохнуть, собравшись с компаниями в ночных заведениях, где могли скрасить свою жизнь алкоголем. К счастью, таких было немного. На некоторых зданиях зажигались редкие афиши. Увы, в экономическом плане Каноха была не самой сильной деревней. Она бесспорно была самой населенной из всех пяти великих деревень, но это тоже сказывалось на экономике, и отнюдь не в лучшую сторону. В Канохе было много зданий и домов, но, как правило, дома эти не превышали в высоту четыре этажа. Тени потускнели, но выросли. Теперь из причудливых узоров и фигур на земле они превращались в страшные и уродливые силуэты, взглянув на которые можно было вздрогнуть. В одном из общежитий Канохе горел свет в окнах, в том числе и в квартире знакомого нам героя. Комната в квартире Наруто была маленькая. Всего лишь одна кровать занимала уже ее большую часть. Над кроватью на стене было изображение символа Канохи, что символизировало патриотизм блондину, хотя, честно признаться, в этой реальности Каноха нравилась блондину, куда меньше. У кровати стояла тумбочка, на которой тикал будильник, у которого за год по идее должна была кончиться батарейка. Раньше на этой тумбочке стояла еще и фотография и команда Кукаши, которая всегда напоминала Наруто о светлых временах. У противоположной стены стоял шкаф, из которого Наруто только что выудил таинственный свиток. Он был большой и тяжелый, красного цвета с зелеными узорами, обвязан веревками с двух концов. Также у свитка была и лямка, чтобы было удобнее его нести, которой, разумеется, сначала не было. Ее, без сомнения, прикрепил наш таинственный друг. Сомнений у блондины не оставалось. Это и правда был он свиток с древними техниками, в число которых входили и запрещенные ныне. Кто-то намеренно выкрал реликвий Канохи из хранилища и доставил его в квартиру Наруто. Следовательно, этот человек уже знал, что собирался делать парень в ближайшее время. Наруто вновь подошел к единственному окну, задумчиво посмотрев вдаль. Кто мог оказать ему такую услугу? Теперь блондину не придется рисковать здоровьем, а может, и жизнью, чтобы только проникнуть в хранилище, не говоря о том, что будет дальше. А может, это ловушка? Наруто настороженно покосился на кровать с подарком от неизвестного в плаще. Клон, который заканчивал протирать пол, положил тряпку и подошел к свитку. Наруто на всякий случай отодвинулся подальше. Клон открыл свиток. Ничего не произошло. Блондин на всякий случай подождал еще минуту, потом взял свиток у клона, отправив того завершать начатую работу мыть в пол. Если этот свиток все-таки попал ко мне в руки, я думаю, будет неправильно не воспользоваться этим подарком судьбы, решил Наруто. Генин развернул свиток, авторами которого являлись первый и второй Хакаги, то он есть Учхамадара и Учхайзуна. Позже, как было написано, свиток этот несколько раз был дополнен другими людьми, даже Табирама Синджу приложил к этому руку. Бумага, как и в прошлый раз, оказалась пожелтевшей от старости, но не настолько, чтобы рассыпаться в пыль. Иероглифы изображения все еще были четко прорисованы по центру рулона, хотя были немного размыты с краев. Очевидно, однажды свитку пришлось побывать в воде. Первым дюцу в свитке было множественное теневое клонирование, которое Наруто уже успешно освоил. Он пропустил уже прочитанное ранее, так как текст совсем не изменился, и продолжил читать дальше. Следующей техникой оказалась некая фуншитинсэй, или реинкарнация. С помощью этого дюцу можно было перемещаться из одного тела в другое. Душа покидала тело владельца и поселялась в новом теле, заранее приготовленном для этого. Таким образом Шиноби имел возможность продлить свою жизнь. В списке некогда владеющих этой техникой Наруто не нашел ни одного знакомого имени, однако блондин помнил, что этой же техникой пользовался и Орочимару, для чего ему и требовалось тело Саски, которое тот так стремился получить. Наруто проникся к этой технике еще большим отвращением, узнав ее подробности, которые были достаточно красочно описаны в свитке. Он продолжил чтение. Отдельный раздел свитка был посвящен джуиндицу техникам, с помощью которых можно было поставить на человека печать, которая могла его парализовать, наоборот придать сил, контролировать и так далее. Наруто с сожалением пропустил его, потому что понимал, что при всем желании не сможет освоить такие длинные комбинации печатей. То же касалось и запечатывающих техник. О технике, которая в прошлый раз погубила его отца, Наруто читать не хотел, поэтому быстро перескочил то, что было изложено Адюцу, Шики Фуджин, прочитав лишь основные моменты этой техники. Оказалось, что Минатан Амикадзе не был создателем этой техники, он был лишь тем, кто усовершенствовал ее, но так и не довел до конца. Название следующего джуиндицу напомнило Блондину о толстобровике и его учителе Майта Гая. Оно называлось «Техника восьми врат». А ведь с моей регенерацией эта техника была бы очень полезна. С этими мыслями Блондин внимательно прочел ту информацию, что была изложена в свитке, однако многое ему осталось непонятным, и парень решил спросить позже об этой технике ее опытных пользователей. Свиток содержал не только запрещенные техники, но и обычные широко используемые стихийные джуиндицу. Блондин воспользовался потрясающей возможностью просмотреть их, обратив особое внимание на техники стихии ветра. Следующим, что увидел Наруто на бумаге, были техники улучшенного генома. Кратко описаны техники стихии лавы и дерева. К сожалению, помимо Учихи Мадары, владельца стихии дерева и его брата, освоившего стихию лавы, выдающихся личностей с другими улучшенными стихиями не было. В свитке было много информации о клановых способностях, в том числе и о кланах Хьюга и Учиха. Но ни одного упоминания о кланах Намикадзе Узума Кипарин, к сожалению, не нашел. Разочаровавшись в свитке, Наруто решил не читать его дальше. Он слишком устал. То, что он успел прочесть за два часа, было лишь малой частью того, что было написано на старой бумаге. За это время клоны закончили уборку в квартире, пол был протерт, посуда вымыты заново, вещи разложены, а мусор сложен в мешки. Видимо, техника развеялась сама собой, а парень был так увлечен чтением, что не заметил этого. Он с сожалению вздохнул. Никакой информации о кланах Узума Кипарин, Намикадзе он пока что не нашел, будто их и не существовало в деревне. Следовательно, Узумаки не мог узнать, живы ли его родители в этой реальности или нет. Если бы они были живы, у Наруто был бы шанс вновь иметь нормальную семью. Судьба заставила его вновь вернуться в ту канаху, в которой его ненавидели и презирали. Хоть война заставила Генина многое испытать, а соответственно, многое переосмыслить, крики и вопли жителей деревни, их ненавидящие взгляды доставляли ему больше боли, чем увечья, полученные в бою. Даже когда он был проткнут металлическими шестами пейна, как ушинами, боль была не такой сильной. К тому же, влияние девятихвостого демона дурно сказывалось на Наруто. У него было такое ощущение, что этот Каюби намного свирепее Курамы. Наруто свернул свиток, вновь обвязав его веревками. А ведь с этим свитком я бы мог уйти куда-нибудь, изучить все техники. На миг задумался парень, но вспомнил, как не любит отступника в мире Шиноби. Отступники эти, как правило, разыскиваются за награду, то есть о спокойной жизни можно было забыть. К тому же, одна эта глупая тренировка с кражей и прятками в лесу сама по себе создавала много проблем. Лишь бы его никто не заметил. Одно радовало, выйдет он на улицу в то время, когда все его друзья будут спать, скорее всего, об этой его ночной прогулке никто из знакомых не узнает. Наруто лег на кровать, положив свиток рядом, и уставился в потолок, глядя на раскачивающуюся от порывов ветра люстру. Спать, к счастью, не хотелось. Наруто и так два дня провалялся в постели дома у Саски и его родственников. На стене висел протертый от пыли календарь с симпатичной моделью, но Наруто не знал, какое нынче число, какой год. Он взглянул на будильник, стоящий рядом с кроватью на тумбочке. Было почти 12 часов, и парень решил, что ему пора. Он встал с кровати, быстро собрался, положил в закрепленную на поясе маленькую набедренную сумку, выуженную из шкафа взрывные печати. В ней у него хранились запасные куна и силикены, а также леска, пара свитков и бинт. Пару кунаев он успел обмотать взрывными печатями и спрятать в привязанную к ноге кобуру для метательного оружия. Наруто закрыл окно, выключал свет и вышел из квартиры, закрыв дверь на ключ. Помимо его квартиры, в общежитии было еще несколько таких же небольших скромных помещений. Когда парень вышел из квартиры, то оказался в открытом с одной стороны коридоре, если можно его так назвать. Коридор был односторонний, с другой ушли перила, и был открыт вид на кунаху этой реальности. В его мире перил либо не было, либо это он их не замечал. Пройдя к лестнице, Наруто спустился на пустую улицу. Видимо, все ночные жители деревни были уже в кабаках, а дневные с родными дома. Он решил, что со свитком не стоит особо светиться, поэтому, дойдя до конца улицы, вновь вспрыгнул на крышу и понесся по ним в сторону леса. Зря я все это делаю. Нельзя было соглашаться. Но надо же узнать, что у Мидзуки за печать на языке и что вообще происходит. Если Мидзуки не подчиняется Рачимару, он, возможно, не мой враг, размышлял блондин. Вскоре он оставил позади ночные огни города с невысокими зданиями и оказался перед великанами деревьями, ровно выстроившимися рядами. Из истории предыдущей конохи Наруто знал, что почти все дома и лес вокруг деревни создал с помощью своей великой техники стихии дерева первой Хакаги – Хаширома Синджу. В этой реальности он не являлся первым, но тоже внес большой вклад в создание деревни, а умер уже задолго после этого в битве с Учихой Мадарой за титул первого Хакаги. Значит, этот лес тоже был его творением. Наруто вошел в лес и спустя минуту уже несся по толстым крепким веткам, перепрыгивая с одной на другую. Благо, хороший контроль чакры ему это позволял. Впереди появлялись новые и новые деревья, лес казался бесконечным. С двадцать минут Наруто провел в пути, пока в ветку, на которую он приземлился, чтобы передохнуть, не вонзился куной, застряв в ней пополовину длины лезвия. Вслед за первым понеслись другие куна, перемешанные с сюрикенами. Наруто не стал заставлять себя ждать и понесся в другом направлении, однако и там его ждала ловушка. Членам Бу подстерегали его невдалеке. Наруто нёсся, изредка оборачиваясь назад, чтобы проверить, не отстал ли от него шиноби в маске с узорами и символом Канохи на лбу, поэтому не очень-то следил за тем, что было спереди. В следующий момент враг сзади растворился вместе с сюрикенами, торчащими из деревьев. Похоже, это было Гиндюцу, а настоящий враг остался сзади, подумал Наруто. В следующую секунду из-за деревьев выскочили два Нбу, которых Наруто не заметил сразу. Один в секунду сложил три печати. Стихи огня. Большой огненный шар. Выкрикнул он. Наруто вздрогнул, обернувшись. На него нёсся огромный шар огня. Он был очень яркий. Настолько яркий, что Наруто отпрыгнул на безопасное расстояние и закрыл глаза рукой, сощурившись, пытаясь рассмотреть что-нибудь впереди. Однако огненный шар ещё не рассеялся. Он продолжал гореть, будто Анбу до сих пор выдувал его изо рта. Огонь опалил стволы блестящих деревьев, подпалил листву, от которой поднялся дым. Вдруг послышался резкий свист, Наруто и моргнуть не успел, как тело его пронзили три иглы Синбона, вылетевшие прямо из огненной завесы. Огненная техника развеялась, и сквозь дым Наруто увидел второго Анбу, державшего в вытянутой руке и ещё три Синбона. Оба Шиноби были одеты в тёмную одежду, поверх которой были надеты серые жилеты Анбу без специальных карманов для свитков. Рукава у тёмных футболок обоих воинов были настольно короткими, что на плече заметна татуировка Анбу. У обоих маски си узорами и символом Канохи. У одного за плечом закреплён короткий меч, как у Сая, у второго в ножны вставлены два узких меча. Блондин только выдохнулся с тоном, покачнувшись, рухнул с ветки и стал падать вниз. Уже? С разочарованием произнёс один из Шиноби, глядя на падающего вниз головой Генина с торчащими из груди огромными иглами. Внезапно раздался хлопок, и вместо падающего Наруто из клубов дыма появился тот же Блондин с хитрой рожей, но исчез с ещё одним хлопком. Наруто заранее создал около двадцати теневых клонов и спрятал их в листве деревьев. Всё это время клоны следовали за ним, находясь метров на двадцать выше. И теперь Наруто использовал технику подмены, чтобы поменяться с одним из них местами. Таким образом Наруто почти телепортировался к клонам, используя при этом простейшую технику учащегося Академии. Клоны торжествующе посмотрели на Анбу, ничего не понимающих и растерянных. Это был теневой клон? Спросил один. Нет, это была техника подмены. Было два хлопка, значит, он заменил себя теневым клоном, второй оказался гораздо сообразительнее. В конце фразы он закашлялся. Тогда где же он сейчас? Снова задал вопрос Шиноби с синбонами в руках, озираясь. Сверху. Выкусите. Росинган. Пронёсся торжествующий крик над их головами. Как раз в этот миг один клон появился сзади ниндзя с холодным оружием и схватил его за плечи, рванул на себя, наклонив и подставив под удар. Один клон, упавший сверху с наполненным чикрой и крутящимся в руке шаром, впечатался в Шиноби, выставив руку перед собой. Послышалось два хлопка, оба клона рассеялись. Перед вторым Анбу предстал его товарищ с разорванной в брюшной области одеждой и жутко вмятиной на животе. Шиноби тяжело дышал под маской, смотря вверх сквозь прорези для глаз. Тем временем новый клон Наруто уже падал вниз головой на второго Анбу с готовым Росинганом, пользуясь его замешательством. Но когда раненый Анбу издал булькающий предупреждающий звук, целый здоровый Шиноби посмотрел вверх и отступил на шаг назад. Рука с крутящимся голубым шаром лишь скользнула по маске Шиноби. Шар в руке клона исчез, и тот впечатался в ветку, исчезнув с громким хлопком. Будь это настоящий Наруто, он бы переломал себе все кости. Маска на лице Анбу треснула, и Наруто увидел лицо Гика Хайти с выпученными от удивления глазами. Хайти-сан. Выдохнул один из клонов Наруто, вспомнив экзаменатора на отборочном этапе сдачи экзамена на Чунина. Тот не ответил ни слова. Взгляд его резко изменился, лицо в момент стало каменным. Он устремил взгляд вверх, в мгновение ока Анбу оказался на ветке рядом с одним из клонов Наруто. К счастью, остальных он заметить не успел, так как они вовремя ретировались. В следующий момент Хайти высвободил из ножа на спине два меча, клон отпрыгнул назад, зажав в руке Куны. Стиль листа. Танец полумесяца. Выкрикнул Шинобереноса на копию Наруто, размахивая мечами. Прямо из ниоткуда с двух сторон от копии Наруто появились клоны Хайти, и он был атакован с трех сторон, растворившись с хлопком в белом дыму. Он тоже умеет создавать теневых клонов. Неужели он успел создать их заранее. Только если в тот миг, когда обнаружил меня здесь. Я отвлекся, подумал Наруто, вновь воссоединившись с кучкой своих копий. Сзади Наруто послышался шорох, и на противоположную ветвь появился Хайти, складывая печати. Наруто с ужасом заметил недалеко на соседних ветках двоих клонов. Стихия огня. Великий огненный шар. В один голос произнесли трое гика. С трех сторон на Наруто с клонами устремились три огромных огненных шара. Они даже были больше, чем предыдущий. Вниз. Быстро произнес блондин. Некоторые клоны последовали его совету и спрыгнули. Сам Наруто спрыгнул как раз вовремя. Над его головой столкнулись три огненных шара, превратившись в один большой. В следующую секунду огонь полностью пережег ствол дерева, так как мощь этой техники в разы возросла. Верхушка дерева с треском наклонилась, руша избивая деревья и ветки, рухнула вниз, успев прикончить двоих клонов блондина. Юноша в полете несколько раз ударился о ветке, но увидев, что на него падает многотонная махина, поспешил отпрыгнуть. Гика, как ни в чем не бывало, спрыгнул с ветки, пролетев метров тридцать, приземлился прямо на землю. Удивительно, как у него не сломались ноги. Трое клонов вновь окружили пять копий Наруто и приготовились повторить технику, но в этот момент Наруто использовал дымовую бомбу, которую в момент только достал из набедренной сумки. Он чувствовал, что устал от битвы. По хайке такого сказать было нельзя. Он как ни в чем не бывало складывал печати. Клоны с оригиналом покинули опасную территорию. Стихия огня. Пламенный снаряд огненного дракона. Эта техника была еще сильнее предыдущей. Изо рта каждой копии вырвался поток всепожирающего пламени и невероятной помощи радиусу техника в тройном масштабе встретилась в центре треугольника из анбу и его двух клонов. Она не только повалила, но и спалила дотла почти все деревья, что находились в зоне действия техники. Еще одно дерево с треском упало, забрав с собой несколько собратьев. По земле от такого удара пошли трещины. На экзамене он мне казался совсем безобидным. Надо с этим заканчивать, сказал себе Наруто, кашляя от дыма. Внезапно он почувствовал в ноге резкую боль. Неужели он все же повредил ее при приземлении? В таком состоянии продолжать бои было нельзя, и Наруто, окруженный четырьмя верными теневыми клонами, снова попал в оцепление трех гека. Надо выбраться из этого треугольника. Тогда у меня есть возможность спастись. Подумал юноша. Но было поздно. Стихия огня. Великий огненный шар. Произнес Хаити, однако ничего не получилось, оклоны его в следующий миг рассеялись. У него закончилась чакра. Понял Наруто и облегченно вздохнул, когда гека упал на колени. Лицо его вновь обрело эмоции. Хаити-сан, почему вы со мной не разговаривали? Спросил Наруто. Гека услышал, что его зовут, и, подняв взгляд, очень удивился. Похоже, без чакры контролирующая печать тоже перестала передавать чакру и действовать. Хаити даже открыл рот, чтобы ответить, но вдруг рядом с ним появились еще двое Анбу, один с порванным на животе жилетом и футболкой, другой целый здоровый с длинными фиолетовыми волосами. По пропорциям тела Наруто догадался, что второй Анбу девушка. Она приложила руку к плечу Шиноби, где была татуировка и произнесла печать. Однако это не подействовало. Развейся. Тоже не подействовало. Я не под гендюцу, Юга, прошептал Гека. На меня просто не действует печать. Узлуки я сняла маску и посмотрела Гека в глаза, проверяя зрачки. Это ненормально, произнесла она холодно. Брось, Юга. Эта печать контролирует нас, мы перестаем быть людьми. Вспомни, как пять лет назад мы с тобой гуляли ночью под луной. И вдруг пошел дождь, а нам некуда было укрыться. Тихо. Рявкнула девушка, но по лицу ее было видно, что она борется с печатью. Она даже выронила маску из рук. Наруто решил воспользоваться возможностью и решил убежать, пока может. Но эта же идея пришла в голову и его клонам. Пять человек никак не могли уйти незамеченными. Стоять. Прозвучал знакомый голос. Прямо перед ногами Наруто в землю и вонзился куной. Блондин поднял взгляд. На одной из уцелевших веток стояла рука с новым кунаем в руке. На поляне появились два новых персонажа. Один из них Мидзуки, размахивающий руками, другой Чихо Итачи в форме анбу и смазкой в руке. Стой, и рука. Миссией Наруто было доставить свиток мне. Вот он я. Миссии выполнены, все отменяется, крикнул он своему товарищу, загородив собой Наруто. Блин. Я совсем забыл про свиток. Подумал Наруто, нащупав свиток рукой и за спиной убедившись, что он есть уклонов. Он должен был найти тебя сам. Воскликнул Лумина, и в Наруто полетел новый куной. Но Мидзуки ловко отбил его, высвободив из-за спины огромный сурикен, который сейчас использовался как щит, но готов был полететь в товарища хозяина как оружие в любой момент. Наруто почувствовал боль в ноге. Он стиснул зубы от боли, упал на колено, клоны рассеялись. Наруто, быстрее! Отдай мне свиток! Прошептал Мидзуки. Блондин не стал перечить, быстро снял с себя лямку и протянул свиток Мидзуки. Но и это не подействовало. В этот момент рядом с Мидзуки, на миг обернувшись проверить состояние юноши, появился Итачи. Блондин успел заметить, как в его глазах блеснут красный огонек. Шаринган. Итачи стоял боком к Наруто, он мог видеть только один глаз Итачи, но и этого хватило. Остановись, и рука! Приказал Итачи, направив Шаринган на Чунина. Следующий момент Наруто запомнил плохо, потому что не мог оторвать взгляд от Шарингана Итачи. Его как будто засасывало внутрь. Он почувствовал головокружение, потом резкий удар о землю головой, и его объяла тьма. Когда он очнулся, то стал непонимающий озираться. Его окружили все ранее присутствующие люди, но никто не пытался его убить. «Прости, Наруто», произнес Умина. «Что произошло?» взволнованно спросил Наруто. «Ты случайно попал под действие моего гиндюцу», пояснил Итачи. Наруто увидел, что Юга склонилась над человеком, с которого так и не была снята маска, и обрабатывает его раны. Хайца о чем-то говорил с Мидзуки, а Итачи и рука склонились над ним. «Ты в порядке?» спросил Умина. «Кажется, да», подтвердил Наруто, убедившись, что голова его больше не кружится, только вот ногу повредил. «Что произошло?» Умина и Учиха переглянулись. «Как ты уже догадался, на всех Анбу и на многих Шиноби Канохи стоит контролирующая печать, которая сдерживает мысли, чувства и управляет действиями Шиноби, делая его куклой. С помощью Шарингана я смог переломить эту технику и разрушить печать на себе, потом ослабил ее на Мидзуки, потому что заметь третий, что печати на нем нет, были бы большие проблемы». Мидзуки рассказал мне о том, какое испытание решил тебе устроить третий, «Сюда! Я ослабил печать и всем здесь присутствующим, чтобы Данзе не мог полностью подавить их личность», произнес Итачи. Наруто ставился на Учиха в оба глаза. Это был поистине гениальный Шиноби. В прошлый раз он смог убедить Бландина даже после смерти, освободившись от контроля техники Кабуто и Датинси, теперь он смог подавить контролирующую печать. Третий. В его мыслях всплыл образ старика Сарутоби, но тотчас же образ этот заменил и уродливое лицо Данзо, «Так или иначе ты спас мою шкуру!» Снова обратился Наруто к Учихе, «Спасибо тебе за это, дать тебе я!» Итачи улыбнулся, чего Наруто раньше никогда не видел. Его позабавила странная фраза Наруто. «Это был мой долг! До встречи!» С этими словами Итачи исчез. Наруто посмотрел на то, как покалеченного и Манбу поднимают с обеих сторон Хаити и Юга. «С ним всё будет нормально?» Спросил он. «Да, раны не очень серьёзные. Через пару недель будет как новенький», кивнул подошедший Мидзуки. Наруто ставился на того, кто в прошлый раз был его кровным врагом, а недавно спас ему жизнь. «Честно сказать, Мидзуки и Сенси, я сначала подумал, что это ловушка ваших рук дела. Вы не появлялись до самого последнего момента», признался Наруто. Мидзуки рассмеялся, на лице его было удивление и разочарование. «Я бы никогда не поступил так ни с одним из моих учеников, даже с тобой», заверил он блондину, выделив слово, «даже». Потом, глядя на удивлённые лица и руки Наруто, добавил. «Шучу я. Ты выстоял против Хаити-сена под действием печати. И использовал очень мощную технику. Я никогда такое не видел». Поддакнула рука. Наруто улыбнулся. «Поможете мне добраться до дома?» «И всё-таки эта Канаха совсем другая. Те, кто казался тебе подлыми злодеями, могут оказаться героями, готовыми пожертвовать собой ради других. Позначит, есть и обратная сторона». Думал Наруто, пока и рука и Мидзуки вели его к общежитию. Небо пестрело от многочисленных звёзд. Казалось, они смотрят оттуда на Канаху, на жителей, на лица Хакаги. Лишь на здание межштаба Хакаги звёзды не осмеливались посмотреть. Только луна одиноко сверлила башнеобразные здания с пристройками. Кабинет Хакаги по-прежнему находился на последнем этаже. Он представлял собой небольшое помещение с большим письменным столом, немного выгнутым по форме. За столом в мягком кресле сидел Данзо, сжимая в руке свою трость. На столе были разложены папки, очевидно третий занимался чем-то серьёзным. Помещение было освещено лишь настольной лампой, видимо, Хакаги устал от света, режущего глаза. В кабинете Хакаги послышался шорох, на кружке света от лампы появилась тень, а позже приняла очертание Шиноби в маске, преклонившего одно колено перед Хакаги, склонившего голову. Узумаки Наруто успешно выполнил миссию, доложил Анбуз с чёрными длинными волосами, завязанными хвост и пылающим подмазкой шаринганом, чего не было заметно в темноте. Донза внимательно посмотрел на Итачи. Правда, ему удалось это с большим трудом. «Свиток я уже вернул на место», поспешно добавил очиха. Шимура задумчиво провёл пальцем руки по рукоятке своей трости. Вторая рука была у него забинтована, ею Донза почти не пользовался. «Хакаги сама, разрешите спросить?» подал голос с очиха ледяным тоном, который не мог выдать его эмоций. «Спрашивай», равнодушно разрешил третий Хакаги. «Какую цель вы преследовали, приказав Наруто украсть свиток?» Поинтересовался Итачи, Анбу сражались в полную силу, «Я стал свидетелем битвы не на жизнь, а на смерть». Хакаги задумчиво закрыл глаз. «Неужели ты думаешь, что я мог и подвергнуть джинчилики девятихвостого смертельной опасности?» Морщины на его свободной от бинтов половине лица вытянулись, «Я, Хакаги, убиваю джинчилики деревни скрытой в листе, потеряв боевой козырь и выпустив лиса на волю?» «Нет, Итачи, цель была совсем иная. Я вовсе не дурак, меня не обмануть тупыми фокусами». Итачи сглотнул. Неужели Хакаги заметил, что он снял печать себе и еще нескольким шиноби? Но он ведь специально активировал Шаринган, спрятав лицо под маской, чтобы воспротивиться Гиндюцу третьего и не выдать себя. Но, к счастью, Хакаги говорил не об этом. Меня смутило таинственное возвращение Наруто. Я, разумеется, дал разрешение на его дальнейшее обучение и возврат вреду шиноби, однако меня терзают смутные сомнения, тот ли этот Узумуки. Он не мог погибнуть на задание, которое я ему предоставил, его бы защитил Каюбии, который ранее, как ты помнишь, захватывал контроль над его телом всякий раз, когда джинчурики попадают в переделку. Это случалось само собой, я думаю, парень об этом даже не подозревал. А теперь я вижу, что Каюбии не показывается, продолжил старик. Хакаги сама. Вы думаете, из Наруто могли изъять девятихвостого? Шимура поднял взгляд от стола, на котором лежали папки по Узуму и Наруто. Возможно. Его год не было в деревне. С ним могли сделать что угодно. Так или иначе, я буду за ним пристально наблюдать, медленно произнес он. От последних слов в голову Анбу полезли нехорошие мысли, но он опять же ничем себя не выдал, на лице его была маска. А свиток? Это был не оригинал? Догадался Итачи. Верно. Это была копия, утвердительно кивнул Данзо, и в следующую секунду из тени рядом с Хакаги буквально вырос из пола худой бледный юноша с черной, довольно короткой стрижкой, это Сай. Очень способный мальчик. Последние несколько месяцев он проучился в академии, хоть талант его заслуживает большего. Я тренирую его с самого детства, как видишь, Сай смог кое-чего добиться, раз джинчурики не заподозрил неладное. Сай полностью переписал свиток, после чего немного помял его. Парень в короткой куртке, которая даже не доходила ему до бедер, оставляя плоский живот открытым, не выдал никаких эмоций, даже глазом не повел. Казалось, будто похвала Хакаги действительно не пробудила в нем никаких чувств. Значит, свиток, что я вернул в хранилище, в итоге оказался лишь копией. Впрочем, это не важно. Надеюсь, Хакаги сама, вы учитывали, что Узумаки сможет освоить пару техник из свитка. Разумеется, я на это и рассчитывал. Мне нужно знать каждую деталь об этом джинчирике. Проверим, способен ли он легко усваивать техники. Под бинтами Дэн за руке, на которую Учиха случайно бросил взгляд, что-то зашевелилось. От Шарингона и Тачи эта деталь уйти не могла. Но никаких предположений у Шиноби не возникло, поэтому он посчитал, что ему просто показалось. Ваш шпион оказался в Академии весьма вовремя. Вы планируете включить его в команду вместе с Наруто? Спросил Анбу с притворным равнодушием. Увы, мастерства даже такого таланта как Сай не хватит, чтобы уследить за джинчирике, в котором запечатана темная половина Кьюби. Помимо Узумуки в деревне есть еще несколько человек, за которыми нужно внимательно следить. Это я и поручу Саю. Сура из Храма Огня? Вспомнил Итачи. Да, удивительно, что в нем прижилась чакра Кьюби. Он будет нам полезен. Итачи насторожился. А что насчет второго? И наш второй джинчирики со светлой половиной Кьюби. Его я поручу проверенному человеку, об этом можешь не волноваться, произнес Хакаги. Я не могу стать капитаном одной из этих команд. Осторожно поинтересовался Анбу. Донзо отрицательно покачал головой. На тебя у меня другие планы. Вы уже распределили команды? Спросил Лучха. Да, осталось внести кое-какие изменения, ответил Донзо. На данный момент заданий для тебя больше нет. Итачи кивнул и поспешно исчез так же внезапно, как и появился. В следующую же секунду из пола вырос верный помощник третьего со змейной ухмылкой на лице. Он окинул взглядом Сая, облизнувшись. Тот никак не отреагировал на змейного Санина. Хакаги обратился Сая. Ты будешь в команде Сара из храма огня и на из клана Яманука, пояснил Донзо и переглянулся Сара Чимару, вашим руководителем будет опытный Кунаичи Джанин. Она поможет тебе в твоей миссии. Сара псевдоджин Чирики Девятихвостова. Кто знает, может у него тайная миссия из храма огня. Если тебе удастся заручиться поддержкой этой девушки, она тебе поможет. Чать, и парень испарился вслед за Итачи. Что ты об этом думаешь? Спросил Донзо у Арачимару. Змейный Санин удивленно посмотрел на Хакаги. Я согласен с вами, что у Зумаки может быть большой угрозой деревни. Не думаю, что он мог усмирить Кьюби. Рано или поздно тот вновь попытался вырваться наружу, и тогда нужно быть готовыми, прошипел Арачимару. Правильно. Поэтому я хочу сформировать команды, чтобы все джинчирики были под контролем. Мой проверенный подчиненный займется первым, твоя бывшая ученица Сарой, а к Наруто я приставлю Синджу. Хару потомок одного из двух величайших кланов, поэтому она способна будет его усмирить в случае чего, решил Данзо. Но Хакаги сама, у нее нет контролирующей печати, тем более, не факт, что она когда-либо овладеет стихией дерева. Не легче ли представить к Узумаке проверенного человека? Танзо бы идеально подошел. В нем прижились гены Хаширомы, он идеально контролирует стихию дерева. Он одно из моих лучших творений, возразил помощник. Арочимару, я не сомневаюсь в твоих способностях и возможностях твоих экспериментов. Ты для меня много сделал. Но у меня есть идеальный кандидат на роль капитана команды Сузумаки. Сын моего старого знакомого, кстати, ты тоже приложил к нему руку, пробормотал третий Хакаги. А что с нашим звездным пареньком? Сумару Фито из Хашига Курина Сата все, что осталось от деревни скрытой звезды. У него тоже особенные чакры, возможно, он понадобится нам позже. Пусть пополнит любую команду. Я все равно не собирался надолго оставлять его в рядах Шиноби. Многозначительно произнес Данзо, хищно взглянув на Арочимару. Арочимару хотел снова возразить, но внезапно почувствовал, что это желание пропало. Бинты третьего вновь зашевелились. Это снова подействовало Гиндюцу третьего. Порой я жалею, что наделил его этой силой, подумал Арочимару. Он уже догадался, о ком идет речь. Смотрите сами. Это ваше решение. Однако, мне кажется, что это слишком опасная затея, смирился Змейный Сонин. Ты достаточно сделал для деревни, Арочимару. Благодаря твоим познаниям в генной инженерии боевая мощь нашей деревни выросла в Трея, произнес Шимура, не волнуйся, я об этом именно Змейный Сонин помог третьему улучшить контролирующую печать, которая стояла почти на всех Шинобеконохи. Змейный Сонин был гением, способным вживить гены легендарных воинов прошлых поколений и практически любому Шинобеконохи с максимальным шансом успеха. Благодаря ему тело Хаширому не зачахло напрасно в земле, а до сих пор служило науке деревни, к созданию которой приложил руку легендарный Синджу. Не только первый Хакаги смог освоить стихию дерева, пересадив себе плоть Хаширомы. Арчимару вживил гены Синджу более чем двум десяткам Шинобеконохи. По правде говоря, не все не смогли выжить, и не все смогли в идеале контролировать стихию дерева, но были удачные образцы. Тот же Тензи с кодовым именем Ямато, который ему присвоил третий, от природы обладал стихиями земли и воды, поэтому смог без проблем освоить способности, которые даровала ему ДНК Синджу. Остальные Шинобеки не могли контролировать обе эти стихии, поэтому контроль над стихией дерева давался им с большим трудом. Был случай, когда гены Хаширомы взяли верх над одним из подопытных, и он превратился в огромное дерево. Сам Дэнзи был одним из тех, Камара Чамару пытался дать способности одного из основателей деревни. Но чакра третьего изначально не имела природы воды и земли, поэтому третий тоже мог потерять контроль над телом. Поэтому на теле третьего было множество печатей, а также еще один бонус, который так тщательно скрывал Хакаги под бинтами. В случае, если руку Хакаги увидит Шина без печати, ничего не произойдет, а если не узнают генны, которые пока что не находятся под контролем Хакаги, придется прибегнуть к решительным мерам. Собственно, отделение полиции Канохи существовало не только как отдельный военный орган управления, но и как надзор над обычными людьми, не владеющими силами Шиноби, и теми ниндзя, на ком еще не стояла печать. Не только кровный враг первого Хакаги стал объектом исследований, но и сам первой, а также и второй. Из генов вышеперечисленных Шиноби Арачимару вырастил нескольких клонов, клетки которых лучше подходили для имплантации ввиду своей свежести и молодости. Тот, кого Дэнзе собирался назначить капитаном команды, состав которой войдет у Зумки, тоже являлся экспериментом Арачимару, однако незаконченным. Благодаря научным познаниям гения этот Шиноби смог использовать стихию лавы. Он обладал чайкрой стихий ветра и огня, хоть для овладения стихией лавы нужно было владеть огнем и землей. Нельзя сказать, что будь у одного Шиноби две стихии, он сможет смешать их и получить свою уникальную стихию. Нет, все определялось особенностями организма. Существовал такой термин как улучшенный геном. Суть его проявлялась в особых способностях Шиноби, не обязательно во владении особой стихией, но и в Дадюцу, особой силе глаз, которые обладали только два избранных клана Каланхьюга и Каланучха, либо в других способностях, которыми владели разные кланы, передавая свои знания и силы из поколения в поколение. Улучшенная стихия была особой редкостью, так как нечасто появлялся на свет человек, способный не только с рождения владеть сразу двумя стихиями, разделять свою чакру на два потока, а потом смешивать. Исконными владельцами этой способности в Канухе были только Хаширом и Синджу и Учхайзуна. Поэтому, чтобы привить кому-то особые свойства, нужно было пересадить ему участок кожи другого человека или глаз в случае передачи сил до Дадюцу. По годам работы с телами подопытных помощник третьего знал, что усвоение чужих клеток зависит от особенностей этого организма и его системы циркуляции чакры. Если организм не обладал ни одной стихией, которые требовали для проявления способности улучшенного генома, он мог не выжить при имплантации. Если выжить удавалось, шансы удачного освоения способности человека, чьи гены были вживлены в тело подопытного равнялись половине. В противном случае подопытный, едва не погибший от имплантации, ничего не получал. У человека, освоившего хотя бы одну из требовавшихся стихий, шансы успеха операции резко возрастали, однако была и вероятность неудачи. Ну а полное соответствие генам по природе чакры обеспечивало отличный результат в случае удачной имплантации. Почему так высока была смертность? Гены были сложной области науки, почти не изученной. Некоторые клетки просто не могли существовать вместе, конфликтуя друг с другом. На примере клеток Учхо и Синджу, которые сейчас жили в организме третьего, не принадлежавшего ни к одному из этих кланов, было видно, как сильно это противостояние. Помимо вживления идеальных клеток Шиноби с улучшенным геномом, Змейный Санин создал несколько печатей, которые назвал проклятыми. Все благодаря одному Шиноби, пойманному в стране воды. Эти печати изменяли организм хозяина, и его чакру, повышая все параметры ниндзя. Змейный Санин не упускал возможности исследовать клетки взятых в плен Шиноби или клетки погибших ниндзя других деревень, тело которых удалось захватить. Более того, Арчимару много поработал с клетками клана Учиха. В случае гибели одного из Шиноби клана Учиха в бою, тело его оказывалось на столе лаборатории Арчимару, находившейся под деревней. Если уже немолодые и не очень свежие тела времен первого и второго не всегда подходили или опытов, то свежие тела для Арчимару подходили больше. Из клеток клана Учиха Арчимару научился создавать искусственные Шаринганы, однако работа над ними, начавшаяся много лет назад, была еще не завершена. Тем не менее, с каждым годом гений все больше приближался со своей моделью Шарингана к его оригиналу. Единственное, что даже для Арчимару оставалось тайной это Ринган. Контролирующая печать подчиняла Шиноби третьему Хакаге. Благодаря ее опыты проводились прямо на Чунинах и Джанинах деревни, и информация об этом не только никогда не выходила за пределы деревни, но и не всплывала внутри нее. Так бы кланы Синджу и Учхо, узнав о том, что творят с телами их предков, подняли бы восстание. Знали бы первый и второй, во что превратит Дэнзо их деревню. Частенько думал Арчимару, вскрывая очередного клона-носителя улучшенного генома. В деревне было множество кланов со своими уникальными способностями. Арчимару использовал генный материал не только Учхо и Синджу, но и Хьюго, Абурами, Акимичи, Инузука и Яманука. Дадзюцу, дарованной единицам Шиноби, избранным природой, теперь вживлялось множество из них. И никто не был против, а все из-за контролирующей печати. Загадкой были и техники клана Иманука, идеальной гендзюцу, способной не только изменить сознание противника, но и проникнуть в него, считать всю память с мозга. Непонятно было и то, как клан Инузука способен разговаривать с собаками, как в телах представителей клана Абурами живут, не повреждая организм, тысячи жуков. С появлением в деревне Сумаруфьи до последнего выжившего из деревни скрытой звезды у Арчимару сразу потекли слюнки. Он позже надеялся поэкспериментировать над телом юного Шиноби, но только после того, как на него поставят контролирующую печать. Всем этим занимался Змейный Санин, за что и был выбран третьим в качестве своего помощника. Благодаря тебе Канаха не потеряла уникальных способностей прошлого, продолжил Данзо, на твою помощь я всегда охотно полагаюсь, не забывая об этом. Но о составах команд позволь мне позаботиться самому. Иди, я вызову тебя позже. Да, Хакаги сама, кивнул Арчимару и отправился в свою лабораторию. Когда Наруто привели домой, он сразу лег в кровать. Блондин очень устал после своего испытания. Он значительно переоценил свои силы. В то время, которое Наруто пробыл на Четвертой мировой войне Шиноби, он слишком сильно привык к режиму Девятихвостого, полностью освоенного с помощью Киверби. В нем его возможности почти равнялись возможностям Пятикаги. Теперь Узумаки не мог использовать этот режим, так как в нем сидел совершенно другой демон. Значит, значительно сокращался объем чакры Блондина, хоть и сейчас он был немаленьким, резко был урезан ассортимент техник, хоть все они базировались на простом Росингане. Также режим Девятихвостого обеспечивал Блондину скорость, равную скорости молнии, силу, равную силе бабулицу и защиту и защиту из чакры. Как бы он хотел вновь увидеть огоньки чакры Курамы, бегающие по его телу. Он слишком привык к силе Курамы, совершенно забыв о собственной. В бою с Анбу Блондин использовал только теневых клонов Росинган, решив, что этого будет достаточно, однако, нет. За этот просчет он жестоко поплатился. Блондин был благодарен судьбе за то, что она позволила ему вновь пользоваться техникой отца и любимой техникой детства, к которой он так привык. Но возможности его чакры резко сократились. Наруто думал, что раз он вернулся в то состояние, в котором находился около трех лет назад, то и сила его будет такой же, но жестоко ошибся. В этой реальности Наруто еще не готовился к экзамену на Чунина, не путешествовал с Джирайей, не бился с Гарой и Саски. Куналы его чакры нынче были узкими, далеко не такими, как раньше, когда Узумаки вернулся в Канаху с извращенным отшельником. Тело его было не так тренировано. Не было кубиков пресса, плохо накачана грудная клетка, руки и ноги. Даже если система циркуляции чакры Наруто осталась прежней, он бы не мог задействовать все ее возможности из-за плохой тренированности тела. Дюцу получается сильным, когда соединяется физическая и энергетическая силы Шиноби, когда чакра свободно разливается по каналам, опоясывая все органы тела. Освоив режим девятихвостого накануне четвертой войны Шиноби, Наруто быстро стал добиваться невероятных результатов, потому что смог вытянуть из курам и мощную чакру, что с большой скоростью циркулировало в нем. Она то и расширила его каналы чакры, дав возможности для быстрого освоения техник их превосходного использования. Наруто ломал голову, кем он был сейчас. Звали его по-прежнему, он по-прежнему являлся джинчурики Каюби, жителем Канохи, изгоем общества. Но тело его не просто помолодело. Оно вернулось практически на начальную ступень своего развития. В нем был запечатан другой Каюби, в другой клетке, наверняка другой печатью, раз уж ее ставил другой, четвертый Хакаги. Это было совершенно другое тело, которое будто никогда не принадлежало блондину. Но одежда его осталась именно такой, какой была в Четвертой мировой войне. В его кармане были ключи от квартиры с тем же брелком, то же количество денег, пропитанных его кровью. У него каким-то образом обнаружился в кармане старый протектор. Что вообще происходит? Кто я такой? Думал Наруто, ворочаясь в кровати. Он вспомнил то темное существо, что сидело в клетке его сознания. Курама, ты мне так нужен. С этими мыслями Наруто уснул. Он долгое время пробыл в темноте, ощущая, будто падает. Перед его взором вновь выросли те образы, что он успел увидеть перед исчезновением. Он находился недалеко от нового убежища Кацуки, перед входом в который лежал скелет невиданного блондином прежде зверя. Вокруг него была сплошная пустыня. Небо было темнее самой тьмы, а вместо луны в небесах вертелся огромный Шарингон с девятью Томая. Шарингон этот зажегся всего минуту назад, и весь мир вокруг уже преобразился, приобретя красноватые оттенки. Сам блондин чувствовал слабость в ногах, боль в животе и голове, кашел в мыслях. Он помнил, что только что из него изымали девятихвостого, а когда статуя демона не могла больше впитывать чакру и была заполнена до краев, человек в мазке приступил к осуществлению своего плана «Глаз Луны». Наруто очнулся, и увидев рядом трубки Эрби, воспользовался моментом и сбежал. В нем еще оставалась маленькая частица Курамы, чакры которого оказалось настолько много, что высосать ее всю статую демона оказалось не в состоянии. Наруто, не останавливайся. Ты еще можешь спастись, твердил слабый голос Курамы. Наруто плелся в противоположную сторону от убежища Кацуки, сопротивляясь ветру. Человек в мазке одержал победу, соединив чакру всех биджу в десятихвостого джубе и запечатав его в себе, после чего смог взять весь мир в гендюцу. Наруто шел и шел, казалось, прошла целая вечность, но оглянувшись назад, он увидел, что ни на метр не отдалился от проклятого убежища. В воздухе прогремел хохот. Он был всюду. И тут прямо перед ним раз в жизни удивляюсь способностям Музумаки к выживанию. Произнес он. В глазах его горела некая смесь риннигана и шарингана. Одежда его была порвана в некоторых местах и чуть-чуть дымилась. «Где Саски?» Прошептал Наруто, с трудом оставаясь в сознании. Перед смертью он хотел еще хоть раз повидать Учиху. Табирас хохотался, отчего по его мазке прошли трещины. Он весь излучал невероятную чакру, которая била аж из ушей. Ты до сих пор не отказался от него? Саски отныне мой, весь мир теперь мой. А тебе в этом мире нет места. Прокричал тебе, тяжело дыша. Видимо, мне легко было держать в себе Джуби, и человек в маске привыкал к этому состоянию. Сзади послышался звук вынимаемого из ножен меча. Этот звук Наруто не мог не узнать. Это был Саски с мечом Кусанаги. Он тоже был сильно потрепан. Торс чверноволосого у Чихи был оголен, на нем виднелись множественные порезы. По щеке скатывалась кровавая слеза. В глазах горело пламя вечного Мангики Шарингана, превратившего радужку и зрачок в изысканный узу. Я здесь, Наруто. Произнес парень, встретившись с блондином глазами, улыбнулся, ты был прав, я всего лишь игрушка в руках злодеев. Прости меня. Сердце Наруто как будто снова зажглась в воле огня. Даже сейчас, находясь на волоске от смерти, он был счастлив, как никогда. Он вернул Саски. Наруто стоял между тобой и Саски не в силах пошевелиться. Мои глаза смогут противостоять его силе. Я могу скопировать любое его дюцу. Вместе у нас есть шанс его одолеть. Прошептал Саски. Подумай еще раз, последний Зачха. Одумайся, если жизнь дорога. У вас нет шансов против меня? Процедил Тэби, прищурившись. Но Саски уже ничего не слышал. Он смотрел на Наруто. Что скажешь? Спросил он. Это глупо. Произнес Тэби, я теперь властелин мира. Твои глаза теперь ничто по сравнению с моими. Я развеял технику и дотенций. Твой план сорван. Выкрикнул Саски в сторону Тэби. Тогда ты отправил на тот свет своего брата. Наруто, сейчас или никогда? Заорал Саски. Наруто, давай. Я дам тебе последнюю свою чакру. У вас есть шанс, обратился к нему Курама. Наруто понял, что не может говорить. Он почувствовал, что силы покидают его. Через куртку на песок просачивалась кровь. Он всего лишь вытянул руку в направлении Саски, сделав пару шагов. Саски вытаращился, ведь это было очень похоже на момент смерти его брата у монумента клана Учхо. В тот раз Учхо убил его, не знав правды Итачи. Тот в последний раз подошел к Саске и дотронулся до его лба. А сейчас Наруто протянул в его сторону руку и медленно шел, надеясь в последний раз дотронуться до друга, которого столько лет пытался вернуть. Внезапно он почувствовал, как тело его меняет пропорция и сгибается. Все, что он видел вокруг превратилось в гамму красноватых смазанных цветов. Наруто засасывало в воронку, созданную Тоби. Нет. Не позволю. Закричал Саски. По щеке его вновь скатилась кровавая слеза, шаринганы с причудливым узором устремились прямо на Наруто. Блондин почувствовал, как воронка начинает крутиться в обратную сторону, а он вылезает из нее. Это Саски противостоял силе Тоби, использовав на Наруто противоположную технику, созданную гением Мучиха всего за секунду. Тогда Тоби усилил свою воронку, и Наруто почувствовал, что его вновь засасывает. Но и Саски усилил свою воронку, который держал технику Тоби и пытался ее остановить. Его воронка, сотканная самой материей, крутилась в противоположном направлении. Наруто почувствовал, что его одежда снова рвется. Она затрещала по швам. Он собрал последние силы и дотянулся рукой до своего протектора, сняв его с головы. Он хотел бросить его Саски, понимая, что сам уже не спасется, но в этот момент Тоби прервал свою технику, и Наруто за одну секунду засосал в воронку Саски. Он вновь очутился в кромешной тьме, где не было ничего, ни света, ни времени. Лишь одна тьма. Саски остался с ним один на один. Подумал Наруто безразлично. Он не знал, есть ли у него тело, не чувствовал, есть ли у него руки, сжимавший протектор. Прошла целая вечность, и внезапно Наруто увидел фиолетовую вспышку. Он ощутил, что его тянет к ней. Чем ближе он летел к светлой трещине в черной материи, тем лучше себя чувствовал. Раны на его теле затягивались, клетки молодели, будто заново рождались. Он понял, что сейчас происходит то, чего еще ни с кем никогда не происходило. Он снова надел на голову протектор, устремив свой взор на приближающуюся белую материю. Трещина в пространстве стала искривляться, смазываться, вскоре превратившись в белую воронку. Может, это Саски нашел способ вытащить меня наружу? С надеждой пронеслось в голове Наруто. В нем вспыхнули одновременно все воспоминания, когда он врезался в белое вещество. Блондин ощутил одновременно страшный жар и ледяной холод, и в следующий момент проснулся в своей кровати. Наруто сел на кровати. Он почувствовал выброс, будто упал с какого-то бровоточка через несколько секунд прозвонил поставленный ночью будильник. Блондин выключал его и еще минут пять не мог прийти в себя. Он вспомнил то, как закончилась его жизнь в той реальности. Наверное, пройдя через эту воронку, блондин очутился в этом мире. Интересно, смог ли Саски одолеть Тоби в одиночку? Подумал Наруто. Он вспомнил лицо брюнета, которое увидел перед смертью. Наверное, если я одолел, то будет винить себя в моей смерти до конца своих дней. Он ведь и не знает, что подарил мне новую жизнь. Последняя мысль заставила блондина задуматься. Получается, Саски дал ему новую возможность, второй шанс. Этот шанс никак нельзя упускать. Если его друг погиб там, в другой вселенной, пытаясь спасти мир и вернуть Наруто обратно, но нельзя просто так просиживать штаны. Я буду жить за нас двоих. Спасибо, Саски. Будь уверен, я позабочусь о твоей копии. Пообещал Наруто. Он отложил все мысли. Юноша встал, убрал постель, что было для него редким поступком, и отправился на кухню, выудив из шкафа упаковку заварной лапши быстрого приготовления, которой, очевидно, никто еще не прикасался. Блондин быстро вскипятил воду, залил лапшу кипятком, позавтракал. Время уже было не ранее, и парень поспешил в академию, собравшись за пять минут. Выйдя на улицу, юноша вдохнул влажный и насыщенный воздух. Похоже, ночью после его возвращения над конахой пролил дождь. Из облаков выглянуло неохотно солнышко, которое было отнюдь не такое активное, как раньше. Сейчас оно светило лениво и холодно. Блондин почувствовал, что мерзнет, и ускорил шаг. Он шел по дороге с лужами, рассматривая в них свое отражение. Сандалии парни были уже грязными, как, впрочем, и ноги. Наруто пообещал себе купить ботинки, которых прежде у него не было. Даже путешествие в страну снега, что сейчас носит ими страну весны и поход в страну железа еще до того, как началась война, Наруто совершил в сандалиях. По крышам скатывались и шлепались на землю последние капли. Цветочные клумбы, редко появляющиеся на участках домов, радовались влаге. Трава была темно-зеленого цвета, от нее так и чувствовалась энергия жизни. Впереди показалось здание Академии, перед входом которого была огромная грязная лужа. Наруто умудрился обойти ее, прижимаясь вплотную к стене, проник внутрь Академии. Он пришел в класс самым первым. Даже Ирока Сенси и Мидзуки Сенси еще не появились. Парень прошелся по классу, сев сначала на то место, где он сидел ранее между Сакурой и Саски. По крайней мере, в тот самый день, когда они сформировали команду номер семь. Но, вспомнив, осознал, что сейчас тут сидит Шина, и вернулся на свое место между Хару и Кибой. Он просидел тут полчаса, задумавшись. Вскоре начали появляться его одноклассники. Он очнулся только когда рядом уже храпел Киба, а с другой стороны присела Хару. Над конах осветило солнце, которое, очевидно, устало греть землю и теперь сильно халтурило. На дорогах деревни были огромные лужи, оставшиеся после позднего ночного дождя. Трава была сырая и блестящая, с деревьев срывались последние капли, пытающиеся удержаться на листьях хотя бы еще на миг. Капли эти падали, мгновенно переливаясь всеми цветами радуги, а потом разбивались о землю. Наруто вновь оказался между Хару Синджу, с которой он познакомился лишь вчера и старым знакомым Кибой, который все еще не мог привыкнуть к возвращению блондина. Наруто вспомнил, как холодно и едко Киба разговаривал с ним вчера, и как раз в этот момент Киба повернулся к нему. «Привет, Наруто», поздоровался он, увидев, что Наруто очнулся от раздумий, «Слушай, я вчера немного лишнего сказанул, ты уж прости. На самом деле я очень даже рад тебя видеть». С этими словами собачник дружелюбно улыбнулся, а Акамару, развалившийся в проходе между партами согласно тявкнул. Узумаки удивленно посмотрел на парня с двумя треугольными красными полосками на щеках. Что-то в нем изменилось. Ну что? Одет в черные брюки, черную куртку. Та же непослушная прическа в виде растрепанных каштановых волос. И тут-то он заметил повязку на лбу Кибы, потом такую же на лбу Хару, и совершенно идентичные у всех остальных присутствующих. «Да не бери в голову», улыбнулся в ответ Наруто. «Я сомневалась в твоих силах вчера, меня тоже извини», подала голос Синжу, не сводя глаз с доски, у которой вот-вот должен был появиться и рука. Хару тоже принарядилась по поводу посвящения в полноценные ниндзя. Наруто удивился. Сейчас девушка была очень сильно похожа на бабулю Цунади. Это была прям-таки ее помолодевшая копия. Возможно, это из-за ее новой прически. Или же особенностей освещения. Одежду девушки составлялась сечетая футболка Шиноби, надетая под зеленое кимоно. Наруто торопел. Синие глаза его загорели с веселым насмешливым огнем. Мне интересно, это на вас так повязки действуют или вы просто впечатлены вчерашним представлением? Усмехнулся он. Или на них тоже поставили эту ужасную печать? Взволнованно предположил блондин. Эй, привет, Наруто! Помахала ему рукой Инна, на миг оказавшись в проходе меж парт, а потом присоединившись к своей подруге Сакуре, легко протиснувшись через кого-то благодаря в короткие черные шорты и темно-фиолетовую безрукавку, доходившую девушке до пупка. А вот прическа Инна не изменилась. Сзади светлые волосы были сплетены в хвост и доходили ей чуть ниже лопаток, а почти треугольная челка закрывала правую половину лица. Протектор Канахи девушка решила использовать в качестве пояса, что позволило ей ее узкая талия. Она шепнула что-то короткая Сакури, и та тоже обернулась, посмотрев на блондина. Он невольно встретился с девушкой глазами. У Сакуры были не такие длинные, как у подруги волосы. Теперь они тоже были скреплены в хвост. Наруто видел Сакуру с такой прической лишь раз когда она пыталась спасти Конкура из Суны, удаляя из его тела яд Сасари. К тому же, теперь розово волосы девушка носила протектор Канохи на лбу, возможно, чтобы избавиться от постоянных шуток подруги. Одета она была в красную длинную безрукавную футболку с белым кругом на спине и в темные шорты, которые наполовину скрывались под этой футболкой. Наруто прежде не замечал странного круга на одежде девушки. Возможно, это был символ ее клана. Девушка лишь улыбнулась блондину и повернулась обратно. Генин с сожалению «Исакура!» «Что происходит?» размышлял Наруто. Вскоре появился Саски и сил между Иной и Сакурой. Если б на его месте был Наруто, он бы наверняка схлопотал за трещину или, скорее, две. Наруто остановил взгляд на Учихи. Он был одет в то же длинно-черно-белое одеяние, что и ранее, с символом клана Учиха на спине. У Учихи был тот же фиолетовый пояс и даже понял Наруто, не сводя глаз с меча. Шикомару уже был здесь. Он храпел на задней парте, окончательно потеряв совесть, поставил ноги на парту. Протектор Канохи Ушиноби был закреплен на плече поверх серой-зеленой куртки, которая защищала лентяя от холода. Ведь под нее тот одел лишь сетчатую футболку. Грязные штаны и просто ужасно грязные ботинки парня были выставлены на показ. На парте уже стекалась сложатся грязи. Видимо, Нару сейчас об этом не беспокоился. А Шикомару все так же ленив, подумал Наруто, интересно, его мать одевает? Сидящий рядом Чоджи тоже не обращал на это внимания, открывая очередной пакет чипсов и миролюбивых Рустя имя. Акимичи по-прежнему был единственным из ныне присутствующих, кто носил некое подобие доспехов поверх красно-зеленой куртки. Заметить бледного Сай не составило труда. Все та же короткая куртка, черная прелезиная прическа и короткий меч в ножнах за плечом. Наруто отыскал глазами Роккали, уже облачившегося в зеленый костюм, напоминающий больше одежду аквалангиста, которого однажды Наруто повстречал во время странствия с извращенным отшельником. Возле него крутилась Тинтин, одетая в белую длинную футболку с большими рукавами и мешковатые штаны. Мрачный Маджи в светлом одуянии устроился подальше всех и, активировав Бьякуган, сверлил взглядом стену ожидая прихода наставника. На лбу его уже был протектор. Наруто вспомнил страшную печать, что скрывается под ним. Вчера Наруто ее как-то сразу не заметил, а помнил точно, была ли она. Точно, вчера Хьюго скрыл лоб красной лентой. Видимо, проклятие побочный веток Лана Хьюго все еще преследует его. Сора встретил его взгляд ехидной ухмылкой. Видимо, выходец из храма огня сохранил свой вспыльчивый всем недовольный характер. Черно-белое одуяние монаха с длинным рукавом по-прежнему были на парне с длинными черными волосами. Сумару фиолетовые футболки и куртки сидел спереди, поэтому лица его Наруто не увидел. Хината отвела взгляд, когда поняла, что Наруто смотрит на нее. Светло-фиолетовая куртка с серыми рукавами облегала ее стройное тело. Длинные черные волосы струились ниже плеч. Сложнее всего было найти Шина. Он как всегда был замаскирован. Маскировкой служила его куртка с капюшоном и очки. Из-за них лица юноши было почти не видно. Наруто, отчаявшись искать скрытного молчаливого друга, нашел его совершенно случайно сидящим рядом с Хинатой. Так. Все в сборе. Подумал блондин. Он был рад видеть своих друзей. Всех без исключения. Война разлучила их, разбросав по разным флангам и территориям. На момент своего исчезновения парень даже не знал, живы ли они были к тому моменту. Отлично. Сейчас придет Ирука Синси, назначит команды. Я окажусь в команде Кукаши с Сакура и Саски, на этот раз буду не таким дураком на испытании с колокольчиками, попрошу Кукаши с Синси научить меня многим техникам и дослужусь хотя бы до Чунина. Уже строил блондин планы на будущее. И вот в аудиторию вошла Ирука. Он радостно посмотрел на Наруто, заметив его на последнем ряду. Видимо, оставляя ночью Наруто одного, Чунин был не вполне уверен, будет ли с тем все хорошо, сможет ли он прийти с больной ногой. Наруто улыбнулся в ответ, давая понять, что все в порядке, и нога его уже ничуть не беспокоит. Здравствуйте, выпускники. Я рад видеть вас снова в этой аудитории. Кстати, вы находитесь здесь в последний раз, по крайней мере в качестве учеников, начал свою речь Ирука. Он надеялся услышать протяжные вздохи, однако на его последнюю фразу никто никак не отреагировал. Сейчас я буду называть команды. Со своими капитанами вы встречаетесь через час в заранее назначенном месте, объявила Рука, и все затихли. Первые команды образовали плохо знакомые народ и люди. С этими ребятами он почти никогда не общался в отличие от Шикамару и Кейба. Как только команда была сформирована, она получала информацию, куда идти и покидала класс. Вскоре аудитория почти совсем вся опустела. Среди покинувших аудиторию учеников оказался Исумару из Хоши Гокури Насато, пополнив ряды четвертой команды. Команда номер шесть. Сай, Соро и Найманука. Ваш капитан Нитаруши Анка, произнес Рука, заглядывая в тетрадь, где у него были записаны составы команд. Ух ты! Тобой ка девица. Мне уже страшно, подумала Наруто, вспомнив Анка, проводивший второй тур экзамена Чунина. Сай подошел к Руке, выступив в качестве лидера команды, чем вызвал недовольный взгляд Соро и получил распоряжение, куда идти. Инна переглянулась Сакурой. Они обе хотели попасть в команду к Саске, однако одной из них уже не повезло. И теперь Сакура держала пальцы крестиком. Но Инна не унывала, ведь ее привлек Сай. Команда номер шесть покинула аудиторию. Команда номер семь. Абуромишина, Тин-Тин-Такаха Сих-Юга Неджи. Ваш лидер Какаши Хатаки, объявил уменно. Недолго думая, команда решила выбрать в качестве лидера Неджи. Он подошел к столику, уточнив место расположения капитана. Наруто нервно сглотнул. Состав команды и их порядок резко изменился, что не предвещало ничего хорошего. Команда номер восемь. Хьюго Хинато, Чоджи Акимичи и Шикомар Унара. Капитан Генмаш Рануя, вновь послышался голос наставника. Как неудивительно, Шикомар уже успел незаметно опустить ноги и спуститься к руки, после чего команда покинула класс. Команда номер девять. Рок Руководитель Абиточхо. Абиточхо. Постойте-ка. Да я же что-то слышал об этом парне. Подумал Наруто, роясь в памяти. Но вспомнить, о ком идет речь, он не смог. Лей был рад, что оказался в команде с Сакурой, а Сакура влюбленными глазами смотрела на Саски, спускающегося к столу и руки, исполнилась ее мечта. Стойте. Вскочил Наруто, я должен быть в команде с Сакурой Саски. И руководители вы перепутали. И рука удивленно посмотрел на Наруто. Извини, Наруто, все команды должны быть уравновешены по силе. Состав и руководители назначались самим Хакаги, ответила рука, сделав упор на последнее слово. Наруто тяжело вздохнул. Команду Саски покинула аудиторию. Тут Наруто, не понимающий до последнего момента, что происходит, оглянулся. Просторный класс был пуст, кроме последней парты среднего ряда. Киба и Хару переглянулись. Лицо Наруто побагровело. Только не говорите мне, что мы десятая команда. Прошептал он. Именно так. Подтвердил именно. Наруто посмотрел на Кибу и на Хару. Не надо было садиться вместе. Простонал собачник. Дурак. Как будто Хакаги сама знает, как мы сидим. Он формировал команды исключительно по силе, усмехнулась блондинка. Киба пропустил ее словами мышей. Прекрасно. В таком случае, капитан Я объявил собачник, и его громким лайм поддержал верную Камару, вскочивший на лапы. Наруто сурово посмотрел на Кибу. Это был не Саски, на которого Наруто вечно равнялся в детстве, мечтая догнать его в силе и одолеть в честном поединке. По силе Киба был не сильнее Наруто, и блондин не хотел уступать место самовлюбленному инузуке. Если он так прекрасно выступил на экзамене, впечатлив своих друзей, то наверняка убедил их в своих выдающихся способностях. Теперь блондин появилась отличная возможность возглавить команду. Нет. Ни в коем случае. Я буду лидером, процедил он. Генины схватились за воротники курток друг друга, бормоча друг другу что-то неразборчивое. Раз вы не можете решить, пусть капитаном буду я, сказала Хару, спускаясь к руки. Киба и Наруто остановились, но было уже поздно. И рука протянул Хару какую-то бумажку. А кто будет нашим капитаном? Спросил Наруто. Теперь этот вопрос волновал его больше всего. Фактически, капитаном мог стать кто угодно. В Кунохе было свыше 100 джанинов. Командиром команды номер 10 мог быть назначен незнакомый человек. Ваш капитан Саруто ответила рука. Наруто, Киба, Хару и Акамару неторопливо брели по улице Кунохе. Да, их было не трое, а четверо. Как постоянно теперь шутил Киба, в этом состояло преимущество их команды. В Кунохе было не очень активное движение ввиду плохой погоды. Все сидели дома, разочарованно глядя в окно, в ожидании изменений к лучшему. За исключением трех Шиноби и Акамару по улице медленно передвигалось еще с десяток человек. Хару, куда там нас отправил Рука-сенсей? Поинтересовался Наруто, застегивая ворот куртки, едва не прищемив себе подбородок молнией. На улице было вовсе не жарко. Киба и Наруто были одеты тепло. А вот девушка шла с голыми коленями. Как ей не было холодно, удивлялся Наруто. Девушка вытащила бумажку, что дал ей Рука. Это закусочные барбекю. Похоже, мы почти пришли, сказала она, показав пальцем на виднеющееся вдали здания кафе. Если этот Асума будет все время угощать нас шашлыком, мы с ним быстро поладим, хитро усмехнулся Киба. А Камару, идущий рядом с ним, одобрительно тявкнул. Похоже, пес все прекрасно понимал. Он уже учуял запах, исходящий от заведения, остановился и сложил печать. Техника теневого клонирования. Перед ним на дороге появились пятеро клонов, и в следующую секунду исчезли, рассредоточившись по деревне. А Камару, не привыкши к хлопкам, залаял. Эй, это еще что за выходки? Недовольно проворчала Нузука. Я хочу узнать побольше об остальных командах. В особенности, об их капитанах. Каждая команда начнет со знакомства, они расскажут о себе пару слов. Техника теневого клонирования специальная техника для разведки. Когда клон рассеется, я получу всю информацию, что он успел собрать, пояснил Наруто. На самом деле его волновали не только капитаны, но и одноклассники. В прошлый раз Саски сказал, что он хочет убить одного человека и возродить свой клан. Одержимый этой целью, Саски вскоре покинул Канаху. Неизвестно, что он хотел делать теперь в этой реальности. Наруто должен был узнать, какая цель стоит перед каждым из его друзей. Ведь он все-таки очень мало знал об этой Канахе и ее обитателях, а таким образом он мог быстро получить информацию. Киба вздохнул. Это имеет какое-то значение? Безразлично спросил он, не сводя глаз с приближающегося здания. Похоже, инузика как и Акамару успел учить дивный аромат жареного мяса. Наруто понял, что отвечать необязательно. Здание было одноэтажное, но весьма объемное. Это было даже не кафе, а ресторан. Стены были недавно покрашены в желтый цвет. Над входом висела разноцветная вывеска, а сам вход представлял собой большой дверной проем, закрытый толстой синий шторой. Команда номер десять вошла внутрь. И по интерьеру заведения их не разочаровала. Разноцветная мебель, большие столики, некоторые даже отгороженные специальными занавесками, бумажные фонарики, свисающие с потолка. В проигрывателе, привезенном в Канаху по особому заказу из деревни скрытого облака, играла какая-то мелодия без слов. Позже блондин узнал, что именно оттуда в другие страны деревни поставлялась техника, в том числе и плеер Киба. В помещении было тепло и уютно, Наруто сразу почувствовал расслабление, видимо, Киба тоже. Они одновременно расстегнули молнии курток и стали с интересом осматриваться. Хару растерялась, выискивая глазами того, кто мог быть хоть немного похож на их нового наставника. Она не знала, кто из присутствующих является Сарут и Биасумлей. Кибе было по барабану, и он лишь посмотрел вниз, проверив, не остался ли Акамару снаружи. Но Акамару был тут как тут. Его глаза были прикованы к столам, за которыми сидели люди, угощаясь мясом. Ему уже не терпелось вкусить какого-нибудь блюда. Наруто сперва усомнился, можно ли сюда с животными, однако расслабился, увидев улыбающегося человека за барной стойкой, который с интересом смотрел на новых гостей и огромного пса. Блондин увидел дымящего сигарета и бородатого мужчину за дальним столиком. Он сидел над отами, скрестив длинные ноги. Рост у мужчины, как помнил Наруто, был не маленький. На лбу его был протектор Канохи, одет он был в черную форму Шиноби с зеленым жилетом поверх остальной одежды. Наруто вспомнил, что такие жилеты выдаются Шиноби, достигшим ранга Чунина. Он успел заметить белую повязку на поясе с Арутоби. Мужик пускал воздух кольца из дыма и не без интереса наблюдал за ребятами, думая, узнают ли те в нем своего капитана. Наверное, это была особая проверка. К сожалению, Наруто уже прекрасно знал, как выглядит Асума, поэтому она была бессмысленной. Вон он обратил Наруто внимание друзей на Чжанина за столиком в углу. Он? Ты хочешь сказать, что это наш новый сенсей? Удивилась Хару. А что, не похож? Усмехнулся Наруто и двинулся к столику. Мужик с огоньком в глазах скользнул по нему взглядом, когда Наруто сел напротив него. Здравствуйте, Асума-сан. Поздоровался Узумуки. Саруто безделал глубокий затяг и выдохнул дым в лицо Наруто. Но тот не закашлялся, не сводя взгляды с Джанина. Неплохо. Я думал, вам потребуется больше времени для того, чтобы найти меня, тепло улыбнулся и он, наконец. Каменное выражение мигом испарилось. Он обратился к Киби и Хару, мявшимся возле столика, садитесь, что вы как неродные. Киба сел рядом с Асумой, Ахару рядом с Наруто. Акамару обошел Асуму вокруг, недоверчиво обнюхав его и фыркнув от сигаретного дыма, опустился рядом с другой стороны от него. Вокруг столика было пять мест, представляющие собой квадратики татами, лежащие прямо на полу. Сам столик был низкий. Всего сантиметров тридцать над уровнем пола. От него исходил жар. Тотаблондин удивился, увидев, что в центре овального стола находится углубление с пылающими углями. Над углями находилась сетка для мяса. Очевидно, клиентам предоставлялась полная свобода действия в готовке мяса. Так вы мои новые ученики, промолвил Асума, задумчиво обведя взглядом компанию. Он затушил сигарету, положив окурок в пепельницу. Полное молчание означало согласие. В таком случае разрешите представиться. Ясару Таби Асума, ваш новый сенсей. Джаннина заслужена Шиноби Канохи. В 9 лет окончил академию, а в 12 получил звоняние Чунина. Служил в Анбу, некоторое время был одним из 12 стражей ниндзя храма огня. Как вы уже поняли, люблю это место. И курите. Добавил Охару, откашлившись. Дым от сигареты Асума еще не рассеялся, образовав висящую над столиком завесу. Это да. Протянул мужчина, теперь ваша очередь. Расскажите, что вы любите и не любите, ваши сильные стороны. Инузика Киба. Хочу обрести силу и стать первоклассным Шиноби. Мой клан славится отличным слухом и нюхом. Мы очень близки к животным, привыкли работать с ними совместно. Обычно это собаке ниндзя. Это, кстати, Акамару. Мой лучший друг, произнес Киба. Лучший друг? А великий рамен. Куда я попал? Хихикнул про себя Наруто. Асума задумчиво поскрип пальцем бородатый подбородок, переводя взгляд с Киба на Акамару и обратно. Потом погладил пса по голове. Хорошо. У тебя отличные навыки, которые часто решают исход боя, кивнул Сарутаби. Синджухару. Мое имя означает «Рожденное весной». Я Надежда Канохи, ее лучший Шиноби, потомок великого клана. Техник знаю мало, только на уровне Академии, но владею ими в совершенстве. У меня превосходный контроль чакры. Люблю природу и ночное небо, не люблю обжорство, протараторил и блондинка. Все так же уверенно в себе. Прямо как я в молодости. Подумал Наруто, и в его душе вновь проснулся тот азарный мальчишка. Узумаки Наруто. Владею техникой ранга обтеневым клонированием одной техникой ранга. У меня хороший запас чакры. Хочу стать лучшим из лучших и мечтаю стать Хакаги. Люблю рамен, ем его в больших количествах, сказал он, с вызовом глядя на девушку, сидящую рядом. Асума улыбнулся. Видимо, он был доволен своей новой командой. Прекрасно. Я погляжу, вы талантливые ребята. Что ж, научу вас всему, что знаю. Надеюсь, вы быстро усвоите уроки. Возможно, даже выдвинем вас на экзамен на Чунина, сказал он. Наруто с любопытством посмотрел на нового учителя. Он вспомнил, как в прошлый раз Асума дал ему несколько ценных советов для освоения стихии ветра. А когда начнем тренировки? Спросил он. Все команды приступят к тренировкам завтра. Мы не исключение. Сегодня я предлагаю вам угоститься шашлыком, после чего можете быть свободно до завтрашнего дня. Советую вам тщательно подготовиться и хорошенько выспаться. Кеба согласно закивал. Видимо, он не пешил приступать к тренировкам. А Камару при слове «шашлык» громко тявкнул, и его лайэхом разлетелся по залу. Хару тоже была не против. Наруто с сожалением вздохнул. Сегодня он ничего полезного не сделал, а ведь утром блондин дал себе обещание, что не будет тратить свое время в пустую. Впрочем, у него очень не вовремя забурчал живот, и Наруто вынужден был согласиться. Еда была бы не лишней, тем более, угощает Синсей. Вскоре принесли тарелку с мясом. Асума разложил кусочки мяса на сетке прямо над углями. Послышалось шипение. С кусочков мяса на угле стали срываться капельки жира и сука. Сигаретный дым развеялся, а на его место пришел аромат барбекю. Через пять минут мясо было готово, и к самому крупному кусочку потянулась рука Киба. А комар встал и вновь обошел Асуму, устроившись между ним и Кибой. Инузука разделил кусок на два и угостил своего питомца, а вторую половину поспешно сунул в рот, хотя мясо было очень горячим. Ммм. Просто восхитительно. Воскликнул он. Хару в отличие от некультурного иной Зуки взяла палочки, аккуратно разъединила их и взяла себе маленький, но самый сочный кусочек. Наруто решил последовать ее примеру, чтобы не выглядеть в глазах Сенси плохо. И вот он с содроганием сердца взял самый прожаренный кусочек и попробовал его. Это было просто восхитительно. Горячий сочный кусочек провалился в желудок, и Наруто взял следующий, попробовав его уже с соусом. Это же вкусно теща. Не заварная лапша какая-нибудь. Подумал Наруто, уплетая блюдо за обе щеки. Саруто без удовольствия взрел эту картину, после чего сам приступил к трапезе. Вскоре официант принес еще одно блюдо с мясом, и на углях стало жариться уже новые порции. Очень вкусно, асума Тенси. Прошамка Наруто. Барбекю было поистине потрясающе. Понравилось всем без исключения. А Камару, конечно, слопал больше всех. Хару даже не возмущалась, когда асума снова закурил. Вскоре Наруто почувствовал, что больше не может есть, очевидно, он был не одинок в этом. Ну и кто теперь ненавидит обжорство? Торжествующе смотрел он на Хару, вытирающий руки. Асума заплатил по счету, после чего команда номер десять разошлась по домам. Вернувшись домой, Наруто понял, что день этот пролетел быстро и незаметно. Он толком ничего и не успел сделать. Единственное, что осталось сделать блондину развить клонов и узнать, как произошло воссоединение остальных команд. И он приступил к этому делу. В его голове дно за другим стали появляться новые воспоминания. Все клоны Наруто использовали Хинги, притворившись обычными жителями. Только с шестой командой такой затеи не вышло. Команда номер шесть, состоящая из Сая, иная ссора встретилась на одном из тренировочных полигонов Канохи. Наруто спрятался в густой листве деревьев, надеясь, что его не заметят. Анка пришла одновременно со своими учениками. Она как всегда была одета очень открыто и вызывающе. Прекрасный вид ее тела под обтягивающейся чтой майкой прикрывала лишь длинное пальто. Она представилась, рассказав, что является ученицей одного из легендарных санинов Канохи. Ванбу девушка не состояла, но она работала на Арачимару. Так Наруто узнал, что Арачимару все еще присутствует в деревне и является личным советником Хакаги. Она также продемонстрировала несколько техник со змеями. Инна рассказала, что принадлежит к клану Яманука, владеет техникой переноса сознания, помогает матери работать в цветочном магазине и хочет стать сильной и храброй Кунаичи. Сора был отправлен в Канаху по распоряжению Верховного Монаха Храма Огня для обучения искусству не нельзя и чтобы повидать мир на миссиях. Саи показал пик скрытности, сказав лишь про то, что любит рисовать и помимо карьеры Шиноби хочет стать художником. Команда номер семь осталась в аудитории дожидаться Кукаши. Наруто замаскировался ведра с водой, стоящие у доски. Ребята просидели там довольно долго, пока не появился Шиноби в маске, закрывающий все его лицо, кроме одного глаза. Кукаши был одет во все то же, но за спиной был прикреплен короткий меч, покоившийся в ножнах. Он рассказал немного о себе. Фактически, только имя. Тимтин желала стать великой Кунаичи, как Цунади. Она по-прежнему проявляла интерес к разным видам оружия. Шина тоже особо не стал распространяться о себе, рассказав об особенной способности клана Абурами. Ниджи говорил холодным и твердым голосом. Он был как никогда серьезен и мрачен. Он заявил, что хочет стать во главе своего клана и отомстить за смерть своего отца. Он признался, что недолюбливает главную ветвь клана Хьюга, а также пояснил Какаши несколько нюансов Бьякогана. Шиноби в маске этого оказалось достаточно. Он сказал всем троим приходить на тренировочный полигон у реки, повидав о том, что собирался устроить им испытания. Наруто уже знал, что за тренировкой ждет этих троих завтра. Жалко, что никто не сможет предупредить их о том, что нужно хорошо поесть утром, невзирая на требования учителя. Команда под руководством Генма Шираной встречалась на мосту над Узенькой Чикой. Теперь Узумаки принял облик старика, сидящего на лавочке у реки рядом с мостом. Генму Наруто помнил. Это был худой шин бездлинными волосами и протектором Канохи в виде банданы, как у Мидзуки. Однако символ скрытого листа был у Генмы на затылке. Во рту его была длинная зубочистка, которую Шина беззадумчиво грыз. В восьмую команду вошли Хинато, Чоджи и Шикамару. Наставник вызвал у всех симпатию, и ребята с радостью рассказали ему все о себе. Чоджи признался в слабости к еде, рассказал о возможностях клана Кимича и своей любви к бабочкам, которых он находил весьма красивыми. Шикамару пояснил тонкости техника его клана, предложил Сенси сыграть в игру Шоги. Хинато сначала растерялась, но потом рассказала, что хочет стать сильнее и добиться уважения в глазах отца. Девятая команда являлась главным объектом интереса Наруто, поэтому он сосредоточился именно на ней. Во-первых, в ее состав входили Саски и Сакура. Во-вторых, странный обиточка тоже вызывал интерес блондина. Встреча состоялась прямо у Академии. Сакура нетерпеливо покачивалась на качелях, Рокли с пыхтением отжимался, а Саски облокотился о дерево спиной и закрыл глаза. Обито, как и Кукаши, имел привычку опаздывать. Наконец, он появился. Клон Наруто, превратившийся с помощью Хинги в пожилого человека, подметающего вход в Академию, смог рассмотреть его. Одет был обито в черные штаны с оранжевыми полосками и в такую же футболку с рукавами до запястья, поверх которой был надет еще и жилет Шиноби. Вот какая неожиданность! У нас с ним схожие вкусы! Подумал клон Наруто, оценив преобладание черного и оранжевого цвета в одежде наставником девятой команды. Прическа у обито была чем-то средним между прической Кебы и самого Наруто. Волосы, как и любого Учхо, были черные. Но главной отличительной чертой было то, что на лице Джанина были большие очки, более походившие на маску для ныряния. Стекло у очков было оранжевым, достаточно толстым. Оно было одно на оба глаза. На самом деле маска была молодому человеку на полулице. Здравствуйте! Я обито Учхо, поздоровался он, решив перейти сразу к делу, я стану вашим капитаном. Из следующего диалога Наруто узнал, что обито один из главных помощников Хакаги после Орычимару, он служит в разведке, почти не возвращаясь в Канаху, а в деревню пришел по распоряжению Хакаги для того, чтобы возглавить команду номер 9. Больше обито ничего не сказал, предоставив слово остальным. Первый начала говорить Сакура. Она все время мемлила, поглядывая на Саски, но потом собралась с духом и изложила, что мечтает стать шиноби-медиком, помогать людям, спасая их жизни, но в качестве основы обучения научатся навыкам обычного шиноби. Хорошо, удовлетворена кивнула Учиха, я знаю одного человека, который сможет натаскать себя в области медицины. Я Саски Учиха. Я стремлюсь догнать своего брата Итачи и равняюсь на него, чтобы отец мог мною гордиться. Но у моего отца мало времени, а на меня он почти не обращает внимания. Я хочу стать великим шиноби как первый и второй Хакаги. «Возможно, даже когда-нибудь возглавлю деревню в качестве нового Хакаги», произнес Саски. Наруто облегченно вздохнул. Похоже, у Саски возникла очень даже приемлемая мечта. Хорошо, Саски. Я наслышан о твоих успехах. Я помогу тебе добиться того, чего ты хочешь. Третий специально приставил меня к тебе, чтобы научить тебя контролировать шарингом. Я Рокли. К сожалению, я не владею навыками гиндюцу и ниндюцу, зато я добился успеха в тайдюцу. Каждый день для меня тренировка. Я хочу стать настоящим ниндзя и доказать, что можно быть отличным шиноби без ниндюцу и гиндюцу. Раньше я думал, что это невозможно и проклинал себя, но потом все изменилось. Все благодаря одному человеку. Абита улыбнулся. Я знаю его. Майта Гай, верно. Ли кивнул, на лице его сверкнула улыбка. Дальше Наруто слушать не стал, так как Саски подозрительно уставился на него. На миг у Зумаки показалось, что в глазах брюнета зажегся Шарингон с двумя тэмая. Он поспешно подхватил веник из веток и ретировался, опасаясь, что его раскроют. Мда, пробормотала Наруто, лежа на кровати. Его клоны придумали довольно-таки хитрую затею с маскировкой. Теперь, по крайней мере, Наруто знал намерения каждого из его одноклассников. Хоть на улице еще не потемнело, Наруто решил не пренебрегать советом Асума Сенси и лечь пораньше. Он поставил будильник, потушил свет, лег в кровать и вскоре заснул. В это время в тайном месте, не отмеченном на картах, вскрытой от посторонних глаз пещере происходило нечто страшное. Здесь была огромная статуя демона, возводящая руки к небу, словно пытаясь дотянуться до него. Статуя имела девять глаз и только один из них был открыт. На огромных пальцах статуи стояли люди в черных с красными облаками плащах. Некоторые из них были полупрозрачными, периодически переливались всеми цветами радуги. Это были голограммы. Однако помимо голограмм в пещере присутствовали двое в капюшонах, имеющее вполне реальное очертание. Они стояли на мизинце и безымянном пальце левой руки каменной громадины. Зал озарял яркий синий цвет. Перед статуей прямо в воздухе висело тело парня с серыми волосами и отвратительным шрамом швом под левым глазом. Род его был открыт, спина выгибалась, глаза потеряли свой цвет. Тело человека было объято синим свечением из чакры, которое медленно всасывалось в пасть статуи. Все без исключения сосредоточились на процессе высасывания биджу. И вот, когда свечение погасло, в пещере потемнело, а тело Егоры с хлопком грохнулось на землю. Запечатывание трехвостого завершено, произнесла одна голограмма, мы потратили на это слишком много времени. Все из-за того, что мы потеряли в Бугарии, произнесла фигура в капюшоне. Это был женский и мелодичный голос. Невдалеке от статуи валялось еще одно тело. Это был средних лет человек в плаще Акацуки. Его длинные каштановые волосы торчали во все стороны. Руки были сложны на груди. Глаза были закрыты. Печально. У него были поистине замечательные способности, пророкотал голос другой голограммы. Гарри был очень ценен, но мы должны найти ему замену. Требовательным тоном возразила первая голограмма. Поняла, сказала девушка в капюшоне. Нам нужно пополнить ряды, повторила голограмма, найди ему замену как можно скорее. Буду работать над этим, кивнула девушка. Голограммы исчезли. В зале остались только два человека. Первым спрыгнул хранивший молчание. Девушка за ним. У обоих хрустнули ноги. Конечно. Они же сутки напролет стояли в одной и той же позе, боясь пошевелиться. Как можно было так проколоться? Произнёс первый. Девушка сняла капюшон. У неё было молодое лицо с красивыми зелёными глазами. Тёмные волосы её были сплетены в пучок, а щёлка была разделена на две части, спадая по бокам от лица. Мы не виноваты. Это ты нас подвёл, возразила она, нахмуря и в брови. Её собеседник не обратил на её слова никакого внимания и пошёл к выходу. Девушка в плаще оглянулась на тело горит труп ягуры, из которого была выкачана вся чакра. Этих оставь тут, раздался голос напарника в капюшоне, всё равно скоро сюда вернёмся. Девушка рядом. Почему тебя потянуло в канаху? Зачем? Неожиданно спросила она. В голосе её не было ни капли укора, только любопытство. Так было нужно, бесстрастно ответил тот, поправив капюшон. Девушка поняла, что добиться от напарника внятного ответа у неё не получится и молча последовала за ним, тоже натянув капюшон. Они вышли из пещеры, на улице уже стемнело. Человек в капюшоне обернулся, произвел длинной серии печатей, и вход в убежище завалил огромный камень со специальными печатями, прикрепленными в разных местах. Они шли по дороге, и луна бросала свои тусклые лучи на их плащи, освещая красные облака, хаотично разбросанные на чёрной ткани плаща. Всю ночь Наруто спал неспокойно. Сегодня его мучили сны, вовсе не из приятных. из приятных грёз и окунуло в тёмную гущу кошмаров. В памяти всплывали образы, сцены Четвёртой мировой войны Шиноби. Море крови, душераздирающие крики вновь проснулись в памяти. Наруто вновь увидел момент своего исчезновения из родного мира. Дальше его воображение самостоятельно дорисовало битву Саски с человеком в маске. Он выступал в роли зрителя. Как только блондин пропал в пространственно-временной воронке, раздался громкий крик Саски. Таби торжествующе захохотал. По маске его ползли новые и новые трещины. Глаза его приняли невероятный облик. Это был ренегон с девятью томаи, хаотично разбросанными по кругам набилки и радужки глаза, слившихся в одно целое. Его плащ развивался от дикого количества чакры. Она билась Таби во все стороны. Казалось, что из этой чакры можно слепить новых биджу, да еще и с запасом. Десяти хвосты становятся сильнее с каждой секундой, произнес Таби, у тебя нет шансов. Саски бесстрастно посмотрел на противника. Ноги брюнета уже подкашивались, но нет не охватки сил, а от горя. Ты себя переоцениваешь, прохрипел Саски. Глаза его были расширены. Вечный Мангеки Шарингон с причудливым узором закрутился, расплываясь в новую картинку с другими цветами. За несколько секунд в глазах Саски сформировался риньгом. Невозможно. Ты смог пробудить его самостоятельно, без генов Синджу. Пораженно прошептал Таби. Совсем недавно я узнал, что имею дальние родственные связи с кланом Синджу, безразлично сказал Саски, привыкая к новым глазам. Не может быть. Впрочем, теперь это уже не важно. Таби выставил руки перед собой. Меж его ладоней стал формироваться куб, подобной технике третьего Цучкаги. Куб этот был создан из чакры Джуби. Он был темнее самой ночи. Казалось, странная техника поглощает свет и жизнь, превращая мир в темную однородную массу. Что было дальше, Наруто не узнал, ведь его вытянуло из сна. Он на миг почувствовал, что падает в бесконечную пропасть. В голове раздался звук барабанов, непрекращаемый стук, затем звон. Генин очнулся в своей кровати, рядом на тумбочке оглушительно звонил будильник. Блондин был в сильном шоке, поэтому не сразу выключал будильник. Он проморгался, увидел, что находится в собственной кровати. Черт! Со сном я, кажется, переборщил. Вчера Генин лег спать пораньше, и хоть будильник был поставлен не на позднее время, Узумаки думал, что проснется пораньше. Впрочем, у него и так была уйма времени в запасе. До встречи с командой оставалось около трех часов. Наруто сначала сел на кровати, потом встал. Готовка еды не заняла много времени, ведь завтраком Генина была заварная лапша быстрого приготовления. Он одеялся, быстро позавтракал и отправился на полигон, где команда номер 10 договорилась встретиться. Блондин специально поставил будильник пораньше. Когда он учился у Кукаши Сенсия, тот постоянно опаздывал, чем вечно был недоволен молодой состав команды номер 7. Асуму Наруто знал не так хорошо, поэтому решил прийти заранее, но, видно, немного переборщил. На тренировочной площадке он оказался на два часа раньше, чем надо было. Видно, Наруто еще со вчерашнего дня так спешил начать тренировки, что неосознанно не шел, а бежал по улицам. Но вот. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Разочарованно вздохнул Узумуки. Если раньше ему могли составить компанию Сакура и Саски, дожидавшиеся опаздывающего Сенсия, то сейчас Наруто понимал, что по меньшей мере еще час он никого из своих новых сокомандников не увидит. Полигон не сильно отличался от той тренировочной площадки, где впервые тренировались Наруто, Сакура и Саски, пытаясь отобрать у Кукаши колокольчики. Ровная площадка с короткой травой, несколько бревен, обмотанных канатами и тканью, видимо, для отработки Тадзюцу, река, шумевшая невдалеке, с другой стороны лес, возвышающийся над поляной грозной волной. Сначала Генин расстроился, но потом так засиял от счастья. У него было достаточно времени и не было никаких дел. Что мешало Наруто начать тренировку одному? Хоть Блондину уже довелось сражаться, он еще не был уверен в своих силах. К тому же, надо было что-то делать с Девятихвостым, а ключ от печати четвертого находился на сохранении у Жап-отшельников. Единственный, кто мог бы дать ему совет в данной ситуации, был Фукасаку, старый учитель Жаба с горы Мебаку. Блондин откусил кончик пальца, выдавил каплю крови и произнес, приложив ладонь к поверхности земли «Техника призыва». Нет, ничего не произошло. Сперва Блондин подумал, что дело в плохой тренировке, но вспомнил, что в раннем возрасте, когда пытался использовать эту технику, получал хотя бы маленького лягушонка или головастика. Блондин уныло вздохнул. С ним больше не было Курамы, который так активно помогал Узуму кивбою, хоть и только из-за неприязни к Мадаре и человеку в маске. Дух Блондина еще не освоился с телом. Тело было мало тренированное, система циркуляции чакры пребывала в практическом застое. Более того, Наруто не знал, что делать с новым демоном, запечатанным в его теле и сознании. «Если я не могу полагаться на Кураму, мне нужен мой старый козырь в рукаве», подумал Узумуки. Он сложил печать, и рядом один из клонов начал закручивать в его руке с удивительной скоростью вихрь чакры, который за несколько секунд принял форму светящегося шара. «Черт! Чакры течет слишком медленно!» Подумал Наруто, отметив который уже раз, что применение обычного рассинга надается ему труднее, чем раньше. Но в этом есть и положительные моменты. Рассин-сюрикен получится не таким разрушительным. А нет, я же совсем забыл, что эта техника погубно влияет на мой организм. «Мне бы сейчас режим девятихвостого!» «Нет, в таком случае не медлить!» «Нельзя!» размышлял парень. Второй клон выставил перед собой обе руки, сконцентрировав чакру в кистях. Лицо его все скорчилось от усердия. Клон выбрасывал из себя уйму чакры, но ничего не происходило. Лишь шар в руке блондина начал вертеться быстрее и светиться ярче. «Что ты делаешь?» Обратился он к клону, «Мне нужна чакра стихии ветра, а не обычная». «Идиот!» Клон сосредоточился еще сильнее, однако это ничего не дало. «Я пытаюсь», пробормотал он. Наруто почувствовал, что его копии расходуют слишком много чакр в пустую, и поэтому сию же секунду развеял технику. Клоны по бокам исчезли, шар в руке испарился. «Что происходит?» спросил Наруто пустоту. Он не знал ответа на этот вопрос. Блондин опустился на корточки. Прямо к его ногам порывом ветра принесло зеленый листочек, сорванный с ветви дерева. Он зажал лист в ладонях и сконцентрировался. От усердия у Зумаки даже вспотел, однако это не привело ни к какому результату. Блондин увидел, что у него ничего не получается, потом попробовал еще раз, но плодов сосредоточенной деятельности не получилось. «Да чтоб тебя!» «Дать тебе!» раздраженно вскричал он, пнув землю и бросив листочек, который заботливый ветер отнес от блондина на безопасное расстояние. Он тяжело дышал. Наруто не понимал, почему у него не получается техника, которую он столько раз успешно использовал, даже находясь на грани между жизнью и смертью. «Я слишком слаб. Чакра слишком медленно течет во мне. Чертово тело!» подумал блондин. Он сел на траву, почувствовав, что штаны промокли от обильной утренней росы. Наруто про себя выругался и лег на траву. Мокрый или нет ему уже все равно. Взгляд блондина был прикован к небу. Узума кимигом успокоился, наблюдая за неторопливыми безмятежными облаками. Голубые глаза Наруто были устремлены в бесконечную синеву. «Я остался без Курамы, со мной рядом нет моих друзей, какаши-сенси Ямато-сенси меня покинули, я не знаю, где сейчас бабуля Цунади извращенный отшельник». Разочарованно размышлял Генин, все больше удивляясь себе. «Когда это он, Узумаки Наруто, унывал и хныкал как щенок? Когда это он сдавался? Не он ли говорил, что никогда не свернет со своего пути Ниндзя?» Наруто вздохнул. Сейчас он потерял самого себя, забыл о собственном негласном обещании Саске дорожить каждой минутой своей жизни и не тратить ее понапрасну. Блондин поднялся. Сейчас он вспомнил множество техник из свитка с запрещенными Дюцу, однако решил оставить их на потом, чтобы не разочароваться еще больше в своих силах. В запасе его техник был Росинган, техника подмены, превращения, а также теневое клонирование и массовое теневое клонирование. Он один выстоял против целого отряда Анбу, смог без остановки в течение долгого времени бежать по веткам в лесу. Уже весьма неплохо. Особенно для Генина. В этой реальности все студенты Академии на момент своего выпуска были старше почти на 4 года, чем в прошлый раз, а следовательно, сильнее. Наруто мог бы только гадать, на что в нынешнем возрасте способен Саски. Блондин вспомнил Майтагай, Рокали, Сакуру, Цунади, однорукого Райкаги, с которым он встречался на войне, его отца третьего Райкаги все эти Шинаби отдавали предпочтение Тайдюцу, из-за чего отлично натренировали свое тело, а вместе с ними улучшили контроль чакры. Физические упражнения вот гениальный способ развить каналы чакры. Наруто встал, быстро размялся, принял упор лежа и начал отжимания. Первые отжимания он совершил для разогрева, на третьем сгибании локтей Блондин пустил по каналам чакру. Тело его пропиталось духовной энергией, и делать упражнения оказалось гораздо легче. Так вот как он это делал. Понял Наруто, вспомнив пугающее зрелище отжимающегося две тысячи раз на больших пальцах рук рук или когда Наруто закончил с отжиманиями, он почувствовал, что энергия в нем течет быстрее. Он сделал несколько подходов приседаний, потом устремился к лесу, наполняв ноги чакрой. Благо, его состояние было далеко не безнадежным. Он уже мастерски умел совершать высокие и длинные прыжки и удерживаться на поверхности дерева без помощи рук, что продемонстрировал недавно в схватке с Анбу. Наруто в течение минут десяти взбегал по стволам деревьев, отталкивался от одного ствола, перепрыгивая на соседнее дерево, пару минут повисел вниз головой, перепрыгивал с ветки на ветку. Блондин успел попробовать пройтись по поверхности воды, что ему, разумеется, с успехом удалось. Тем не менее, Наруто почувствовал, видимо, печать четвертого Хакаги значительно отличалась от печати отца Наруто. Она не выпускала чакру постоянно, а сдерживала ее, не проливая ни капли. Бывало, малая порция чакры демона просочится в тело Наруто, как недавно в переулке, но очень скоро полностью профильтруется печатью и смешается с основной массой духовной энергии. Тело Наруто тоже устало. Он понял, что в случае продолжения тренировки он выдохнется к моменту появления друзей и Асумы, поэтому решил сделать небольшую передышку. Вскоре на площадке появилась Хару, явно недовольная тем, что пришла позже Наруто. Одетая девушка была все так же в сетчатую футболку из металлических нитей и тонкой ткани, зеленое кимоно, туго перетянутое поясом, и сандалии Шиноби. Колени ее были обмотаны специальными бинтами, на поясе висел подсумок с принадлежностями Ниндзя. Пышные волосы девушки были скреплены в хвост резинкой, протектор опоясывал шею, как у Тимари. Наруто невольно скользнул взглядом по изящной, но одновременно пышной в некоторых участках фигуре девушки. У него на миг возникла идея стянуть с нее кимоно. Эта мысль пришла к нему спонтанно, ни с того, ни с сего. Блондин вроде бы и не начинал испытывать чувств к девушке, но это было бы очень забавно. Ну вот, опять в нем боролся его дух опытного воина, ветерана войны и тело подростка дурака. Однако, если девушка похожа на Цунади не только внешне, но и по характеру, это грозило тяжелыми последствиями. Однажды капитан Ямато рассказал Узумаке, что произошло с Джиралией на горячих источниках, когда он попробовал подглядеть за Цунади. Наруто так задумался, что не заметил, как Хару поздоровалась с ним, подозрительно глядя в глаза. Блондин очнулся. А, привет, Хару. Кивнул он. Он хотел произнести что-то еще, чтобы развязать интересный и ненавязчивый разговор, однако в этот самый момент рядом с Синджой Узумаке приземлился бородатый мужчина с сигаретой в зубах. Наруто даже не успел понять, откуда он появился. Привет, ребята. Произнес Асума. Здрасте, Асума-сан. В один голос ответили Хару и Узумаке. Вы прямо с точностью в секунду пришли, прошептала Хару, достав из-под сумки нечто, напоминающее часы. Бородатый мужчина кивнул. Так, а где третий? И четвертый? Спросил он. Чертовки бы. Не мог хотя бы в первый день прийти вовремя. Подумал блондин, по лицу Хару можно было понять, что и ее мысли сходны с рассуждениями блондина. Что ж, начнем без них, не дожидаясь ответа, произнес Синсей. Он сунул руку в карман жилета и вытащил оттуда два небольших свитка, продемонстрировал их ученикам и прикрепил Ваша задача отнять у меня эти свитки. Просто так я их не отдам, поэтому вам нужно обездвижить меня, вырубить или удачно подкрасться. Для этого вам придется приложить всю силу и желание. Не сдерживайтесь, вы должны показать мне, на что способны. Разрешается использовать абсолютно все. Однако я буду использовать против вас техники, разумеется, не на пределе своих возможностей, но все же. Поехали! Сказал Асума и исчез в клубу дыма. «Техника подмены!» Понял блондин. Хару стала озираться, готовясь отразить атаку и одновременно выискивая противника глазами. Наконец, девушка быстрым бегом двигалась к лесу. Наруто последовал за ней. «Эй, что ты за мной увязался?» Возмутилась она. «Поодиночке мы его не одолеем, нужно работать в команде», бросил Наруто. Хару хотела что-то возразить, но передумала, поняв, что блондин не знаем о его способностях, произнесла она, вспрыгивая прямо с земли на высокую ветвь. Ее примеру последовал Наруто. Они взобрались повыше и встали спиной к спине. Насколько мне известно, он использует стихию огня и ветра. А в качестве оружия ножи без рукоятки, по которым пускает чакру, усиливая их скорость и силу. Хару вздохнула. «Ты это серьезно?» «Сейчас не до шуток», обернулась она к парню, доставшему куной. «Я думаю, это достоверная информация». «По крайней мере, в досье так написано», неуверенно ответил Узумуки. Он тоже обернулся, встретившись взглядом с Хару. И вовремя. За ее плечом послышался свист, и в их направлении с густой листва понесся куной со взрывной печатью. Наруто, не признася ни слова, обхватил девушку и потянул на себя. Они вдвоем покачнулись и сорвались с ветки. В ствол дерева вонзился куной, а в следующий момент раздался оглушительный взрыв. Наруто и Хару оказались под дождем щепок. Немпа, веревочная паутина. Только Наруто приготовился создавать клонов, чтобы зацепиться за другие деревья, Хару сложило несколько печатей, и из стволов окружающих деревьев прямо под генинами вырвались веревки. Они с молниеносной скоростью неслись, вонзаясь в противоположные деревья, переплетаясь землился на спину, сверху на него неловко навалилась Хару, которую он еще не догадался отпустить. Отличная техника. Похвалил он, разбавляя обстановку. Надеюсь, ты тоже на кое-что годишься, огрызнулась девушка, высвобождаясь из объятий из умуки. Вдруг поднялся сильный ветер, неестественно сильный в чаще леса. Это была техника Асумы. Стихия ветра, режущая порыв. Послышалось издалека. Много времени для раздумья генинам не потребовалось. Они рассредоточились в разные стороны, и вовремя веревочная сеть не выдержала порывов ветра и превратилась в свисающие с деревья в веревки, покачивающиеся от сильного ветра. Хару и Наруто двинулись на голос Сенсия, находясь друг от друга на расстоянии 10-15 метров. Они перепрыгивали с ветки на ветку и, увидев стоящего на деревянном выступе Сенсия, одновременно ринулись вперед с обнаженными кунаями в руках. Однако в следующий момент на месте Асумы с хлопком появилось бревна, и Хару с Наруто вновь столкнулись, не успев остановиться. Наруто падал две секунды, после чего смог вонзить куны в ствол дерева, отчего ему едва не вывихнуло руку. Он увидел Хару, опутанную канатами. Девушка негодующе смотрела на Зумуки. «Ты! Не мешай мне!» произнесла она с угрозой. «Хару, мы должны работать в команде», повторил Блондин. «Тогда перестань в меня врезаться». Процедила она, и Наруто кивнул, опасаясь, что его тело сейчас проткнет какая-нибудь веревка. Наруто приземлился на землю, Хару оказалась там через две секунды. «Мы должны оставаться на земле, тут устойчивее», предложил он Хару. Та ничего не ответила, лишь вскрикнув, отскочила в сторону. Сзади. У Наруто сработали рефлексы, и он тоже стихия огня, облако горящего пепла. Однако радиус техники был большим, поэтому Наруто и Хару попали в непроглядное черное облако. Оба закашлялись. Наруто не видел девушку, ровно как и она не видела его. Они оказались во тьме, лишившись доступа к свету и свежему воздуху. Наруто почувствовал, что воздух в облаке теплый и он становится все теплее с каждой секундой. «Не бойся, это ведь всего лишь пепел», послышался вздох Хару. «Хару, уходи сейчас же!» крикнул Наруто. Он создал двух клонов, которые выбросили его из облака. На секунду он оказался на высоте метров десяти и увидел, что в облаке вспыхивают красные искорки. Стоявшая невдалеке Асума сложил печать, и облако взорвалось в момент набрав температуру в несколько сотен градусов. Узумаки затаил дыхание, ища глазами Хару. Неужели она осталась в облаке? Наруто на миг почувствовал жар, сжигающий плоть, когда его клоны рассеялись, передав хозяину последнюю информацию. Но страхи Наруто не оправдались. В следующую секунду блондинка в зеленом кимоно появилась рядом с ним, тяжело дыша. Похоже, ей эта тренировка дается очень тяжело. Наруто догадался, что Синжу использовала обычную технику подмены. Есть план. Надо выманить его на поляну, бросила она Узумаки так залюбовался девушкой с уверенно устремленным вперед взглядом, что не заметил, как Асума повернулся в их сторону и сложил печати. «Стихия огня, облако пепла!» — крикнул он. Наруто повернулся как раз в тот момент, когда техника с силой врезалась в него, сбив с ног и отбросив на метра три назад. В отличие от предыдущей техники это было дюдсу низшего ранга. Наруто даже видел, как его пару раз использовал Конохамыру. «Ни на что не отвлекайся, Наруто!» «В бою важна концентрация!» — произнес Синси, делая глубокий затяг. И как раз в этот момент над ним просвистело что-то, раздался звериный рык, и в то место, где стоял только что Сарутаби, врезались два с бешеной скоростью вращающихся сверла. Гацога успел прокричать Киба, врезавшись в землю. В следующую секунду Киба и Акамару приняли свой нормальный облик и стояли перед Хару и Наруто. «Вовремя ты!» — буркнул Наруто. «Молодец, Киба!» — воскликнула Хару, впечатленная эффектным появлением товарища. Внезапно Акамару громко тявкнул, и парень с красными полосками на щеках моментально обернулся и атаковал куноем воздух. В следующий момент его куноев встретился со скрещенными ножами Асумы, который только что появился в центре треугольника из учеников. «Отлично!» — похвалил Асума. Наруто тоже не заставил себя ждать и атаковал Синсия, зажав два куноя в руках. Саруто Бе толкнул застывшего Кибу ногой, потом резко развернулся, отчего его повязка из хрома огня развивалась на ветру, и ударом этой же ноги встретил Наруто, попав ему в грудь. Киба и Наруто одновременно очутились на земле, ничего не понимая. Асумы даже предположить не мог, что Саруто Бе так хорош в тайдюцу. Хару изъяла из-под сумка Синбон и приготовилась защищаться. Асума сам ринулся к ней, занеся нож. Послышалась вибрация, и в следующий момент ножи Асумы засверкали голубоватым светом. Позже Наруто узнал, что так светится оружие, пропитанное простой, а не стихийной чакурой. Нож встретил на пути Синбон, но игла не была большой помехой для острого оружия. Одним молниеносным ударом Асума перерубил металлическую спицу. Разумеется, нападать на Хару дальше он не стал, ведь это была все-таки тренировка. Девушка оскочила назад, и вытащив куны, что был толще тонкого Синбона. В этот момент Кеба и Наруто одновременно напали сзади. Акамару напал со стороны Хару, выставив перед собой мощные лапы. Асума даже выронил сигарету. Он опустил голову вниз, набрал легкие побольше воздуха, и в следующий момент с помощью очередной техники воздуха вырвался из-за цепления учеников, взмыв ввысь и приземлившись на полянке рядом. «Так мы его никогда не победим», сокрушенно подумал Узумаки, как вдруг внезапно увидел, как торжествующая улыбка появилась на лице Хару. «Отлично!» «Попался», произнесла она, сложив печати. Асума непонимающе оглянулся. Он стоял на маленьком чистом пятачке земли. В радиусе метров трех-четырех его окружал ровный круг деревьев. «Нимпа, веревочный капкан!» произнесла она. В следующую секунду раздалось очень много коротких хлопков, и из стволов деревьев вырвались канаты, выстреливая в Асуму. Однако ни одна веревка его не коснулась. Они пролетали в нескольких сантиметрах, вонзаясь в землю. Внезапно из земли тоже вырвались толстые канаты, дугой перелетая через Сарутыбе, вновь погружались в почву, надежно держа Джанина. Потом веревки обвили Асуме ноги, и он уже не мог пошевелиться. В этот момент Акамар уже превратился в двойник Акибы с ехидной ухмылкой и странной позой на четырех конечностях. Наруто создал теневого клона, и тот уже закручивал в его руке вихрь чакры, принимающий форму большого шара. Акамар и Акиба одновременно толкнулись от земли, взмыв воздух. Они начали быстро вращаться, превращаясь в нечто наподобие двух буров. Они вертелись над поляной, набирая скорость и силу. Один из буров устремился к Наруто сзади, Киба схватил изумаки за плечи, и тот взмыл в воздух вместе с Энузукой. В следующий момент связанного Асуму врезался со свистом вращающийся Акамару, а затем Киба, державший выставившего перед собой гигантский Росинган Наруто. Их соединенная техника с невероятной мощью оттоковала Асуму. По земле прошли трещины. Киба отпрыгнул назад, поддержав падавшую от бессилия Хару. В следующий момент рядом с друзьями появился Наруто на шатающихся ногах. У него невероятно сильно кружилась голова. Киба! Как ты выдерживаешь такое? Простонал он, почувствовав, что орган, отвечавший за координацию и равновесие перестает работать. Наруто упал на колени, приходя в себя после такого интенсивного вращения. Над поляной поднялось облако пыли, Асуму не было видно. Мы! Убили своего сенсия! Прошептала Хару испуганно. Но вдруг прямо из облака пыли вышел Асума, целый и невредимый, с новой сигаретой в зубах. Разве что только жилет его был немного испачкан и потрепан. Даже не надейтесь. Это, конечно, было впечатляюще, но вовсе недостаточно, чтобы убить меня, засмеялся он. Киба и Акамару, имеющие одинаковый облик, приняли боевую позу. Мы еще не закончили. Свитки еще вас! Прорычал он. Асума удивился. Так ты все это время прятался и ждал удобного момента, чтобы напасть. Спросил Сарута Беуинузуки. Именно. Асума снова засмеялся, увидев, какие лица теперь были у Узума Киасинжу. Хитер как лиса. Насчет свитков можете не беспокоиться. Я выронил их, когда спасался от вашей техники, так что, боюсь, от них ничего не осталось. Да и вы уже не в состоянии продолжать, заметил Асума, посмотрев на вымотанную Хару. Закончилась тренировка обедом в барбекю-кафе. Асума был доволен ребятами, успешно работающими в команде. Он узнал об их возможностях и пообещал, что скоро их будет ждать первая миссия. В логове Акацуки вново собрались члены тайной организации. Однако, теперь в убежище помимо голограмм присутствовали не двое живых людей, а четверо. Немыслимо. Как Каюби мог исчезнуть из статуи демона? Воскликнула одна голограмма. Похоже, это навсегда останется тайной, с сожалению протянул один из присутствующих членов Акацуки, укутанный в черный плащ с красными облаками. Есть и другой джинчурики Девятихвостого, так что наш план все еще осуществим, произнесла уже знакомая нам девушка. Не быть такой наивной, Пакура. Если Каюби исчез, то это не к добру. Что-то нехорошее приближается. Прошептал ее напарник, мужчина в капюшоне. Несколько секунд шиноби молчали. Думаю, вопрос Девятихвостый мы решим потом. В нашей организации пополнение. Трехвостый был захвачен благодаря тебе, кисами. Приветствуем тебя в наших рядах, сказал один из призрачных силуэтов на пальцах огромной каменной громадины. Двухметровый, если не выше, мужчина с синей кожи на лице и маленькими акульями глазками кивнул. За спиной его висел большой меч, забинтованный в несколько слоев в белую тряпку. Рад присоединиться к вам, прошипел кисами. Теперь о делах. Кто наша следующая цель? Уже около двух недель Наруто жил в новом удивительном мире. Многое в этой реальности ему оставалось непонятным и невероятным, но новая кинаха была ничуть не хуже старой, хотя были определенные минусы. Пост Хакаги занимал Шамура Данзо, призрачная личность из прошлой жизни Наруто, которая тенью ложилась на всю деревню скрытого листа. Лично с Данзо Наруто не виделся еще ни разу, да и если честно, не горел желанием встречаться. Политика Данзо была направлена на поддержание военной мощи деревни и сохранение внутреннего порядка. Наруто собирался однажды выйти за пределы деревни на часок-другой, однако сделать это ему не удалось. Вместо Идзумы и Котицу на посту стражей главных ворот сидели представители полиции Канохи. Один из них был стариком с морщинистым лицом и маленькими глазами, а второй мужчина средних лет, внешностью напоминающий отца Саски. Позже Наруто узнал, полиция Канохи состоит исключительно из членов клана Учхо, а новыми стражами были Яшир Учхо и Тека Учхо. Спустя пару дней Наруто удалось незаметно перебраться через стену Канохи, минуя ворота, однако он не учел, что и на этой великой стене стоят сторожевые башни. Наруто был остановлен силами Сторожей Анбу. Да что это такое? Если я не выберусь отсюда, то когда начну осваивать силу Девятихвостого, разница напрочь всю деревню. Дума порой парень, строя новые планы по побегу. Ему было бы достаточно всего пары часов для того, тоталитарный режим деревни, сформированный политикой первых ее трех правителей, не позволял удовлетворить желание Узумуки. Если бы он только знал, что творилось в Канохе на самом деле, что представляет из себя корень Анбу и третий Хакаги, то понял бы, почему установлен такой жесткий контроль над обществом в деревне. Ежедневно советник Данзара Чумару работал и экспериментировал в своей лаборатории над живыми людьми, обо всем докладывая Хакаги. Буквально каждую неделю неизвестные никому препараты водились Шиноби и обычным жителям деревни, формально они назывались витаминами. Именно тогда он запланировал поставить контролирующие печати на мирное население Канохи, а потом использовать как военную силу, превратив всех до единого в Шиноби. Арчумару давно работал над такими вещами, как формула пробуждения стихийной чакры, искусственный Шаринган, план предусматривал сначала ввести в организм подопытного некую формулу, которая пробудит способности к тем стихиям, которых у данного человека не хватает для нормального усвоения стихии улучшенного генома, а потом имплантировать клетки первого или второго с наименьшим риском для провала. Впрочем, до сих пор клетки Хаширомы, Мадара и Зуны не приживались хорошо никому так, как они приживались в телах членов нужных кланов, даже если у них не было требуемой природы чакры. С клетками второго по-прежнему Арчимару разобраться не смог, поэтому единственным выжившим носителем их оставался Сарут и Биасума. Формула тоже пока что не зарекомендовала себя как готовый продукт, и на операционном столе Змейного Санина ежедневно либо от заражения чакры, либо от пагубного воздействия формулы на тело человека, либо от других неизвестных факторов погибали люди. Цунади, если бы ты была сейчас рядом со мной, то непременно бы придумала способ сделать формулу безвредный, думал порой Змейный Санин, вскрывая очередной труп. Он в последнее время часто вспоминал своих друзей, оставшихся в памяти. Вечно веселый Джирайя, целеустремленный и упорный Цунади, старик Сарута с его мягким характером, все эти люди сейчас были нужны Арчимару. Санин порой жалел, что связался с Данзо. Учитель был бы недоволен им, знал он, сколько жизней погубил Арчимару. В Змейном Санине боролись два начала, тот наивный мальчик, которому он был около сорока лет назад, и та коварная змея, что желала знать все, починить себе природу, чего бы это ни стоило. Естественно, побеждала темная половина Арчимару. Слишком уж много он в этой жизни повидал, слишком уж много страдал. Однако порой в голову черноволосого ученого вторгалилась древние воспоминания о друзьях и возлюбленной. Змейный Санин действовал во благо деревни. За время правления третьего на Канаху ни разу не нападали. Шиноби Канахи славились своей силой и выносливостью. Контролирующая печать, которую Арчимару поставил не одной тысячи людей, позволяла сохранять все секреты Канахи внутри нее. Только мирные жители, от которых все, что творилось в лаборатории Арчимару под землей, оставалось в секрете, могли покидать деревню. Шиноби выше Ранга Чунина имели печать, которая связывала их языки и подчиняла их сознание. Агенинов попросту не выпускали за пределы деревни, впрочем, те все равно ничего не знали, но безопасность превыше всего. Вот и сейчас Арчимару шел по темному коридору, слыша шлепанье своих сандалей по воде. Скрипнула ржавая металлическая дверь, и Змейный Санин оказался в просторном зале. Тут тоже было довольно сыро и холодно. Он включил рубильник, и огромный зал озарил зеленый яркий свет. Пред взором Шиноби предстали сотни огромных стеклянных банок, напоминающих аквариумы. Наполнены они были зеленоватой жидкостью, а в самих контейнерах находились бессознательные тела множества Шиноби. Все они являлись настоящими клонами. Не какой-то там техникой, а реальными копиями известных Шиноби, выращенными за годы из маленького набора клеток. Тут были Учиха Мадара и Зуна Учиха по несколько экземпляров, Табирамы и Хаширы Матинжу, несколько кланов Данза, Самого Рачимару, Кокаши, Осумы, Танза, Фугаку, клоны похожих, как две капли воды, Хиаши и Хидзаши Хьюга, очаровательные обнаженные тела ученицы Рачимаранка, Микото Учихи, Узума, Кикушины и еще умы других людей или частей их тела, содержащихся в немыслимых по размерам пробирках. Здесь же были клоны некоторых представителей клана Учиха, Хьюга, Синжу, Абурами, Яманука и так далее. В одном из сосудов плавал 13-летний рей-юноша с полосками на щеках и непослушными волосами пшеничного цвета. В соседнем контейнере покоилась более взрослая копия, повзрослевшая искусственным путем. Узумаки, когда я тебя поймаю, то точно узнаю, что сделали с тобой Акацуки. Подумал Арачимару, пройдя мимо. Арачимару прошел между рядами клонов, нашел в третьем ряду контейнеры с несколькими копиями телефон Сунади и встала напротив одного из них. Она зависла в невесомости в 30 сантиметрах над полом. Обнаженное тело ее было погружено в зеленоватую жидкость. Руки были вытянуты по швам, ноги чуть присогнуты и разведены на ширине плеч. Голова немного наклонена вниз, глаза закрыты. Из нижнего участка контейнера поднимались пузырьки кислорода, врезаясь в тело Сунади, ее лицо и пышные формы. К девушке были присоединены трубочки, воткнутые прямо вплоть. У других клонов женщины были специальные дыхательные маски. Арачимару положил руку на толстое стекло, вглядываясь в лицо Синджу. Она находилась в таком состоянии, что нельзя было сказать, жива ли Сунади, или это просто труп, законсервированный в специальном растворе. Синджу как будто спала, мужчина с длинными волосами продолжил рассматривать ее лицо с опущенными веками, разглаженной кожей, пухлыми губами и прядями волос, опустившимися на лоб. «Ты умерла, но ты все еще со мной», горько обратился он к девушке, надеясь, что она его услышит. Наступило утро нового дня. Неуклонно приближался конец весны. Солнце полило в полную силу. Впрочем, Канаха приблизительно одинаково выглядит во все сезоны года. Такое явление как снег дней очень редко. Узумаки шел по людным улицам, вспоминая былые времена. Все те же невысокие цветные дома, от которых блондину хотелось улыбаться, те же полные народу улицы. И, к сожалению, те же ненавидящие взгляды, которыми награждали его прохожие. Сегодня был выходной, поэтому блондин, проснувшийся от будильника, который он сам забыл выключить, решил сходить в магазин. Но поход в магазин был возможен только после тренировок, которым Наруто уделял теперь огромное внимание. Ежедневные тренировки уже сотворили с его телом чудо. Живот стал ровным, с четырьмя кубиками нижнего пресса, впрочем, уже начинали показываться и верхние оставшиеся два. Наруто уделял особое внимание упражнениям на спину и плечи. Бицепсы и трицепсы у Наруто не то чтобы вздувались, но двухнедельные ежедневные тренировки дали о себе знать. На руках его вздулись пульсирующие вены. Ноги тоже преобразились, мышцы в них стали твердыми. Однако Зумаке было еще к чему стремиться. Примером для подражания ему служил Рокли. Помимо украшения своего тела рельефами мышцами Генин преследовал цель улучшить контроль над чакрой. Впрочем, и это удавалось ему с успехом. Помимо физических упражнений и с использованием чакры для форсированного роста физической и духовной энергии Наруто теперь проактировал медитацию. Он полностью контролировал свои мысли, хотя бы вали неудачи, и одновременно пускал по системе циркуляции большой поток чакры, постепенно увеличивая ее количество. Наруто начинал пропускать ее через свое тело, по сотни раз прогоняя по каналам, тем самым расширяя их. Когда чакра в избытке переполняла его, блондин начинал светиться синеватым светом. Чтобы не привлекать внимание, Наруто тренировался на полигоне команды номер десять, чаще всего немного углубляясь в лес. Хотя, его результаты пока не впечатлили Бахакаги, однако его поразила бы упорность. Минимум час-два в день Узумаки тренировался. Вот и сегодня он решил испытать свое тело. Сперва подтягивания, потом отжимания, потом бег по деревьям, затем пресс, попробовать какую-нибудь технику, а потом можно искупаться в речке, чтобы снять напряжение. Первый подход Узумаки делал всегда без помощи чакры, а потом пускал в разогретое тело духовную энергию, что в несколько раз увеличивало его силу. Закончив с физическими упражнениями, Наруто достал из-под сумка маленький свиток, в который кратко записал те техники из древнего свитка, что успел запомнить. Флишбек, команда номер 10 собралась на тренировочной площадке. Сегодняшний день обещал быть интересным, потому что Асума обещал ученикам определить их природу чакры, что могло значительно расширить ассортимент их техник. В последнее время команда много двигалась, поэтому когда тренировка была не физическая, а умственная, Сарутаби, Синжо, Узумаки и Нузука садились в круг, и Асума, чиркой зажигалкой делая глубокий затяг, рассказывала что-то интересное. Вот сегодня когда ученики и их Синси уселись поудобнее, Асума достал из кармана жилета небольшую пачку склеенных между собой бумажек, которые он называл стикерами. Однако бумажки были не простыми, а чувствительными к чакри. Есть несколько типов техник Шиноби, Гиндюцу, Ниндюцу, а также Тайдюцу. Краткое представление о них вы уже получили в академии, поэтому я не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Сегодня речь зайдет о Ниндюцу, начал рассказ Асума. Наруто жадно слушал, питавая каждое слово. Какаши Синси почти никогда ничего не рассказывал своим ученикам, разве только Саске, которого обучил веду техник, в том числе и Чидаре. Асума же был целой энциклопедией. Помимо физической энергии Шиноби обладает и духовной энергией. Через все его тело проходят каналы, по которым струится чакра. Чакра необходимый элемент не только для создания техники, но и для жизни человека. Обычные люди тоже обладают чакрой, но не умеют ей пользоваться, поэтому никогда не погибают от ее недостатка. Итак, чакра основа Дюцу, в том числе и Ниндюцу. Без нее ничего не получится. Духовная энергия и телесная очень тесно связаны между собой. Если одной слишком мало, другую человек задействовать не в состоянии. Для того, чтобы получилась техника, Ниндзя высвобождает какое-то количество своей чакры. В технике есть два важнейших составляющих формы и природа. Также важно выпускать нужное количество энергии в нужный момент. Итак, о природе. Чакра бывает чистой и стихийной. Стихийную чакру вы можете создать из чистой и использовать ее как природная составляющая своей техники. Наруто понял, что уже слышал об этом, но решил внимательно выслушать наставника, ведь Узумаки намеревался пополнить свой репертуар техник чем-то, что ему еще предстоит создать в будущем, а для создания дьюци очень важно знать его основы. Ваши техники пока что не содержали стихийной природы, а когда техника сочетает и природу, Тейхару переглянулись. Каждый Шиноби имеет предрасположенность к определенной стихии. Эта стихия легково освоения, она сочетается с характером пользователя и с его телом. После того, как Шиноби осваивает одну стихию, он может изучить вторую, а при желании третью. Однако, это очень долго и сложно. У кого-то может быть с рождения противостояние с определенной стихией. Я, к примеру, никогда не освою молнию, как бы этого не хотел. Но обычно Шиноби не ограничен в этом и единственным препятствием является время. С помощью вечного мангекишаринга ночхо из уна освоил все пять стихий. Однако, это уже нюансы улучшенного генома. Наруто вспомнил каменное лицо второго Хакаги, сильно смахивающего по своей прическе лицу на саске. С помощью этой бумаги мы определим вашу предрасположенность к стихии, произнес Асума, пояснив, что произойдет с бумагой. Если у Шиноби предрасположенность к огню, то бумажка загорится, к молнии сомнется, к земле разложится и загниет, к ветру разорвется на две половинки, к воде намокнет. Можно, я первый? Спросил Наруто нетерпеливо, когда Сенси закончил. Асума протянул ему бумажку. Наруто зажал маленький листочек бумаги в правой руке между пальцами, ничего не услышал. Ему показалось только, что рука его окунулась в воду. Блондин открыл глаза. Бумажка намокла. Значит, вода, протянул Асума, выдыхая облачко дыма. Теперь понятно, почему у меня не получался Расен Сюрикен, подумал Блондин. Конец Влешбека. Наруто стоял на берегу реки, задумчиво смотря в свое отражение. В прошлый раз ему не повезло со стихией ветра, потому что Кукаши ее не обладал. Теперь Жасума не владел стихией воды. Похоже, контроль стихии ему придется учиться заново. Почему мне постоянно попадается какая-то редкая хрень, дать тебе я? Улыбнувшись, подумал Наруто. Он открыл свиток, где кратко записал запомненные им техники. Из техник воды он помнил водную тюрьму, которой демон кровавого тумана Забуза чуть не прикончил Какаши Сенсия, которую по слухам команда Гая еще более успешно использовал кисами из организации Акацуки, а также техника Вихревого Тайфуна воды, с помощью которой Ямата смог объединить свою технику воды с незавершенной формой Райсен Сюрики на Наруто. В свитке Наруто успел запечатлеть еще несколько техник, однако решил испытать пока только одну. Он совсем не представлял, как использовать чакру воды. Если при использовании ветра нужно было то вода должна была быть тягучей, непостоянной или как-то так. Об этом и думал Наруто, начав концентрировать небольшое количество чакры. Он знал, что когда есть готовый материал для техники, не обязательно выделять много энергии. Обычно именно на создание этого элемента из ничего уходило уйма чакры, по крайней мере, по словам Ямато Сенси. Наруто попытался почувствовать воду перед собой. Он закрыл глаза и постарался даже опустил правую ногу в реку, содрогнувшись от холода. Он, не складывая печатей, вытянул руку и выпустил через кончики пальцев чакру, отчего к ним взметнулась вода, зависнув в воздухе прямо под рукой в виде небольшой расплывчатой сферы. Наруто расслабился, отчего вода вернулась обратно в реку. Он сфокульсировал чакру в опущенной воду ноги, представляя, будто вода течет по его каналам и поползла по ноге Генина. Он тут же потерял контроль над собой, и все вернулось в начальную позицию. Пробовать создать чакру воды Наруто не пробовал, испугавшись, что захлебнется. Его навыки пока что оставляли желать лучшего. За что мне это наказание? Так, соберись. Последняя попытка на сегодня. Сказал Наруто сам себе. Он укратко и глянул в свиток, неуверенно и медленно сложил четыре печати и сконцентрировал поток чакры на участке воды прямо перед собой. Стихи воды. Вихревой тайфун, произнес он, высвободив приличное количество чакры. Вода перед Генином забурлила, стала подыматься, закручиваясь в воронку. Поначалу восхищенного Узумаки перехватило дыхание от гордости за себя. Он смотрел на растущий водоворот, однако разочарованно вздохнул, когда понял, что тот перестал расти, и поднявшись до метра над водой. Узумаки посмотрел на противоположный берег, и маленький цунами понеслось туда, разбившись о землю. Наруто чувствовал усталость. Сегодня он перевыполнил свою норму, однако результата в Ниндюцу это пока что не принесло. Он разделся и с разбегу прыгнул в реку. Послышался большой плюх, ввысь взметнулись водяные брызги, а Генин уже всплывал на поверхность воды. Течение реки было не очень сильным, и Наруто поплыл что вода находится вокруг него, старается слиться с ним в единое целое, но не может. Минут с 10 Наруто плыл против течения, потом развернулся и с приличной скоростью поплыл обратно, чувствуя, как ветер ударяется о его лоб. Заметив на берегу свои вещи, блондин направил в ноги чакру, и в следующий момент почувствовал, как река выкидывает его. Спустя секунду блондин стоял на глади воды, ноги его странно светились синим цветом. Узумаки вытерся заранее приготовленным полотенцем, оделся и отправился обратно на полные людей улицы деревни скрытой листвы. Солнце по-прежнему припекало очень прилично, поэтому волосы Наруто вскоре высохли, превратившись в желтый непослушный еж. Он зашел в магазин, пройдя мимо рядов с продуктами, нашел отдел со своей любимой лапшой. Как всегда Наруто не смог не обратить на себя внимания. Продавец долго всматривался в его лицо с полосками на щеках, после чего, наконец, пробил продукты. Домой Наруто возвращался с тяжелыми пакетами, наполненными коробками с лапшой, пакетами молока и прочими продуктами, которые кроме Наруто никто в жизни не стал бы совмещать между собой. Наруто вернулся домой, разложил покупки по полочкам, молоко сразу запихнул в холодильник. Он с сожалением посмотрел на свой почти опустевший кошелек. У меня почти кончились деньги. Надолго этого не хватит, с сожалением подумал Наруто. Постоянно жить за счет Асума Сенсия, частенько угощающего их барбекю кафе, Наруто счел неприличным. Конечно, новый состав команды номер 10 съедал раза в 3 меньше одного Чоу-Джи, но все же удовольствие это было не дешевое. Уже давно Наруто думал о предстоящем задании, обещанном Асумой еще на прошлой неделе. Теперь оно казалось лишь сказкой, какой-то легендой. А других способов заработать у таких шиноби как Наруто, к сожалению, не было. Наруто пообедал двумя порциями лапши, после чего лег обратно в кровать. В выходной день он мог себе позволить немного отдохнуть. Наруто закрыл глаза, ожидая нормальных снов, о которых с теплым будет еще долго вспоминать, но ему опять не повезло. Однако вновь он оказался в темном коридоре с сырым полом, ржавыми трубами вдоль стены тусклым светом в конце тоннеля. Наруто шел вперед, хотя на подсознательном уровне знал, что этого делать не надо. И опять он оказался в огромном зале с виднеющимися вдали прутьями клетки. Здесь обитал Каюби, запечатанный в Узумуке. Это место отличалось от того, где он оказывался в прошлой жизни, когда был вынужден встречаться с Курамой. Зал этот был еще темнее, еще больше, уровень воды на полу тоже был значительно выше. Наруто понял, что не может повернуться и просто уйти. Он неуклонно шел вперед, приближаясь к воротам. Чем ближе он приближался к клетке, тем больше преображалась реальность вокруг него. Узумуке подошел к клетке почти вплотную, после чего разглядел во мраке желтые глаза с широким круглым зрачком. Широкая морда с обнаженной пастью уставилась на него, шевеля большими ушами. В полумраке с трудом можно было разглядеть серую шерсть. Пришел все-таки. Насмешливо пророкотал голос. Казалось, будто он доносится не из клетки, а отовсюду. Похоже, это ты меня позвал, ответил Узумуке, рассматривая демона, который так сильно отличался от Курамы, просидевшего внутри парня столько лет. Демон был не против. Похоже, его забавляло замешательство Наруто. Кто ты такой? Спросил Наруто наконец. Демон захохотал, отчего лампы, находящиеся высоко-высоко на потолке замигали. Стыдно не знать, какой демон сидит в тебе, мальчишка. Я, Кубии, девятихвостый демон-волк, принёс тот, впрочем, тот же вопрос я должен задать и тебе. Кто ты такой? Наруто увидел, как монстр придвигался к воротам клетки всё ближе. Он увидел мускулистые поджары и огромное тело существа с серебряной шерстью. Я, твой джинчирики, Узумуке Наруто. Стыдно тебе, Кубии, этого не знать. Выкрикнул Наруто с вызовом. Он понял, что нянчиться с монстром нельзя, иначе тот просто уничтожит его, даже если находится по ту сторону клетки. Кьюби окончательно придвинулся к клетке, и Узумуке с ужасом увидел, что серебряная его шерсть превращается в черную. Из горла Кьюби вырывалось яростное бульканье, а потом на весь зал раздался оглушительный вой. Почерневший монстр просунул нос между прутьями. Глаза его налились кровью. Нилгимни. Намикадзе Наруто погиб. Зарычал монстр. По полу поползли маленькие трещины. Как это погиб? Вот он я, живой и здоровый, прямо перед тобой. Возмутился Наруто, внутри которого все съежились от только что услышанного. И почему Кьюби назвал его по фамилии отца? Ты похож на него внешне, но внутри тебя я чувствую другого человека. Ты не такой, как все. Ты гость из другого мира. Воскликнул Кьюби. Шерсть его вновь стала медленно светлеть, превращаясь в серебряную. Вскоре на Кьюби не осталось ни одного темного пятнышка. Ты сказал, намекадзе Наруто. Что ты имел ввиду? Как я погиб? Спросил Наруто. Благо, волку было весело наблюдать за мальчишкой, поэтому он засмеялся и ответил. Твой отец, намекадзе Минато, а погиб ты во время извлечения Биджу в логове Акацуки около года назад. Наруто кивнул. Про отца он и так знал. Возможно, в этой вселенной он носил фамилию отца. Ведь нынешний Минато на Микадзе не был четвертым Хакаги, следовательно, имя отца Наруто могло и не являться всеобщей тайной. Но почему тогда никто не удивился, когда Наруто назвал себя по фамилии матери? Если я погиб во время извлечения Биджу, то ты тоже должен был исчезнуть. Так почему ты передо мной? Продолжал спрашивать Узумаки, чувствуя, что должен получить как можно больше информации, пока это возможно. Я не знаю. Я год томился в ником сосуде, который называют статуей демонов, как вдруг все вокруг озарила фиолетовая вспышка, и я оказался в тебе, пояснил Волк. Наруто вздохнул. Ты сказал, что я гость из другого мира. Это действительно так. Я Узумаки Наруто из деревни скрытой в листе. В моем мире развязалась война, которая, боюсь, его уничтожила. Я стал жертвой пространственно-временной техники и оказался в каком-то темном месте, а затем увидел фиолетовую вспышку, после чего оказался в этом мире. Я на пару лет помолодел, но остался в той же одежде, в которой сражался Сукацуки в своем мире. На ней даже была дырка, блондин показал аккуратный шов на плече, куртка была пропитана моей кровью. И на моей голове был протектор Канохи, хотя в этой реальности я к тому моменту его еще не получил. Волк расхохотался. Наруто с болью вспомнил о последних минутах своей жизни в своем мире, и демон почувствовал это. Наруто почувствовал, что ноги его слабеют, а волк торжествующе смотрит на него. Ты потерял всех своих друзей, потерял родной дом, оказался в этом мире никому не нужный. Прогремел смех Каюби. Вода под ногами Наруто забурлила, и из нее начали появляться фиолетовые пузырьки чакры. Наруто вовремя спохватился, что Каюби этого ждет и вспомнил все хорошее, что с ним случилось в последнее время. Ошибаешься. Я верю в своих друзей. Я думаю даже, что они смогли выиграть войну без меня. И вообще, тут тоже весьма неплохо, сказал он, улыбнувшись, мне дали второй шанс, я его не упущу. Девятихвост из досады кашлянул. Пузыри перестали вздуваться под ногами Наруто и вновь ушли под воду. Продолжай, Наруто решил действовать осторожнее, стараясь не пробуждать в себе сильные негативные эмоции. Этот мир отличается от моего практически всем. Полностью поменялась история Канохи, состав Хакаги, состав назначенных недавно команд генинов. Первоначально я подумал, что это из-за проигрыша Хаширома в битве с Мадарой за титул первого Хакаги, ведь в нашей реальности исход боя был обратным. Но это не все. Ранее я был носителем светлой половины девятихвостого лиса. Увидев тебя, я еще не уверен насчет этой теории. Волк снова заржал. Прекрасно. Теперь ты, носитель темной половины девятихвостого волка. И уверяю тебя, твой лис мне в подметке не годится, ехидно протянул он, и под лапами его забулькала вода. К тому же, поменялась природа моей чакры, а это никак не может быть последствием победы у Чихи Мадары, закончил Наруто. Кьюби с интересом посмотрел на блондина. И что ты хочешь от меня? Силы? Прошлый Наруто все время просил у меня силы. Сощурился он. Наруто отрицательно покачал головой. Я не нуждаюсь в этом. Пока что мне нужна только информация, ответил Узумуки. Благодаря тебе я освободился из статуи демонов, хоть и вновь запечатан в человеке. Скажу, что это лучше, чем сидеть в темной бесконечной бездне. За эту услугу я дам тебе ответы на интересующие тебя вопросы и не буду пробовать вырваться в ближайшее время. Но знай, мальчишка, я никогда тебе не подчинюсь. И когда-нибудь мне захочется вновь обрести свободу. Прогремел голос Кьюби, некоторые участки его шерсти почернели. Вижу, гордыня тебя так и распирает, вздохнул Наруто, я освобожу тебя от гнева как когда-то освободил Кураму. Волк ничего не ответил, но было видно, что он не согласен с последней фразой Наруто. Итак, каковы твои предположения? Спросил Изумуки. Готов поспорить, ты попал в этот мир вместе со своим телом. Это объясняет, почему на тебе прежняя одежда. Но ты не вписывался в рамки этой реальности, поэтому стал таким же, как старый структура клеток, система циркуляции чакры, но сознание осталось прежним. Возможно, это единственное, что осталось от тебя прежнего, а может и нет, ответил Кьюби. Прекрасно. Ты сказал, что ты темная половина Кьюби. В моей реальности темная половина была уничтожена. Где светлая половина тебя? Поинтересовался Наруто. Светлая половина где-то рядом. Я чувствую ее. У меня нет сомнений, что у Канахи два дженчурики, произнес Волк. Наруто кивнул. Волк зевнул. И последнее. Где мои родители? Кьюби коварно посмотрел на Наруто, встретившись с ним глазами. Твой лимит устек. До скорой встречи, намекать за Наруто. И будь уверен, в следующий раз я не буду давать тебе фору. Захохотал он и дунул на Наруто так сильно, что его понесло обратно в коридор, а в следующую минуту блондин проснулся в своей кровати. Скотина, проворчал Наруто, открывая глаза. Девятихвост сыграл с ним злую шутку. Нельзя было доверять этому хитрому, как лиса, созданию. Хотя, стоп. Он же теперь волк, какая лиса. Черт. С досады подумал Узумаки, который совсем запутался. В небольшой комнате было достаточно темно. По потолку бегали тени, и изредка ползали полоски света, которые создавали уличные фонари. Узумаки посмотрел на качающуюся люстру, которую толкал прорывающийся сквозь полуоткрытое окно ветерок. Он, не вставая с кровати, увидел сквозь вздымающиеся от ветра шторы, закрывающие окно, темное небо. «Чертов кубии», пробормотала Наруто. Он еще пару минут повалялся в постели, задумчиво пялись в потолок, но понял, что уже не уснет. Узумаки сел, потянувшись. Захрустели кости, приятно растянулись мышцы. Надо было сначала спросить, где мне найти бабулю Цунаде извращенного отшельника, запоздал и понял он, впрочем, не исключено, что коварный девятихвостый вовсе не собирался давать ему ответы. Это была темная половина кубии, следовательно, Наруто должен был избегать общения с ней. Пожалуй, волк оказался немного более неадекватным, чем Кураму в свое время. Наруто оделся, прикрепил к поясу сумку с принадлежностями Шиноби, а к колену кобуру для Сурикинов, после чего вышел, закрыв за собой дверь. Итак, ночь на дворе, я не хочу спать, мне нечего делать. Что еще нужно для счастья? Весь путь Наруто был погружен в мысли. Он брел по пустынным и ему встречались одинокие пьяницы. Они, шатаясь, обходили Наруто и продолжали свое движение. Несколько секунд спустя блондин слышал сзади шорохи, и пьяница исчезал, будто никогда и не проходил по этой улице. Без сомнений, его хватало полиции или очередное подразделение Анбу, чтобы не допустить беспорядков в деревне. Тогда самому Наруто становилось страшно. Он шел дальше, слыша сзади подозрительные звуки, после чего те стихали. Он понимал, что от опытных Шиноби просто так не скрыться, и если им было нужно, они бы его уже схватили и отволокли бы домой или к Хакаге. Скорее всего, за Наруто была установлена слежка. Впрочем, это было неудивительно. Зная Данзо, Узумаки удивился себе, что не подумал об этом раньше. Что, если в этой конухе установлен комендантский час? Но Узумаки отбросил эту мысль. На улицах периодически появлялись люди, но исчезали очень быстро, заходя в какой-нибудь бар, или же возвращаясь домой. Проходя мимо одного подобного заведения, Узумаки думал было заскочить внутрь, прикидывая, может ли он рассчитывать на что-нибудь не очень крепкое в его-то 15 лет. Однако Наруто сразу отбросил эту идею и отпрянул от двери, как ужаленный, когда изнутри раздался крик «Наливай еще!» «Я покажу тебе силу своей юности!» Пятнадцать минут спустя Наруто был уже на другой стороне деревни. Он понял, что сейчас хорошо было бы пробежаться по лесу или искупаться в речке. Но сначала Наруто хотел посетить одно место. Это была лавка, освещенная тусклым светом ночного фонаря. Находилась она на возвышении, с нее была хорошо видна сама Канаха, а также четыре каменных лица, вытесанных в скале. Частенько Они с извращенным отшельником сидели здесь, говорили о всяком, Джирай рассказывал довольно интересные и поучительные истории из своего прошлого. Когда блондин узнал, что его сенсей погиб от руки формального лидера Акацуки Пейна, он впал в тяжелую депрессию и замкнулся в себе. Джирай был с ним долгое время, заменил больше, чем на три года родителей и всех друзей. И сейчас Наруто не знал, где разыскать одного из великой троицы Канахи. Где ты сейчас, извращенный отшельник. Пробормотал Наруто, обращаясь к воздуху, унесшему его слова далеко-далеко. Сейчас Генину было почти так же горько, как и в тот день, когда он навек потерял Джирайю. Он смотрел на каменные лица, которые по-прежнему казались ему чужими. Хотел бы он встретить хоть одного человека, способного рассказать ему правду. Внезапно он услышал чьи-то шаги. Во тьме то начинал светиться, то потухал маленький круглый огонек. Наруто за милю почувствовал запах сигаретного дыма. Вскоре на незванного гостя упал свет фонаря, и Узумаки увидел бородатый лицо Асумы. Сенсей удивился Узумаки. Наруто, какой приятный сюрприз. Видимо, не я один люблю это место, тепло улыбнулся Сарутаби. Наруто непонимающе смотрел на Джанина. Не против, если я присяду? Спросил учитель. Наруто кивнул, и Асума присел рядом, пуская в небо кольца дыма. Блондин устремил свой взор ввысь, наблюдая, как кольца эти неторопливо поднимаются вверх, постепенно увеличиваясь в размере, и окончательно растворяются в ночных красках, как только на них перестает падать свет фонаря. Что ты делаешь в таком месте столь поздний час? Поинтересовался Асума ненавязчиво. У меня бессонница, ответила Наруто. Асума понимающий кивнул. То же бывает. Наруто удивился следующему вопросу. Тебя что-то тревожит? Если скажешь, может быть я смогу как-нибудь помочь, предложил Сенсей. Наруто внимательно посмотрел на Сарутобе, закуривающего новую сигарету. Этот человек мог бы наиправду оказать ему огромную услугу, снабдив его нужной информацией. Возможно, Асума даже знает, но тут в Наруто проснулась та интуиция, что пробудилась в нем с момента начала Четвертой мировой войны Шинобе. Он вспомнил, что о себе рассказывал Джанин при первой их встрече. Он служил в Анбу несколько лет, следовательно, на Сарутобе стояла контролирующая печать. Даже при всей мягкости своего характера и любви к ученикам Сарутобе наверняка вынужден был обо всем докладывать Данзо. Нет, всей правды ему стихию воды. Если бы вы могли мне что-то посоветовать, я был бы очень благодарен. Узумаки посмотрел на Сенсия, попытавшись изобразить досаду и недоумение. Я столько стараюсь, а все напрасно. Сарутобе кивнул. Я мало чем могу тебе помочь в этой области. Вода не моя специальность. Она, как и ветер, довольно редкая стихия. Могу только посоветовать тебе заглянуть в библиотеку. Я думаю, ответы на все свои вопросы ты найдешь именно там. И вот что я тебе скажу, научиться контролировать свою природу чакру за неделю невозможно. На это уходят годы, порой десятилетия, разве что если бы ты разделился на сотни частей и отрабатывал бы приемы каждый день. Асума затянулся. На сотни частей. Повторил за Асумой Наруто и просиял. Ну конечно. Как же он раньше не вспомнил. Для Наруто дюцу теневого клонирования всегда было универсальной техникой. С ее помощью он за короткое время смог обучиться контролировать стихии ветра и даже улучшить свою коронную технику. Вы гений сенсей. Воскликнул Наруто. Саруто би удивленно уставился на ученика. Я прибегну к помощи теневых клонов. С моим довольно большим объемом чакры мне не составит труда создать двадцать штук. Если все мои клоны попытаются отработать какую-то в суть своей новой идеи. Учитель пораженной сообразительностью и находчивостью Узунки откинулся на спинку лавки и уставился на ночную канаху. Ну что ж, дерзай, кивнул он, только не перестарайся. Надеюсь, ты учил тот факт, что ты перенимаешь не только опыт клонов, но и их усталость. Наруто задумчиво почесал затылок. Про это он как-то забыл. Пожалуй, в этот раз и правда придется обойтись меньшим количеством теневых копий. Кстати, у меня для тебя подарок, произнес Джанин, я помню, что ты очень заинтересовался моими ножами, так что это тебе. Флишбек. Это был солнечный денек пару дней назад. Теперь, ребята, очень важный урок. Важным инструментом для любого шиноби является оружие. Обычно оно имеет свойство ломаться и затупляться. Сегодня я вам продемонстрирую, как этого избежать. Асума достал один из своих ножей. Чтобы заточить лезвие, достаточно просто пустить по нему чакру. Но если постоянно поддерживать определенное количество чакр в оружии, оно будет настолько острым, что способно будет резать металл как масло, пояснил Джанин. Хару наверняка вспомнила, с какой легкостью недавно этот нож, пропитанный синей чакрой, перерубил Йосинбон. С этими словами Сару Тоби пустил по оружию энергию и оно сразу же загорелось голубоватым светом, издавая жужжащий звук. Он метнул нож в ближайшее дерево, целилась ближе к корням, чтобы потом долго не искать оружие. Ребята ожидали услышать стук, когда клинок вонзится в ствол дерева, однако нож пронзил необъятный ствол древнего дерева насквозь, оставив в нем дырку. Когда все четверо Асума заставил нож снова светиться, после чего без труда вытащил его из каменной глыбы, торчавшей из земли. И еще клинком чакры, как я его называю, можно перерезать нити чакры, что очень удобно, когда вы сражаетесь с ниндзя кукловодами, добавил Сарутаби. Спустя полчаса команда номер 10 сидела в любимом кафе, заканчивая трапезу. Самый голодный из всех был Камару, которого Киби запретила кормить в течение двух дней жестокая мать, недовольная поведением пса. Киба как любящий хозяин нарушил это правило, и мать лишила Камару еще и возможности пить. С тех пор Киба был тихим и смирным, боясь усугубить положение своего любимца. Срок наказания истек, и теперь белоснежный пес наверстал упущенное. Синси, а можно вас спросить, что у вас за ножи такие? Или это кастеты? Поинтересовался Узумуки. Асума покрутил в руке клинок, показав его со всех сторон, потом дал в руки Наруто. Это нечто среднее, можно использовать и в качестве кастета, и в качестве ножа. Оружие уникальное по своей природе, сделанное из чакропроводимого металла, в чем превосходит обычный кунный. Простый кунный не смог бы пронзить дерево насквозь и вылететь с другой стороны, подумал Узумуки. А какую чакру нужно пускать, простую или стихийную? Спросил Наруто. Он не знал, какую чакру учитель пускал по оружию в тот раз, когда продемонстрировал его силу как метательного оружия. Саски, к примеру, всегда пропускал по своему мечу электричество, используя стихию молния, что увеличивало скорость оружия его владельца, а также давало возможность парализовать противника при попадании пробормотал улыбающийся Саруто Бе, который, видимо, был рад любознательности Наруто. Как я уже говорил, каждая стихия обладает своей уникальной силой. Третий Хакаги создал технику, с помощью которой он может превратить даже самую обычную куну в меч из чакры стихии ветра. Это очень опасная техника. Стихии ветра способны резать не только плоть, но и каналы чакры. Так что даже один удар таким мечом может быть смертельным. Если ты когда-нибудь увидешь третьего в бою, вспомнишь мои слова. Но с таким оружием, как чакра проводящие ножи, велика отдача на мои собственные руки. Поэтому я использую чистую чакру, а не стихийную, так как это экономичнее и более безвредно. Понятно, протянул Наруто. Конец Влешбека. Саруто Бе достал из кармана жилета сверток и протянул его блондину. Тот быстро распаковал его фонаря-ножа-кастеты из чакры проводящего металла. Они были почти такие же, как у Асумы. Без рукоятки, со специальными отверстиями для пальцев, с не очень длинным, но и не коротким лезвием, заточенным с одной стороны. Спасибо, Сенсей. Прошептал Наруто. Для него этот подарок был приятной неожиданностью. Ладно, я, пожалуй, пойду, да и тебе не советую засиживаться. Увидимся завтра на полигоне. Не задерживайся, посоветовал Асума. Узумаки попрощался с Сенсеем, посидел еще минут пять, разглядывая подарок, после чего поспешил домой. Данза сидел в своем кабинете, устроившись за столом. Настольная лампа освещала стол, на котором были аккуратно сложены бумаги, среди которых находились досея на некоторых шинобе. В кабинете царила тьма, но даже в этой тьме было видно, что бумаги на столе и на полках разложены в полном порядке. Ни единой пылинки не было в кабинете. На стене рядом со столом висели изображения Хакаги в ряд. На этот раз Шимура находился в кабинете совсем один. Рядом с ним не было верного советника, так как он был сейчас занят очередным экспериментом в лаборатории глубоко под землей. Внезапно прямо из пола перед столом третьего выросла фигура шинобе в черной форме анбу, в сером жилете и в маске с узорами, не было видно глаз, на их месте красовались стекла. У анбу была короткая стрижка, к плечу были прикреплены ножны с коротким мечом, пользовавшимся популярностью среди корня анбу. Анбу не стал спрашивать разрешения у Данза, так как уже, видимо, получил его мысленно. Акацуки захватили трехвостовое изъяли из тела дженчури кибиджу, доложил Шинобе. Когда спокойно произнес Шимура. В голосе его не было никаких нот, что могли бы выдать его эмоции. Глаз все так же был закрыт. Неделю назад отрапортовал Анбу. Известна какая-нибудь информация об их намерениях относительно Девятихвостова? Спросил Данза. Группа разведки выяснила, что они собираются захватить Девятихвостова в ближайшее время, сообщил ниндзя. Данза задумчиво покосился на маленькое изображение Узумаки Наруто на одной стопок с бумагами. Прекрасно, холодно произнес Данза, в таком случае нужно быть готовыми к атаке. Сообщи об этом всем членам корня и главам кланов, но больше никому ни слова. Что можешь сказать о Наруто Узумаки? Узумаки кардинально изменил свое поведение. Стал более жизнелюбивым. Каждый день тренируется, стал более общительным, начал показывать хороший результат в ниндзюцу. Выучил технику аранга и технику пранга. Неплохо поднял уровень Тадзюцу в последнее время, но совершенно бездарен в гендзюцу. Свободолюбив совершал попытки прорваться за стены Канохи. Яшара доложил, что распознал своим Шаринганом желание Узумаки побывать за пределами деревни. Сегодня ночью был замечен на улице, на данный момент вернулся домой. Шимура снова никак не отреагировал. Что насчет Девятихвостого? Услышал Анбу следующий вопрос. Фу смог незаметно проникнуть в его сознание, пока Джин Чирики спал. Разговор ему услышать не удалось, так как он боялся, что его обнаружат, но Каюби он увидел. Также в Узумаке по-прежнему кипит огромное количество чакры Каюби. Сомнений нет, Девятихвостый внутри. Шимура кивнул. Можешь идти, Таруне, разрешил Данза. Как только Анбу вышел из кабинета через дверь, оказавшись в коридоре, бинты Данза зашевелились. И передая Асуме, Анка Абита, что все назначенные им миссии отменяются, услышал обурыми голос третьего у себя в голове. А в это время прямо над кабинетом на крыше здания стоял человек в черном с красными облаками плаще и одетым капюшоном. Он внимательно вслушивался в разговор. Ветер мешал Шинаби подслушивать, заглушая голоса, но благодаря чуткому слуху тот не пропустил ни одного словно мимо ушей. Данза, ты накрыл Каноху медным тазом. Ты смог добиться тишины, но в этой тишине сам ничего не слышишь. Ты украл десятки глаз, но все равно остаешься слеп. Подумал загадочный член Акацуки. Ненадолго взгляд его устремился вглубь Канохи и остановился на небольшом здании, где сейчас снамик зажегся, а потом потух свет. Когда дверь хлопнула, Шинаби, недолго думая, испарился с крыши, двигаясь со скоростью молнии. Скоро. Совсем скоро. Прошептал ветер, либо же это были слова таинственного члена Акацуки, прятавшего свое лицо под капюшоном. Солнце озарило поляну. Редкие облака бросали мимолетные тени на землю. Эти тени неторопливо плыли прямо по зеленой траве, но когда их преследовало солнце, быстро исчезали. Неплохо, пробормотала Наруто, когда ножи в его руках засияли голубой чакрой и стали издавать жужжащий звук. Узумаки находился на тренировочном полигоне команды номер 10. Подарок Асумы ему очень нравился. Ножи оказались просто великолепными. Как только Наруто пустил в них чакру, лезвия стали острые, как бритвы. В руке такое оружие блондину нравилось гораздо больше куная, оно было маневреннее. Узумаки уже даже прикинул несколько приемов для атаки и для защиты. Сейчас Узумаки просто пытался освоиться с ножами и тем самым немного отдохнуть от утомительных тренировок по освоению в одной стихии. Наруто снова использовал свой старый метод, а точнее, технику множественного теневого клонирования. Блондин не стал создавать несколько сотен своих копий, а ограничился двумя десятками, как и было сказано Сенсио. Пока клоны занимались оттачиванием вадных техник, оригинал экспериментировал с количеством чакр в ножах, то увеличивая его, то ослабляя. От этого свечения становилось больше и меньше, а жужжащий звук усиливался или ослабевал в зависимости от подачи чакры. Но и эта тренировка давала плоды. Блондин сидел в сторонке, то скрещивая, то разводя светящееся оружие, а его клоны тем временем отрабатывали технику тайфуна, которая так плохо получалась у Наруто вчера. С каждым разом получалось все лучше. Вся поляна была уже мокрой, то тут, то там красовались огромные лужи. Клоны складывали нужные печати, и прямо перед ними вырастали водные воронки в человеческий рост, а то и выше. Это было несравнимо с первым опытом блондина в этом деле. Все благодаря тому, что Наруто вспомнил некоторые любопытные подробности, а именно то, что техника «Вихревой тайфун» являлась не элементом того, что ему с Ямато Синсием удалось показать в битве против Кокозу и Хидона, оконечным результатом. А та техника, которую Наруто увидел в свитке, носила имя «Водный тайфун», и была немного другой как в размере, так и по мощи. Какой же я тупой. Не только читать внимательно не могу, но и логически мыслить не умею. Выругал себя Узумуки. Он не только путался в своих воспоминаниях, но и перепутал печати, когда впервые попробовал создать водную воронку. Естественно, Узумуки просто не мог запомнить сразу столько печатей, чтобы безошибочно переписать их по памяти и не перепутать последовательность. Свой маленький самодельный свиток Наруто уничтожил, проверив на нем остроту светящихся в руках лезвий. Он действительно очень много намудрил, из-за чего потратил уйму драгоценного времени, который пообещал сам себе проводить с Умом. Та техника, что так четко отложилась в его памяти, была соединением двух природных свойств воздушной и водной стихии вместе с Рассинганом. То есть, простая водная техника не могла достигнуть такой же силы в руках новичка. Если подумать, Наруто мог попробовать повторить «вихревой тайфун» со Сумой, так как у них были необходимые характеристики для этого. Последовав совету умного учителя, Наруто посетил библиотеку, где нашел несколько книг по освоению стихи и воды. Книги эти были заграничными, чьих авторов довольно хорошо знали как отличных шинобитумана, которых, к сожалению, уже не было в живых. Узумаки обрадовался ценной находки. Там он не только смог найти еще больше вадных техник, чем в древнем, всеми забытом свитке, но и перечитать в более подробном варианте об этом понравившемся Блондину Дюцу. На этот раз Узумаки уделил чтению особое время и внимание, не пропуская ни слова и возвращаясь к непонятому абзацу еще раз. Две книги он отдал двум новым клонам, другую штудировал сам, пока не почувствовал, что затекли ноги, а глаза болят от напряжения. После этого Блондина переключился на ножи, чтобы немного отдохнуть. Именно из той книги Наруто смог усвоить основы, необходимые для правильного выполнения техник, и теперь понимал, что ранее делал неправильно. Каждая стихия требовала особого стиля и специального внимания. Как узнал Узумаки, вода была самой гармоничной из всех природных стихий. На первых порах Блондину требовалось сосредоточиться и полностью отключиться от мира и эмоций, но потом он смог понять натуру воды, ее природу, проникнуть в ее суть, и таких усилий над собой более не требовалось. Двое клонов, устроившихся под деревом в теньке невдалеке от настоящего Узумаки, стали переговариваться. Сам Наруто, закончивший тренировать и подачу чакры в лезвие, заметил это, и в следующий момент между ними пролетела синяя вспышка. Послышался треск, и нож на вылет пролетел сквозь ствол дерева, вонзившись в землю. Клоны испуганно отпрянули друг от друга. Вы закончили? Спросил Наруто, проходя мимо и подбирая оружие. Вообще-то, да, кивнул Клон, захлопнувшись книгу. Второй тоже закрыл книгу и лениво потянулся. Не могли они так быстро прочитать книги. По себе знаю, с досадой подумал Узумаки. Он понимал, что заставлять тех работать дальше неразумно, поэтому решил отложить чтение на потом. В таком случае давайте немного разомнемся, предложил Узумаки. Он сложил все три книги в специально захваченный с собой из дома рюкзак, положил его к дереву. Клоны неохотно поднялись. Думаю, тренировки пора заканчивать. Посмотрим, чего мы достигли сегодня, предложил Наруто двум копиям. Те согласно кивнули. У Узумаки был план, как проверить успех тренировки. Он решил устроить командное соревнование. Два десятка измотанных клонов лицезрели трех Наруто, приближающихся к ним. «Ребята, на сегодня все», обратился к ним центральный «Давайте устроим последнюю тренировку». «Мы трое против вас всех. Вы используете оружие и техники, которые тренировали, мы, все что угодно». Дважды повторять не нужно было. Не успел Наруто сказать, старт, как в левого клона, достающего из-под сумка ножи, врезалась четырехметровая воронка, отбросив его в реку. В следующий миг послышался хлопок, и тот испарился в поднимающейся над рекой белой дымке. Наруто сразу узнал, что клон сегодня времени не терял, и действительно прочел около половины книги. Тем временем единственный оставшийся напарник Наруто уже делал странный пас руками над ладонью оригинала. В ладони Наруто появился вращающийся голубой шар из чакры, и понесся прямо на толпу клонов, напарник бежал рядом, увиливая от вражеских атак. Он уже достал из-под сумка ножа и пустил по ним чакру. Лезвие и металлическая рукоятка, опоясывающие пальцы, засияли синим светом. Наруто увидел перед собой новый тайфун, с бешеной скоростью мчавшийся ему навстречу. Он готов был поклясться, эта воронка была целых метров шесть, а то и семь в высоту и около двух в диаметре. Узумаки понял, что от атаки не уйти, и в следующий момент выставил перед собой руку с вращающимся шаром. Он прошел сквозь воронку, ощутив, что его намек сдавило со всех сторон, но благодаря Росингану, просверливающему ему дорогу, смог выйти оттуда мокрым, но невредимым. Воронка потеряла свою форму и растеклась по поляне очередной лужей. Росинган врезался в живот одного клона, после чего тот отлетел во второго. Оба растворились в белой дымке. Наруто выхватил ножи, пустил по ним свою чакру и стала нападать на клонов, которые успешно блокировали атаки теми же ножами и кунаями. Спустя несколько секунд напарник Наруто врезался в отвлеченную толпу, вертясь волчком. Светящиеся лезвия рассекли одного клона напополам, другому отсекли руку, третьего пронзили насквозь, а четвертому располосовали лицо. Все четверо мигом испарились, а самотверженного клона берсерка, разрывающего врагов ножами на части, врезалась водная струя, отбросившая того в дерево, врезавшись в которое, клон испарился. Наруто остался один против десяти. Он поразился силой наполненных чакрой ножей. Впрочем, неудивительно, что они так легко резали плоть, если вспомнить, что это грозное оружие творилось древесиной. Но Наруто как всегда немного ошибся в почетах, и в следующий момент один из клонов сложил печати и произнес стихии воды. Водная тюрьма. Вокруг Генина выросли круглые стены из воды, сомкнувшиеся над головой. Уровень воды мгновенно поднялся, и в следующий момент Узумаки уже смешно размахивал руками, давясь водой. Воздуха в тюрьме не осталось, осталась только жидкость. Тюрьму удерживал один из клонов, положив на ее стенку руку. Все звуки для Узумаки затихли, кроме булькания и звона в ушах. Но вдруг поляну озарила огромная огненная вспышка. Стихия огня. Дыхание бездны. Прокричал голос. Со стороны реки появилась огромная струя огня, поглотившая клонов. Послышались хлопки, в следующий момент клон, удерживающий технику, тоже испарился, и немного нагревшаяся сфера воды взорвалась, освободив узника. Наруто громко откашлялся, выплевывая воду. И все-таки ты идиот, неважно, намекадзе или узумаки. Проворчал кто-то. Перед ним стоял парень с темными волосами средней длины, отливающими синеватым оттенком. Сзади волосы его были взъерошены, торчали во все стороны, а длинная челка по бокам от лба. Одет он был в белое одеяние с длинным рукавом на выпуск и черные брюки. К его фиолетовому поясу был прикреплен меч в черных ножнах. На запястье левой руки парня узумаки увидел узор прямо на коже, слившийся в печать, напоминающая по форме своей сурикен. Саски. Пробормотал Наруто, поднимаясь. Долгое ныряние без акваланга опасно для жизни, усмехнулся Саски, тебе этого не говорили. Мне вот интересно, ты сам попросил клонов себя утопить или это была их собственная блестящая идея? Узумаки заскрежетал зубами от злобы. Это не смешно, возмутился он, подбирая выроненные ножи и пряча их в подсумок. Ты смотри осторожнее, а то в следующий раз я могу и не появиться, заметил Брюнит, поправляя меч. Чертовы клоны. Кто мог знать, что они доберутся до той техники? Выругался Наруто. Он покачнулся, опустившись на колено. Это в голову поступили новые знания от рассеянных огненной техникой Саски клонов и одновременно их усталость. Хм, ты в порядке? Поинтересовался Учхо, тем не менее, не помогая Наруто встать. Да, просто устал немного, ответил блондин, поднимаясь. Он удивленно посмотрел на Саски. Что ты здесь делаешь? Спросил Наруто, разве ты не должен тренироваться со своей командой? Саски ухмыльнулся. Как раз по этому поводу меня послали сюда за тобой. Сегодня тренировок не будет, поведал Саски. Брюнит только сейчас оглянулся вокруг. Он увидел, что поляна испешрина выбоинами в земле, трещинами, полосками, наполненными водой. От его огненной техники вода в лужах стала испаряться, поднимаясь в воздух в виде пара. Чем это ты тут занимаешься? Спросил он. Тренируюсь, с гордостью ответил Наруто. Саски с трудом подавил смешок, вспомнив задыхающегося в водной тюрьме блондина. Наруто тем временем взял рюкзак с книгами, проверив, не забыл ли он чага-либо, вместе с Саски покинул поляну. Они шли по улице, по которой солнце безжалостно разбрасывало палящие лучи. Даже сквозь толстые подошвы сандалии Наруто чувствовал тепло, исходящее от земли. Саски, почему тренировки решено было отменить? Спросил Наруто. Я не знаю, мне не сказали. Абиту-сан послал меня за тобой, Сакуру за вашей санжу или за кибой. Почему Асума не предупредил вас сам, я не знаю, так что даже не спрашивай, ответил очиха, идущий рядом. Для Наруто было так непривычно не просто видеть Саски, а лицезреть его и идущим по конохе. В прошлой жизни это казалось невозможным, и Узумаки потратил годы на возвращение в деревню друга, сбившегося с пути. Отличная погода, правда, Наруто? Спросил Саски, оглянувшись на отставшего в раздумьях блондина. М, да, улыбнулся Наруто. Они прошли по оживленным улицам. Узумаки с сожалением поглядел на проплывающие мимо на той стороне улицы и чирыку. Наруто сегодня с утра ничего не ел. Случилось то, чего он так боялся, закончились деньги. Узумаки облазил всю квартиру, порылся в старых вещах, превратившихся в тряпки, осмотрел все очки, даже смотрел под кроватью, но все равно ничего не нашел. В животе у него заурчало, и он, чтобы приглушить этот звук, громко спросил, догнав брюнета. Это была крутая техника. А ты о той, что в щепке разнесла твоих клонов? Ухмыльнулся самодовольный Учхо. Наруто промолчал, скорчив гримасу обиды. Его друг ничуть не изменился, может, даже стал более едким и извительным, чем тот Саски, которого Узумаки помнил из своего детства. Ну, не сердись, смягчился Саски, техника то и правда великолепна. Ее мне показал обито Сенсей. Узумаки уже не в первый раз слышал имя таинственного обито. Он запомнил того по черной с рыжими полосками одежды и большим очкам, закрывающим единственным стеклом по улице человека. Это был мужчина средних лет с непослушными черными волосами и вечной улыбкой. Расскажи что-нибудь, внезапно попросил Саски. Он посмотрел на Наруто и улыбнулся, таинственно сверкнув черными глазами, две недели не виделись все-таки. Наруто удивился, но отказываться не стал. Если Саски сам предложил это, то шанс поболтать с человеком-совершенством упускать было нельзя. Ну, с чего бы начать, протянул Наруто, пробежавшись взглядом по улице с красочными прилавками, то не слышал истории о том, как Данзо устроил мне испытание. Учиха отрицательно помотал головой. Он заставил меня выкрыть цветок из хранилища Канохи и бегать с ним полночей по лесу, скрываясь и Танбу. Саски засмеялся, представив себе это зрелище. «Ты это серьезно?» С явным сомнением в голосе спросил он. «Абсолютно». За мной гнался отряд Танбу. «Знал бы ты, что они только не швыряли в меня?» Узумаки улыбнулся. «Если бы он попал туда в нынешнем состоянии, то наверняка смог бы поразить прихвост не третьего Хакаги парочкой водных техник и отрубленных пальцев». «И как же ты выбрался?» удивился Саски. «Я сдался, недолго думая», ответил Наруто, «они отобрали свиток, меня отправили домой». А Хакаги ничего не сказал. «Если честно, я до сих пор его не видел с тех пор, как оказался у тебя дома». Саски кивнул. Такой ответ его устроил. Это было правдоподобно. Наруто тем временем понял, что не стоит ему разглашать тайну о контролирующих печатях, иначе Итачи, Мидзуки, и руки и всем остальным точно не сдобровать. Саски не был болтливым, да и вряд ли бы предал брата, но в Канохе были люди, способные на удивительные вещи. Эта информация могла попасть к ним даже против желания Учихи. «Как, кстати, поживает твоя семья?» поинтересовался Узумуки. «Да, как обычно. Мама занята хозяйственными делами. Брата почти нету дома, он на работе в Анбу. Отец тоже почти не появляется. Он ведь как-никак глава клана. Недавно виделся с главой клана Хьюга по распоряжению Хакаги. Много на работе пропадает, возвращается злой и уставший. У них там в полиции расследуется что-то серьезное, безразличное про Барматалочиха, посмотрев на оба. Ну а на тебя он по-прежнему внимания не обращает?» Не удержался блондин. Саски пораженно уставился на него, но потом, видать, кое-что вспомнил, и лицо его приняло обычное надменное выражение. «Откуда ты знаешь?» «Ах да, конечно, наш мастер маскировки», ухмыльнулся Учхо. «Значит, заметил все-таки». С досадой вздохнул Наруто, вспомнив, как недавно попытался шпионить за командой Саски, надеясь узнать побольше о самом Учихе и об этом таинственном обито. «Скажи, как тебя можно было не заметить?» Саски артистично возвел руки к небу, а потом показал двумя пальцами на свои глаза, в которых в следующую секунду зажегся Шарингон с двумя похожими на запятые пятнами на красной радужке. Эти глаза видят все. Узумаки еле подавил смешок. Саски был по-прежнему слишком самоуверен. Интересно. Учихи было 15 лет, даже почти 16, а у него всего лишь вторая форма Шарингона. Раз уж его каланжив, по идее, тайны развития Шарингона должны были быть уже раскрыты на всеобщее обозрение. Видимо, у Чихи недостаточно боевого опыта, поэтому он не смог пробудить третью стадию Шарингона. Честно говоря, таким он мне нравится гораздо больше, чем с кровавыми слезами, текущими из глаз рисунком на радужке в форме звезды, заметил Узумуки. Да, до сих пор не замечает. Я пытаюсь хоть в чем-то обогнать Итачи, но это бесполезно. У меня ничего не получается, сокрушенно произнес Учиха, ответив на вопрос Наруто. Блондину даже стало жалко спутника. Уверен, у тебя еще будет шанс, заверил его Наруто, с таким синсеем как Обито, по крайней мери. Учиха кивнул. Да, Обито-сан, гений. Расскажи мне про него побольше, попросил Наруто. Зачем? Ты его и так сейчас увидишь, удивился Учиха. Мне так, для общего представления, отмазался Наруто. Саски вздохнул. Он улыбнулся, вспомнив учителя. Обито-сан, великий человек. Как он рассказывал, в детстве ему не везло, он был неудачником. Но он поверил в себя, и тогда обито-сан, гений стихии огня и земли. Он владеет пространственно-временной техникой. Он никогда не сдается и верит в нас, своих учеников. Наруто почувствовал, что еще немного, и у него по щеке покатятся слеза. Видимо, Рокли как сокомандник плохо действовал на Саски, постоянно восхищаясь своим старым Сенсием Гаем. Теперь Учиху переклинило на нечто похожее. Обито-сан учился вместе с Какаши Сенсием, если ты не в курсе. Их наставником был некто Желтая Молния Канохи. Наруто подскочил. Желтая Молния. Что ты знаешь о нем? Протараторил он, вцепившись в плечи Саски. Тот вырвался из рук Наруто и хмыкнул, давая понять, что ему это не нравится. Желтая Молния, известная также как Минатана Микадзе, ученик одного из Великой Троицы, мастер пространственно-временных техник и запечатывающих техник, сказал Саски с умным видом. Ну да, мастер запечатывающих с сарказмом повторил про себя Узумуки. Мастер не погиб от какой-то там печати. Он бы выбрал другую технику. И где он сейчас? Снова задал вопрос Наруто. Он как бы покинул деревню несколько лет назад, произнес Саски. У Узумуки сердце в пятки ушло. То есть как это покинул? Повторил он. Тебя что, опять по голове ударили? Воскликнул Саски. Они проходили как раз мимо здания полиции Канухи, в котором работал отец Саски. Учхо, не церемонясь, подошел к дому напротив здания полиции, на котором были изображены лица преступников и оторвал один лист, после чего вернулся и всучил его прямо в руки Наруто. Узумуки молча уставился в портрет. С листа желтой бумаги на него смотрел его отец. Желтые длинные волосы также топорщились в разные стороны, на лице светилась улыбка. Без сомнений. Это четвертый. Подумал Наруто, после чего сложил бумажку пополам и засунул в карман высохший во время прогулки куртки прямо над сердцем. Это мой отец, сообщил Наруто. Саски опять вытаращился. Да ты гонишь. Узумуки вспомнил, что Лис упоминал раньше, что Наруто носил отцовскую фамилию. Ну конечно, раз теперь для никого не было секретом, что Минато, отец Наруто, он имел право на отцовскую фамилию. Помнишь, я раньше носил фамилию Намикадзе? Тебе, мистер гений, это ни о чем не говорит? Съязвил Наруто в ответ. Как бы то ни было, он не привык к такому длительному общению с Саски, поэтому уже начал от него уставать, особенно от его вечных подколок и насмешек. Ну вот, мы пришли, пробормотал Саски. Наруто удивленно посмотрел на сборище Шиноби, собравшихся под деревом у здания Академии Ниндзя. Здесь были Киба с Хару и команда из Саски, Ли и Сакура во главе Сабита. Сакура и Хару о чем-то воодушевленно беседовали, Киба слушал музыку, заткнув уши наушниками и прислонившись к стволу дерева. Ли сосредоточенно отжимался. С лица его тек пот. 253 254 Бодро считал он каждое отжимание. Асума что-то обсуждал Сабита. Лицо его было немного взволнованным и напряженным. Асума сан, объясните пожалуйста, что происходит? Спросил Наруто у сенсии. Здоровяк, видимо, скурил уже не одну сигарету. У его ног валялись три потухших окурка. А, да ты не волнуйся, Наруто. Просто посчитаемся и разойдемся. Сегодня по распоряжению Хакаги все тренировки отменены. Команды собираются в трех назначенных местах и пересчитываются. Маленькая формальность, но можешь считать это тренировкой на оперативность. Я сам не ожидал такого странного приказа от Хакаги, Асума улыбнулся и почесал затылок, доставая новую сигарету из пачки в кармане жилета. Что-то тут не так. Он что-то недоговаривает, пронеслось в голове. Вскоре появилась команда Генмашираной в составе самого Джанина, Хинуты, Шикамару Чоуджи. А еще через минуту из-за здания показалась знакомая Нарута девушка с фиолетовыми волосами в крайне открытом наряде, прикрытом серым длинным пальто. Отлично, команданка уже здесь. Воскликнул Ли, поднимаясь с земли. И правда, за девушкой следовали Иина, Сай и мрачно Сора. Сай что-то рисовал на ходу в маленькой тетрадке, Сора презрительно смотрел на остальных ребят, думая, что сильнее их. Нэна Нарута обратила особое внимание. Похоже, пара недель Смитра Шанка полностью изменила девушку. Нет, одежда Нэна была прежней, но кое-что во внешности поменялось. Изменилась до неузнаваемости прическа, которую девушка не меняла уже больше семи лет. Волосы ее, представляющие ранее большой аккуратно собранный хвост и длинную челку, щесанную набок, превратились в пышную шевелюру. Челку ина осталась, остался и хвост, но ее волосы превратились в непослушную прическу, напоминающую ежа с длинными и толстыми иголками. Пожалуй, новая прическа блондинки была чем-то средним между ее старой прической и непослушной шевелюрой Учихи Мадары. Еще изменилось лицо девушки. Он уже не видел той беззащитной девицы, которой Яманука представлялась ему в прошлой реальности. Это была Кунаичи, полностью уверенная в себе. Наруто этой маленькой детали очень понравилась, да и видимо, не он один заметил эту перемену. Инна, что это такое? Удивленно спросила Сакура с открытым отшок ртом. Это мой новый стиль. С гордостью ответила блондинка. Ожидание снова затянулось. Наруто стоял и пытаясь вникнуть в события. Что происходит? Думал он. Обитый на секунду снял очки и закапал себе что-то в каждый глаз. А так вот почему он носит очки? Понял Узумаки, присматриваясь к коротковолосому брюнету. Ну и где же Кукаши? Раздраженно поинтересовалась Анка. Через двадцать минут, как всегда последней, явилась команда номер семь во главе с Кукаши. Видимо, этот человек никогда не изменит своей привычки опаздывать. Шина, Маджи и Тюнтин пришли с Кукаши. Отлично, все в сборе, сказал Гинма, сделав отметку в блокноте. Видимо, он отвечал за сбор этих пяти команд. Далее в течение трех минут Ширану называл каждого присутствующего по имени, и тот выкрикивал из толпы, показывая свое присутствие. И последний. Намикадзе Наруто. Здесь выкрикнул Наруто, досадуя, что он последний в списке. Прекрасно. Отсутствующих нет. Можете быть свободны. Сегодня у вас свободный день, советую провести его дома. Ширану закрыл блокнот и обратился к присутствующим. Особенно громко и четко прозвучила последняя фраза. После этого Ширану добавил, Капитанов я прошу остаться. Над поляной поднялся шепот. Гинены пока что не собирались расходиться. Извините, Гинма-сан, а к чему, собственно, весь этот маскарад? Поинтересовался у человека в бандане ссора. Все затихли, будто ожидали именно этого вопроса. На Джанина уставились больше полтора десятка пар глаз. Видите ли, Хакаги сама должен быть уверен, что в случае чрезвычайной ситуации вы сможете собраться вместе настолько оперативно, насколько сможете. Поэтому сегодня была учебная тревога. Ребята стали расходиться. Ушли Наджи с Хинутой, потом Хару с Сакурой, вместе с Немейна. Куда-то испарился таинственный Сай. Попрощавшись со всеми, Саски тоже пошел домой. Наруто с сожалением проводил его глазами. Он бы не отказался еще пройтись, ведь весь день было впереди. Не имея денежных средств, Наруто, будучи одиноким холостяком, чувствовал себя в аду. Было скучно, голодно и Шива. Продолжать тренировки не хотелось. Он не очень пешил повторять свой опыт с клонами, да и на пустой желудок тренировка не предвещала ничего хорошего. Ребята, пошли пройдемся. Мы же все равно никуда не спешим. Неожиданно предложил Шикамару. Узумаки обрадовался. Он охотно поддержал Нара, согласились ребята. Попрощавшись с учителями, ребята пошли по жарким улицам Канухи. Шикамару, ты не находишь ничего странного в сегодняшнем дне. Поинтересовался Киба, его поддержал громким лайом огромный белый пес, ступающий рядом с хозяином. Ух ты! Ребята тоже заметили это, пронеслось в голове блондина. Мне это определенно не нравится, проворчал Сора, от нас что-то тщательно скрывают. Хакаги задумал что-то недоброе. Надо бы придумать комет для третьего Хакаги. Все одновременно посмотрели на длинноволосого шатену, чьи губы расплылись в широкой ухмылке. К счастью для Бойкова на язык шина без храма огня, на данный момент никто их не подслушивал, потому что Анбу были рассредоточены четко по позициям у входов в деревню и в башнях на стене. Хм, задумчиво протянул Шикамару. В словах Соры была истина, никто с этим не спорил, я думаю, деревня находится под угрозой нападения. Что? Дефис все одновременно посмотрели на сына самого лучшего стратега Канохи. По-другому и быть не может. Их цель удержать нас в деревне, поэтому все миссии были отменены. Тренировки также были отменены в надежде, что все генины отправятся домой и там и останутся до завтрашнего дня. Вполне разумно. Они шли, молча обдумывая слово лентяя с высшим показателем интеллекта среди всех генинов Канохи. Нара провел друзей по улице деревни, которая вышла к высокой лестнице. Лестница спускалась вниз от верхнего района Канохи, огибая достаточно высокую горку, на которой появился в самом начале повествования наш герой. Проходила эта лестница по находившимся под наклонным полянкам с деревьями, маленьким холмикам и так далее. Этот зеленый уголок Канохи был отличным местом, где и в прошлой жизни народ и часто было достаточно тени для такой большой группы и устроились там. Нара, лежа на траве, задумчиво смотрел на небо сквозь густую листву, пожевывая сорванную травинку. Видимо, это сказывалось влияние его учителя Генмы, который постоянно ходил с длинной зубочисткой во рту. «Все это сделано для того, чтобы мы остались в деревне», повторил он свою мысль. Но Шакамару, если деревня действительно угрожает опасность, Хакаги бы предпринял что-то, чтобы эвакуировать мирное население и самых слабых Шиноби, возразил наивный Чоуджи. «Я согласен», кивнул Ли. Шик задумчиво пожевал длинную травинку, она прочертила круг другим концом прямо над его головой. «Если вы так уверены в этом, скажите, когда вы в последний раз были снаружи? Никого не смущает тот факт, что мы уже несколько лет сидим в заперти в деревне», протянул он. Наруто кивнул. «Ворота для нас закрыты». «Я также пытался преодолеть стену несколько раз, но меня остановили Анбу», сказал он. «Ты вообще молчи, Наруто», обиженно буркнул Киба, «Ты там целый год провел, забыл». Наруто вздохнул. Они по-прежнему думали, что он вернулся из своего путешествия по миру. Как ни печально, но тот Наруто, которого ребята знали, как недавно выяснилось, был мертв. Да. Все бы удал, чтобы вновь увидеть Храм Огня, протянул ссоры и обратился к Наруто, «Ты изменился с тех пор, как вернулся. Раньше ты был более замкнутым, каким-то зажатым. Расскажи, что там снаружи?» Наруто опешил. Но отказать не смог, поэтому пришлось импровизировать. «Ну, там красиво». «И это все, что ты можешь сказать?» возмутился Киба. «Успокойтесь. Не о том сейчас нужно думать нам», подал голос хранивший гробовое молчание Шина, которого Наруто, не подозревавший, что незаметный человек в капюшоне шел с ними, заметил только сейчас. «У тех, кто на нас нападает, есть какая-то цель», сообщил Шикомару, «если бы без нашего ведома началась Четвертая мировая война, наверняка в Канохе бы велась бурная подготовка. Значит, другие деревни нам не угрожают». «Если бы это была Шайка Шина грабителей, обчищающих слабые деревни, они бы сюда не сунулись, а Хакаги бы не стал тратить время на наш пересчет». «И какой ты можешь сделать вывод?» спросил Сора, поправив челку забинтованной рукой. «У нас серьезный и опасный противник, но не настолько опасный, чтобы все деревни готовиться к войне. С другой стороны, враг либо немногочисленный, либо не столь опасный. Каноха произвела учебную тревогу, значит, надо быть настороже. С учетом своего этого могу предположить, что враг знает расположение зданий в Канохе, вероятно, знает, как пробраться внутрь, минуя главные ворота. Возможно, мы имеем дело с ниндзя-отступниками. А если учесть, что они преследуют в Канохе какую-то определенную цель, и явно не сокровище, то остается только один вариант. Это Кацуки. Ребята восхищенно смотрели на стратега, который также спокойно смотрел в небо. Взглянув на него со стороны, никто не мог сказать, что сейчас в голове Шакамару прокручивает сотни планов защиты. Шакамару, ты гений! Прошептал Наруто, который был просто впечатлен умственными способностями друга. Хм, кашлянул Сора, потирающий длинным рукавом лоб, позвольте узнать, кто такие Акацуки. Никогда о них не слышал. Наруто выпал в каплю. Акацуки преступной организации, в состав которой входит свыше десятка, а может и двух десятков элитных шинобиотступников из разных стран. Когда-то они были наемниками, разыскивающими преступников, но потом сами превратились в преступников С-ранга. Каждый из них очень опасен. Они обычно работают по парам, но я слышал, что неделю назад имя был схвачен трехвостый из страны воды, ответил Кеба, закрыв глаза. Видимо, даже инузники со своей склонностью все преувеличивать сейчас было вовсе не смешно. Ли удивился настолько, что подскочил. Трехвостый Егора захвачен. Но ведь он был четвертым Мизукаги деревни Тумана. Вспомнил парень. Наруто замер. В памяти проснулся образ низкого человека с детскими чертами лица. У Егоры были серые волосы и огромный шрам в виде шва, который шел по щеке от левого глаза. Ты отлично потрудился. Я благодарю тебя от лица всех Джинчирики и Биджу. Я давно хотел встретиться с тобой, Наруто. Мое имя Егора, я Джинчирики и Сабо, вспомнились слова Егоры, оставшиеся в памяти с момента их первой и единственной встречи во время Четвертой мировой войны ниндзя. И, тем не менее, Акацуки его захватили, пробормотал Киба, развив воспоминания Наруто. Интересно, мог бы я его спасти? Подумал вдруг Наруто. Если остались в мире еще живые Джинчирики, их надо предупредить об опасности. Он решил во что бы то ни стало сделать это в будущем, как только удастся покинуть пределы деревни. Отец недавно обсуждал это на встрече с лидерами кланов, как Чоуза Акимича, Шиби Абурами, Наваки Синжо, Фугаку Учхо и Хиаших Юга. Я случайно оказался рядом, но подслушать разговор не получилось. Единственное, что я знаю, полиция серьезно занялась расследованием исчезновения Трехвостого, поведал Шикамару. Тогда надо предупредить Саскинаджи. И Сай с девчонками, воскликнул Чоуза. Давайте-ка с Сайем повременем немного. Я ему немного не доверяю, предложил внезапно Наруто. В прошлом Сай работал на Данзо. Возможно, и сейчас странный художник обо всем увиденном и услышанном доносил третьему Хакаги. Все посмотрели на Наруто с недовольством. Наруто, если тут и надо кому-то не доверять, так это тебе, прошипел Сора недоброжелательно. О чем это ты говоришь? Сощурился Узумуки. Кто знает, насколько болтлив будет твой Кьюби, когда вырвется, процедил парень из Хрома огня, ухмыльнувшись. Наруто понял, что у него чешутся кулаки. Что-то больно кольнуло сердце. Даже среди друзей оказался тот, кто видел в нем всего лишь демона. Сора, заткнись. Наруто прав, резко сказал Шикомару, вскочив и тем самым разрядив обстановку, Сай ученик Данзо, насколько я знаю, ранее обучение проходил в корне. Не стоит ему знать об этом. Сора выркнул, недовольно отвернувшись. Сай был, пожалуй, наиболее симпатичным ему человеком из общества Канохи, так как состоял с ним в одной команде. Если Саски и Наджи вызывали у Шатена раздражение, так как были слишком популярны, то же Камару раздражал его своим умом, Чоу-Джи-Весом, Шина-Вечным Молчанием, Акибо-Запахом Псины и Вечным Спутником ведя Камару. Никого Сора не уважал, просто потому, что не считал их себе равными. Наруто в его глазах был хуже всех. Только потому, что в нем была та же сила, что и в Соре. Но про Наруто всем было известно, а про Сору нет. Замечательно, процедил он и исчез, зашелестев своей длинной одеждой монаха Хрома Огня. Сора. Наруто хотел броситься за парнем вдогонку, но Ли его остановил. Оставь его, Наруто-кун. Он слишком вспыльчив, пробормотал он. Несколько секунд они провели в молчании. «Кстати, давно вы знаете про Кьюби?» спросил Узумаки, посмотрев на свои руки. У него еще кололо в сердце, ощущение ненужности не покидало его. Вся деревня в курсе. «Если бы Хакаги запретил бы говорить об этом, пожалуй, тебе бы жилось легче», ответил Киба, «но ты не переживай об этом». «Удивительно. Друзья меня уважают, несмотря ни на что. Даже Киба. Понятно, что раз он теперь в моей команде, то смог лучше меня узнать, но должно быть что-то еще». «Точно. Киба и Акамару чувствуют исходящий от меня запах чакры волка. Если запах лис в прошлом Киба ненавидел, то, возможно, запах волка наоборот его успокаивает». Размышлял Наруто. К Наруто подошел Акамару и потерся мордой о его ногу. «Киба, ты уж точно смог бы усмирить волка. Вы с ним родственные души». Пришла к Наруто внезапная мысль. «Итак, каков наш план?» – спросил Чоуджи. «Разделимся на группы и предупредим ребят». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова